Андрей Белый. Между двух революций. Воспоминания в трех книгах. Книга третья. Москва. Художественная литература. 1990 год. Первая часть воспоминаний между двух революций, Омут, печатается по единственному изданию, подготовленному при жизни автора и вышедшему в свет после его смерти. Белый Андрей. Между двух революций. Издательство. Писатели в Ленинграде. 1934 год. Книга была выпущена в апреле 1935 года. Тираж издания имел два завода. Первый завод включал составленный пинусом пространные указатели имен с краткими характеристиками лиц, упоминаемых в книге. Во втором заводе, без указателя имен, в тексте было сделано несколько купюр цензурно-конъюнктурного характера. Основная часть тиража книги была выпущена вторым заводом. В настоящем издании воспроизводится текст первого завода. Вторая часть воспоминаний между двух революций, работа над которой не была закончена автором, печатается по тексту, подготовленному Бугаевой и опубликованному в книге «Литературное наследство», тома 27-28, Москва, 1937 год, с восстановлением пространных купюр, сделанных в этой публикации. К работе над первой частью третьего тома воспоминаний Белый приступил в «Лебедяне» в сентябре 1932 года. Продолжал ее затем в течение нескольких месяцев в Москве. Первая часть книги была завершена 23 марта 1933 года. Первоначально предполагалось печатать ее в издательстве «Федерация», затем, как и начало века, в «Гихле». Однако Белый был связан также договорными отношениями и денежным авансом с издательством писателя в Ленинграде, которому не смог представить в срок роман «Германия». Книга не была написана. В письме от 22 ноября 1933 года Спасский предложил Белому представить в издательство писателя в Ленинграде, взамен романа «Германия», очередной том мемуаров, подчеркивая, «Правление заинтересовано в том, чтобы привлечь вас к издательству ближе, и хочет получить вашу рукпись для издания». Белый охотно пошел на это предложение. 29 ноября 1933 года он отвечал Спасскому «Третий том готов совершенно, считая его наиболее удачным из трех томов воспоминаний. Рукопись может быть в любое время отослана». Первая часть между двух революций тогда же была отправлена в Ленинград. Редакционно-издательская подготовка ее проходила уже без участия Белого. Писатель скончался 8 января 1934 года. Обозначение часть первая «Омут» было опущено издательством при публикации книги. До выхода книги «В свет» два фрагмента из нее появились в периодике, один при жизни Белого, другой посмертно. Рукопись первой части «Между двух революций» сохранилась в архиве Андрея Белого в нескольких вариантах, позволяющих проследить последовательность авторской работы над текстом. Над второй частью «Между двух революций» Белый начал работать в Москве в начале сентября 1933 года по возвращении из Коктебеля, где его настигла болезнь, прогрессировавшая в последующие месяцы и ставшая причиной смерти. 23 июня 1933 года Белый сообщал Табидзе «Через полгода, а может гораздо раньше, я кончаю третий том воспоминаний». Однако это намерение осуществить не удалось. Были написаны в первоначальном варианте лишь первые и начало второй главы. Последний фрагмент текста «Инцидент с Петербургом» Белый продиктовал Бугаевой 2 декабря 1933 года. Несколько дней спустя, после сильного приступа головных болей, он был помещен в клинику. Вторая часть «Между двух революций» — последняя работа, над которой трудился Белый перед смертью. Зафиксированный текст ее имеет самый предварительный характер. Рукопись, продиктованная Белым Бугаевой, содержит лишь незначительные следы авторской правки. Бугаева пишет о Белом в пору его работы над этой книгой. Сам же он, говоря о продолжении третьего тома своих воспоминаний, называл их по-разному. То вторая часть третьего тома, то кратко воспоминание том четвертый, не обозначая этого тома никаким хотя бы и предположительным названием. Название отсутствует и в сохранившемся черновом наброске плана, где намечен лишь порядок глав четырех, и указано название входящих в состав глав отрывков. Работа над второй частью третьего тома вела с Белым в целом согласно этому плану. Написанный текст соответствует плану первой главы. Некоторые разделы плана отражены в нем очень бегло, но не исключено, что Белый предполагал расширить текст в ходе последующей доработки, и разделом с первого по четвертый плана второй главы. Последующие разделы плана второй главы охватывают события в жизни Белого с весны 1912 года до лета 1913 года, пребывание в Брюсселе с Тургеневой апрель-май 1912 года, поездку в Кёльн и знакомство с Штейнером 6-7 мая, жизнь у Дальгеймов в Буале-Руа под Парижем июнь 1912 года, последующие пребывания в Германии и Швейцарии, связанные со слушанием лекций Штейнера и занятиями антропософии июль 1912-февраль 1913 года. Жизнь с Тургеневой в Боголюбах, март-июль 1913 года, и поездку в Гельсинг-Форс на курс лекций Штейнера 15-25 мая 1913 года. В третьей главе Белый предполагал описать свою жизнь за границей в антропософской среде в 1913-16 годах, разъезды по Европе, связанные с лекционными курсами Штейнера, август 1913-февраль 1914 года, жизнь в Швейцарии в Дорнахе близ Базеля, март-14-август 1916 года, и участие в строительстве антропософского храма, начало Первой мировой войны и отношения к ней со стороны антропософов, поездки в Швецию июль 1914 года, и по Швейцарии, Лугано-Бруннен, апрель-май 1916 года, свою работу над книгой Рудольф Штейнер и Гёте «В мировоззрении современности» 1915 год. Четвертая глава должна была описывать жизнь Белого в 1916-17 годах, возвращение из Швейцарии на родину, август 1916 года, последующую жизнь в Москве и общение там с любомудрыми религиозными философами, а также пребывание в Петрограде и в Царском селе у Иванова Разумника, поездки в Сергиев-Посад, восприятие февральской революции. Изложение событий должно было завершаться воспоминаниями об Октябрьской революции, которую Белый встретил в Москве. Андрей Белый. Между двух революций. Вместо предисловия. Настоящая книга «Между двух революций» есть необходимое продолжение двух мною написанных книг на рубеже и начала века, а на третьей части трилогии, обнимающей картину нравов и жизни моей до событий Октябрьской революции. Первая часть ее под названием «Омут» далеко не исчерпывает лиц и картины отношений с ними. Пишучи второй том «Воспоминания начала века», я не был уверен, что время позволит мне написать третий том. Поэтому иные конфликты с людьми, разрешавшиеся позднее для цельности показываемых силуэтов, рисовал в кредит, переступая грани рисуемого времени. Так, например, быт квартиры Вячеслава Иванова и сам Иванов, взятый в этом быту, относимый к 1909-1910 годам, то есть к эпохе, которая явилась объектом описания этой части. Тоже надо сказать о Брюсове, или решительный тон осуждения Мережковского, осознанный мною позднее, дан уже в начале века, и это потому, что я не знал, коснусь ли я последующих годов. Разумеется, все эти картины быта в отношениях, чтобы не повторяться, опущены в этой части, вместо них сноска, смотри, начало века, и потом, поскольку акцент внимания в третьем томе «Общественные моменты», я опускаю множество литературных встреч, чтобы не обременить книгу ненужными эпизодами и каламбурами. Но поскольку мой взгляд на общественность слагался под влиянием событий биографических, мне приходится в первых главах вести и моменты интимные, влиявшие на весь строй моих отношений к действительности. В первой части третьего тома воспоминаний «Омут» удар внимания перенесен на Россию, особенно на Москву. Во второй части «Центр внимания» заграничная жизнь до и во время войны, и лишь конец ее посвящен России накануне революции. Часть первая Омут Глава первая Из вихря в вихрь О себе Из этого тома воспоминаний я, автор, не выключаем. Не выдержан тон беспристрастия, не претендую на объективность, хотя иные части воспоминаний несу в себе как отделившиеся от меня. Относительно них я себе вижу скрючником, находящим в бурьяне гипсовые куски разбитого силуэта. Вот он, нос белого, разбитый в 1906 году, неприятный нос, а вот его горб. Самосознание напряженно работает над причинами собственных крахов. В анализе я могу ошибаться. Например, степень гнева в полемике против Блока, Чулкова и Городецкого зависела от искривления жестов. Но что я был прав в принципе, руководившим полемикой, за это держусь. Лет через двадцать придут и скажут. Горб Белого 1905 года остался у Белого 1932 года. Его осуждение о горбе. Так обстоит дело с кусками воспоминаний, которые видятся объективно. Что же сказать о других, которые еще в растворе сознания не осели осадком? Так, образу Александра Блока 1905-1908 годов противостоит сознанием отработанный образ благородного друга, помощника. В начале знакомства, в конце знакомства. Образ же Блока эпохи ссор я не могу во имя хотя бы самоунижения из Дон Кихотства вычистить, чтобы он блестел, как самовар. Воспоминания, напечатанные в берлинском журнале «Эпопея», номера с первого по четвертый, в 1921-22 годах, продиктованы горем утраты близкого человека. В них образ серого Блока непроизвольно мною вычищен. Себе на голову, чтобы возблистал Блок, я вынужден был на себя напялить колпак, не могу не винить себя за фальшь из ложного благородства. К такому убеждению Белый пришел еще в 1928 году. Сравни трагический крах отношений с Блоками, над которым я опустил завес умолчания в воспоминаниях о Блоке. Я в этих воспоминаниях слишком себя переумолил для ради надгробного слова над свежей могилой. Теперь сожалею, ибо усматриваю спекуляцию на моей скромности. Почему я стал символистом? Страница 49 Вторично возвращаясь к воспоминаниям о Блоке, стараюсь исправить я промах романтики первого опыта, вспоминать в сторону реализма. Может быть, и тут я не попал в цель. Блок 1906 года не готов в моей памяти, а как его выкинуть, коль он вплетен в биографию? Начинаю со слов о Блоке и с того, с чем Блок того времени связан. Капризные ассоциации в жизни каждого не поддаются учету. У Шиллера вдохновение связалось с запхом яблок, он клал их перед собой во время работы. Так, ссора с Блоком связана мне с темой революции, с мыслями о всякого рода террористических актах, не потому что и Блок сочувствовал революции, не ассоциации сходства, а противоположность мне сплела обе темы. Революции и Блок в моих фантазиях обратно пропорциональны друг другу. По мере отхода от Блока переполнялся я социальным протестом, эпоха писем друг другу совпала с сочувствием и только радикальным манифестациям. В миге, когда заронялись искры того, что привело к разрыву с поэтом, был убит Плеве, и бомбую разорвали великого князя Сергея. В момент первого столкновения с Блоком вспыхнуло восстание на броненосце Потемкине. Я стал отдаваться беседам с социал-демократами, строя на них свой социальный ритм. Ориентация же Блока эсеровская. В период явного разрыва с поэтом я уже сторонник террористических актов. Министр внутренних дел и шеф-жандарма в Плеве был убит эсером Сазоновым 15 июля 1904 года. Генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович был убит в Московском Кремле 4 февраля 1905 года эсером Каляевым. В сознании Белого эти террористические акты сопрягались с эпизодами его общения с Блоком. В тот приезд из Шахматова узнал о смерти Плеве. Теперь опять смерть, писал Белый об убийстве великого князя Блоку между 6 и 8 февраля 1905 года, сразу по возвращении из Петербурга. Революционное восстание матросов на эскадренном броненосце Черноморского флота князь Потемкин-Таврический началось 14 июня 1905 года. Упоминаемый конфликт с Блоком относится к середине июня того же года. Не был я, черт возьми, идиотом, чтобы отношение к революции измеривать блоками. Наоборот, кипение чувств и стихийная вовлеченность в события жизни Москвы, забастовка, митинги, задуманный бойкот офицеров, осада университета и так далее, приподняли и тонус гнева на косность в блоке, видевшемся мне тюком, переполненным всяческими традициями нежитого барства. Этот тюк я хотел с дороги убрать. Революция связалась мне с Блоком не более, чем яблоко с поэзией. Яблоки поэта вдохновляли к стихам. Гнев же на Блока вдохновлял меня к выпадам против строя. Я себе говорил «в каждом нежитой мещанин, в которого надо лупить бомбами». Мещанина в себе силился я изничтожить. Блок же его питал сластями, в моем представлении, поклонением мамаши и тетушке. Подлинные мотивы поведения изживали себя в кривых жестах. Чтобы понять меня в тот период, следовало бы знать условия моего детства, описанные в книге «На рубеже», и условия детства Блока, поданные книгой тетушки его, марципановыми бомбошками в опрятникой бомбоньерочке. Боренька рос гадким утенком, Сашенька — лебеденочком. Из Бореньки выколотили все жесты, Сашеньки выращивали каждый пик. Искусственно сделанный Боренька прошелся-таки по жизни Андрея Белого, прошелся-таки самодур по жизни Александра Блока. Сашеньку ублаготворяли до поощрения, и в нем вспышек чувственности. Боренька до того жил в отказе от себя, что вынужден был года подставлять фабрикаты паиньки отцу, ребенка матери, так боявшись развития, косноязычный, немой, перепуганный, выглядывал Боренька из ребенка и паиньки. Не то, чтобы он не имел жестов, он их переводил на чужие, утрачивая жесты язык. В философии младенца стало изречение Тюччева «мысль изреченная есть ложь». От Саши мысли не требовали, поклонялись мудрости его всякого яка. Свои слова обрел Боренька у символистов, когда ему стукнул уже шестнадцать-семнадцать лет, вместе с побивающимися усиками. Этими словами украдкой пописывал он, вместе с мундиром студента одел он как броню, защищавшую свой язык, термины Канта, Шпенгауэра, Гегеля, Соловьева. На языке терминов, как на велосипеде, катил он по жизни. Своей же походки не было. И тогда, когда кончик языка, просунутый в симфонии, сделал его Андреем Белым, отдавшимся беспрерывной лекции в кругу друзей, считавших его теоретиком, говорун жарил на велосипеде из терминов. Когда же с него он слезал, то делался безглагольным и перепуганным, каким был он в детстве. Великолепно поэтому он различал все оттенки терминологии «трансцедентный» и «трансцедентальный». Говорит же, просто конфузился, боясь вскриков «чужь, Боренька, порешь». Сашенька до такой степени был беззастенчив в выборе слов и столь презирал термины, что называл Анну Ивановну Менделееву субстанцией, и о субстанции в спинозовском смысле спорил с Сергеем Михайловичем Соловьевым, который мне с ужасом об этом и сообщил. Ясно? Объяснение Бореньки с Сашей от термина и от субъективнейшего злоупотребления им могло привести лишь к ссоре. В каждом назрела своя трагедия. Трагедия Блока — столкновение его вяка с жизнью, читаемой в точных терминах. Моё ж желание — насильственно одеть в термин или питание парок. Весы, Мережковские, Астровы, Аргонавты требовали рефератов, рецензий, полемик и прений, без передышки, без отдыха. Я в поте лица трудился над комбинатами терминов и тщетно тщился вывести из них понятие нового быта и царства свободы. Меня разрезали ножницы меж отвлечённым словом и жизнью в поступках, осознанных точно. Из щиты слов переживал себя, в молча кивающей тишине, не умея сказаться. Словами жизни, чувствовать себя живым, молодым и сильным, и не уметь сказаться — какая мука! Терминология и точно шкуру убитого Несса, прилипнувшей, жгла. Я сдирал её, с нею сдиралось и мясо. Эпизод из греческой мифологии. Геракл надевает хитон, пропитанный кровью, убитого им кентавра Несса, превратившийся в яд. Хитон прирастает к телу Геракла, причиняя ему невыносимые страдания. Этот мифологический сюжет глубоко запечатлелся во внутреннем мире белого. Боренька, сперва молчавший, потом затрещавший терминами «Невыросший Боренька». Андрей Белый — фикция. Блок первый отметил это. В ответ на посылку ему книги «Возврат» он писал «Мальчик, где мальчику прислал к ёлке подарок». Стремление выявить жест без единого термина. Моя дружба с Серёжей. Сергей Михайлович Соловьёв, в доме родителей которого я обрёл речь. Смотри мои книги на рубеже и начало века. Дружба традиций детства, сказок и игр. Пятнадцатилетнего отрока, утаившего развитие с преждевременно развитым ребёнком. Оба выработали тогда свой язык, разделённый родителями Серёжи, развиваемый позднее. Студенты, оставаясь вдвоём, продолжали быть Борей и Серёжей. Последний знал тихим меня. Я ж умел читать его жесты. Оба тянулись друг к другу, в том, чего не могли обнаружить при слишком умных. Многое из того, что теоретизировал я, было пережито с Серёжей, который иначе оформил общие нам факты сознания, и мы были чужды. Кант, естествознание, теория символизма. Я ж игнорировал теократию, философию обоих князей Трубецких и иные из теории Владимира Соловьёва. Общее в нас Серёжа строил теории над опытом, в котором играли роль родители, бабушка, Поливанов, дядя-философ, учитель латинского языка, Павликовский, его кошмар детства. Но эти лица заняли видную роль и в опыте моей жизни, идеологии наши были весьма различны, почва их общая. В детстве мы были двояшками. Такими ж явились позднее для блока, троюродного брата Серёжи, чтившего его родителей, дядю-философа, и воспринявшего симфонию, как нечто, исшедшее от Соловьёвых. Серёжа в стихах кузена увидел лишь новый этап поэзии дяди, который боготворил. Отсюда культ поэта, родственника, связанного с родителями. Мать блока чтила его родителей, а бабушка чтила дедушку блока, Бикетова. Всё нас друг к другу притягивало. Сергей Михайлович Соловьёв даже когда-то мечтал об общей коммуне. Были ж коммуны толстовцев. Мечтал же Мишель Бакунин о коммуне из братьев и сестёр. Казалось, в 1904 году Шахматова ещё тесней нас связала. В 1905 году каждый, переживая рубеж, хотел встречи друг с другом. В Шахматове для меня кончалась эпоха симфоний. Я описал пепел для блока стихов о даме. Серёжа же поворачивался от Владимира Соловьёва к Ницше, от теологии и философии к филологии, от мистики к народу. Было решено. В июле Серёжа и я едем в Шахматово увидеть, соединяют ли нас и наши кризисы. Хотелось и просто втроём помолчать, без слов. Волей судьбы. Не Шахматово. А кусочек дедовской жизни был коротеньким отдыхом перед долгой бурей. Дедова В Дедове летами я читал классиков и собирал материал для романа «Серебряный голубь». Оно же стало местом душевных мучений. Дедова именицы детской писательницы Александра Григорьевна Коваленской, Серёжиной бабки по матери. В одноэтажном серявеньком флигельке проживали родители моего друга. Сюда я наезживал веснами, ещё гимназистом. Впервые Белый гостил в Дедове в мае 1898 года. Дедова, как сообщает Бикетова в книге «Шахматово. Семейная хроника», представляла собой имение десятин в триста с большим домом и двумя флигелями, стоявшими по обеим сторонам двора, с лесом и с хорошими покосами. Ближайшая деревня была сейчас за прудом. Приезжал я в уют комнатушек, обставленных шкафами с энциклпедистами, масонскими томиками с Ронсаром, Роканом, Малербом и прочими старыми поэтами Франции. Несколько старых кресел, букетов и тряпок, разбросанных ярко, ряд мольбертов Ольги Михайловны Соловьёвой, её пейзажи, — огромное, ложно-классическое полотно, изображающее похищение Андромеды. Мне обрамляли покойного Михаила Сергеевича Соловьёва, уютно клевавшего носом с дымком из качалки. В высоких охотничьих сапогах в летнем белом костюме он всё-то вскапывал заступом около террасной гряды, пока О.М., перевязав волосы ленту и в чёрном капотике, копошилась при листах своего перевода, брошенных на столик. Мы, два юнца, рассуждали о Фете. Из-за перил клонились кисти соцветий и яркоцветных кустарников, по краям дорожки, бегущей с террасы, зеленили высадки белых колокольчиков, перевезённых из пустыньки. И им Владимир Соловьёв посвятил перед смертью стихи. В грозные, знойные, душные дни, белые, стройные, те же они. Белые колокольчики расцветали в июле, на розовой вечерней заре, сидя над ними, отдавались воспоминаниям. К семейным воспоминаниям была приобщена серая, огромных размеров крылатка, философа, вытащенная из дедовского ларя. По вечерам в неё облекался я. В этой серой крылатке покойник бродил по ливийской пустыне, в ночь, когда счинил, заранее над смертью торжествуя, и цепь времён любовью одолев, «Подруга юная, тебя не назову я, но ты услышь мой трепетный напев». Утром два шейха арестовали его, приняв за шайтана, чёрта. Подруга, муза-философа, была мета, метафизика. Подругой же Блок оказалась Люба, жена поэта, которую он наделил атрибутами философской премудрости. И пошучивал я, облечённый в крылатку, «Крылатка Пегас, на котором покойный философ, слетавший в Египет, изрёк имя Музы. Она оказалась девою, метой, не дамою, Любой с вещественной физикой, но без метафизики». Когда же впоследствии оказалось, что физика Музы Блока не Люба, а незнакомая дама с Елагина острова, его вдохновившая к винопитию, то Серёжа, сжав кулаки, слетал не раз со ступенек террасы над белыми колокольчиками, отмахивать по полям километры в смазных сапогах, и красная рубаха его маячила в зелени. Он не находил слов, чтобы выразить гнев на узурпацию блоком патента на Музу дяди. Многими воспоминаниями живо мне дедово. В 1898 году я здесь был крещён в поэзию фета, слетев ненароком с развесистой ивы в пруд, дважды едва ли не с фетом в руках. А в 1901 году, в мае месяце, между двух экзаменов я был крещён Михаилом Соловьёвым в Андрея Белого, дедово стало литературной родиной. Впоследствии Ковалянская сказала «Добро пожаловать к нам». С тех пор я почти не жевал в имении матери, деля в деды с моим другом досуги. Дедово в восьми верстах от станции Крюково-Октябрьской дороги, два заросших лесами имения Хованское с Петровским, прилегают к нему, в одном из трёх флигельков деревянных, одноэтажных, расположенных вокруг главного, жёлтого деревянного дома, принадлежавшего бабушке, проживали с Серёжей и мы. Он был крайне к проезжей дороге, отделённой забориком от неё и зарастающими цветами. Неподалёку от него выглядывал крыша и окнами флигель Коваленского, приват-доцента механики, дяди Серёжи. Там шла своя жизнь, на нас непохожая. Чувствовалась пикировка двух бытов при внешне добром сожительстве, усиленно налаживаемом Серёжей. Всё-то он занавешивался от Коваленских, точно ковром, на котором изображались пастушские постарали. Пастух Виктор Михайлович летами забывал курс начертательной геометрии, тыкая пальцем в пианино и оглашая цветник всё теми же звуками «Я стражду!» Душа истомилась. Всё-то томился этот доцент с лицом старого фавна. Виделась и головка пастушки, дочки его Марьи Викторовны, переводившая Гансона, любившая поговорить о творчестве шестисот шестидесяти шести норвежских писателей, имя им Легион. Вокруг порхало два пухлогубых Зефирика, Лиза и Саша — дети В.М. Мать их имела вид отощавшей помоны, дарившей Серёжу улыбками, не без яда и яблоком, не без червя. Так выглядели обитатели флегелька в Серёженом воображении, соткавшем ему из его мифа ковёр. Бывали минуты, когда казалось ему из трещин ковра струяться в нашу сторону яд без улыбки и черви без яблока. Быт Соловьёвых безбытный, быт Коваленских тяжеловат, угловат, углы со стриями. Третий флегель чаще всего пустовал. Принадлежал он Николаю Михайловичу Коваленскому, председателю Виленской судебной палаты, приезжавшему в Дедово на отпуск. В нём ночевал Эллис в своих наездах на Дедово. Н.М. Родители Серёжи как-то чуждались, отчуждение переносилось на бабушку, защищавшую Н.М. миной. Тишь гладь благодать! А были и бездны, кажется, нарытые дядюшкой. В флегельке выходили террасами в клумбе, перед которой трясла сутуленькая бабуся, маленькая и чёрненькая, с щёпрано-сладким урожением, не лица, а раз навсегда вытканного на ковре герба. Герб изображал идиллию над безднами. За главным домом был склон к обсаженному берёзой и ивою, поделеневшему пруду. Склон был сырой, заросший деревьями, травами и цветами. Вёснами здесь цвели незабудки и пахло ландышами. В июне дурманила ночная красавица. С трёх сторон пруд обходил вал в деревьях. С четвёртой страны близились домики дедова. Цветистые девки ходили купаться в пруд. В близлежащем кустарнике, в фантазии Серёжи, залегал дядя-доцент, наслаждаясь формой миграции. Впрочем, Боря — это лишь миф, построенный на основании кем-то в кустах вытоптанной травы. С валы виделся лук с прилегающим лесом и Крюковская дорога. С противоположной стороны вид, на который открывали окна нашего домика за проезжей дорогой, был лук, проколотившийся злаками и окаймлённый белыми стволиками грациозных лёгких берёзовых куб. Впереди он обрывался кустом, переходящим в тёмную рощу. Она закрывала село Надовражино, куда мы шагали после вечернего чая, украшенного семейным гербом, земляникой и сливками. Здесь, в Надовражине, в крестьянском домике, обитали три сестры Любимого. У них мы распевали народные песни, и поминали нечистого, раздавались едкие замечания по адресу Коваленских, после чего из папиросного дыма затягивали вы жертву и упали. Мы и сёстры Любимого не спровергали власть, бар и помещиков. Вот обстановка, в которую летом я попадал каждый год, пока события личной жизни не удалили меня из Дедова, куда я вернулся лишь в 1917 году, чтобы с ним проститься. Белый бывал в Дедове наездами в начале мая, в летние месяцы, в сентябре и в ноябре-декабре 1917 года. Здесь был замкнутый круг, ничем не напоминающий московскую жизнь. Жил точно в сказке, в жизни друга, становясь порой ухом и глазом. Серёжа передавал мне свои семейные тайны, из слов его возникал мир более интересный и более жуткий, чем роман с привидениями. В нём Эдгар По сочетался со старухою Эркмана Шатриана. Здесь изучал я падение одного рода, и когда возвращался в Москву, мне казалось, что я проснулся, и Дедова привиделась мне. Какое из персонажей многочисленных произведений Эркмана Шатриана подразумевается здесь белым, неясно. Не исключено, что имеется в виду Христина Эвик, безумная старуха, героиня рассказа «Воровка детей». Александра Григорьевна Коваленская Дедовский церемониймейстер, бабуся, просунулась в отрочество с 1896 года сказочную старушкой, выставив тоненький крючковатый носик из-за розового куста. «Пойдем, мальчик, за мною в мой пряничный домик». Я был шестиклассник. Родители моего друга уехали за границу, в квартиру их к внучку переселилась бабуся, и каждый вечер сидели мы за чайным столом, журча о Жуковском, ундиночке, дядюшке, струе. Из-под самоварного крана вытрясывалась черная кружевная наколка сутловатой бабуси, срывавшей звук эоловой арфы. В ягозящих ее глазенках, черненьких, остреньких, прыскали искорки, охватывали переживания, младенческих лет из строчки Уланда, Эйхендорфа, Гейна, переданной Раисой Ивановной, гувернанткой, четырехлетнему мне. Ундиночка и ее дядя Струй, герои стихотворной повести Жуковского Ундина, 1836 год, представляющий собой поэтическую переработку одноименной немецкой сказки Фридриха де ла Мотфукке. Ежевечернее трио нарушалось явлением иструбиться на розовой седоволосой старушке второй бабушке Софьи Григорьевны Карелиной, таившей, как и мы, от Жуковского. Она была веселее и проще сестрицы, вытрясывалась грубоватыми шутками о собственных курах. Карелина впоследствии пленялась стихами троюродного внука Саши Блока, а Коваленская в пику ей все похваливала меня и таяла от стихов Эллиса. Карелина любила браки и всякую плоть. Коваленская кривилась при упоминании о плоти, сжав пальцы пальцами, откидывалась она в спинку кресла, всякая уютность слетала, она делалась лихой старушкою. Бледная, как смерть, с черными, как булавки, глазами, без сединки, в четком проборике черных волос. Коваленская виделась мне лет пятнадцать в том же черном шелковом платье с прилеринками, плещущими, как вороньи крылья. Лет пятнадцать передо мною промоталась прядями пестрых капотов старушка Карелина. Плотноватая, тявкающая, вся серебряная, она щурилась добрыми, лучистыми, голубыми глазами. Два месяца, проведенные с черной бабусей еще в 1826 году, ошибочные указания, летом 1826 года Белый путешествовал с матерью за границу, а затем жил в санатории доктора Аграновича близ Винегрода. Отразились на строчках первых детских стихов, появились в них лебеди, луны, появился кривогубый горбун, вышедший из детских книжек. Бабуся любила ужасики, любила драмы с жутями семейных убийств, она бывала в восторге, когда дети мы ставили сцены и шиллеры, чтобы заколоться перед родителями один за другим с таким азартом, что отец раз воскликнул «Негодная пища для юноши! Пять убийств, мрак! Не весела жизнь, а тут здорово живешь, этак, так, пять убийств! Молодым людям приятен Диккенс, забавно-с!» Старушка, пав в кресло, десятью пальцами рук с надутыми фиолетовыми и узластыми венами, вцепясь в ручки кресла, став мраморной, угрожающе помолчав, изрекла «Поэзия Шиллера приподнимает над прозою жизни!» После этого мой отец в годах повторял «Больная-с, старушка, глядит в могилу, а пять убийств!» «Что пять убийств, верно, а что больная, позвольте-с!» пережила отца, прожив почти до восьмидесяти лет, в молодости сражала мужчин, нарожала уйму детей, а прикидывалась больной и дрожала из-за самоварчика, дрожала из-за розовых ован-чаев, розших перед ее окнами, когда мы проходили под окнами, и согнутым, как крючок, пальчиком манила к себе, прочесть нам свою сказочку «Мир в тростинке», которую читывала и в 1826 году, которую, перечитав в 1905 году и в 1906, читала о-о-о и в 1908 и в 1909, как бесплатное приложение к землянике со сливками. Уписавшей ее суповыми тарелками приходилось отслушивать, оно бы ничего, если бы не липкое нравоучение, капавшее из строк «Хороши луны и хороши феи, земные девушки и боже упаси, браки с ними очень нехорошо, для таких, как мы, для кухаркиных сыновей хорошо те грубы, мы ж тонкие». Оставшись вдвоем, долго мы обсуждали во флигеле эти сентенции. Старая дева Карелина покровительствует и романам, и бракам. Бабусь, уже нарожавшую стольких, тошнит, когда рожают другие. Браку предпочитает она даже падаль Бодлера, преподносимую Эллисом. Неужели, все удивлялся я, падаль и то, чем некогда наслаждалась старушка. «О-о-о!» подмигивал на это лукавый внук и тонкоишь, «Какое-то что-то, бабуся, и чай здесь над бездной, и Иван-чай над бездной, и дом этот бездна». Приоткрывали семейные тайны, несло разбитыми жизнями. Недаром же внучек Михаил Николаевич Коваленский, схватив шапку-вахапку, и мать отсюда бежал, ставшую большевиком до тысячи девятьсот пятого года. Не верилось в чепчики, в личико, личиком вылитый Андерсон, и из личика лес Вольтер, перекривляясь даже в глимас у зловещего горбуна, какой фигурирует во всякой романтической сказке. Сережа мне клялся, кровь Коваленских во мне упадок, добрые от Соловьевых, от Коваленских больные фантазии и чувственности, которые должен замаливать. Мать Ольга Михайловна кончила самоубийство. Надежда Михайловна тетка сошла с ума. Александра Адревна, мать Блока, страдала болезнью чувствительных нервов, в виде химеры, каких не было. Александр Блока химерил и пил, дядюшки Коваленские один страдал придурью, другой вырыл бездну. Позднее бабуся в воображении Сережи не раз разыгрывала с пиковой дамой. Андерсон, розы и мир в тростинке, этому Боря не верь. Так раз он сказал, стоя передо мною в костюме Адама на мостках деревянной купальни и, выбросив руку с двуперстным сложением, вдруг детонируя, проорал «Однажды Версали ожидали Орен Венюс Московит проигрались дотла, в числе приглашенных был граф Сан-Жермен три карты, три карты, три карты и бух в воду». Версаль балы при дворе кавказского наместника Воронцова, на которых когда-то блистала Венера московская Александра Григорьевна, встречаясь с Хаджимуратом, героем повести Льва Толстовым. В середине прошлого века она была яркой фигурой, с проницательным вкусом и гордым умом. В 1903 году меня поразила она, принявши симфонию, над которой драли животики каваленские, с молоду, прибравшие к рукам мужа, да и чужих мужей прибиравшие Тайли, добрая к своим детям, крутая к небогатым родственникам, либеральный домозг гостей русских ведомостей, на кончике языка, но с крепостными замашками. Тем не менее, она терпела года моей выходки и слова о том, что земли надо бы отобрать у помещиков и ссору мою на этой почве с сыном Н.М., председателем судебной палаты. Терпела из-за Сережи. Из-за Сережи терпел ее и я, ибо знал, мое пребывание в Дедове облегчает ему политику родственных отношений. Я помнил завет его матери, Боря, не покидайте Сережу. При том, я ценил бабусину проницательность, начитанность и неослабевающий интерес к литературным новинкам, в которых она разбиралась как человек наших лет, не как бабуся. Она доказывала, деды, воспитанные на энсклопедистах, понимали нас, бунтареи, в искусстве лучших художественно неграмотных отцов. И я помнил слова Достоевского, с умным человеком поговорить любопытно. Но мне претили эгоизм, спесь, неискренняя сладость, переходящая в фальшь и несение чести рода, переходящие в сделки совести. То, что она не желала видеть, она не видела и, стоя перед коровьей лужей, сказала, вздохнув, здесь пахнет розами. Дочь известного путешественника и этнографа Карелина она родилась в Оренбурге и получила блестящее образование. Знала языки и литературу всех стран. С молоду она выступила в литературе с детскими сказками, нравившими Сатургеневу. Выйдя замуж за Ковалянского, потомка того, Ковалинского, с которым дружил философ Сковорода, она, отблиставши в Тифлисе, засела в Дедове, который купил ее муж, и где воспитывала она детей. Здесь же влияла на взрослых, дружа с братьями Бикетовыми, за одного из которых вышла замуж ее менее блестящая сестра. С Бакуниным, гегельянцем и розенкрейцером, с его женою, старушкой Наташей, с которой деятельно переписывалась почти до смерти. От нее слышал я дефирамбы Бикетову, деду Блока, проводившему лето в шахматах около имения Менделеева, с которым и проднился его внук Саша Блок, весьма недолюбливавший бабусю, вместе с Кублицкой и Бикетовой, матерью и теткой, племянницами бабуси. Последние, точно укушенные, тетей и Сашей, рылись в каких-то своих семейных прях, а родах на почве старинных обид, смешных в наше время. Это копание в кровях, как и ненужное копание на кладбище, способно выкинуть лишь бацил инфицирующих атмосферу. Скоро инфекция воспоминаний выкинула меня из шахматово, и она продолжалась в дедове, бабусию, науськивавшей нас против блоков. Так ссора, бори, Сережа и Саши, углубляемая тяжбой родов, отравила воздух ненужным миазмом. Кабаленское особенно силилось быть церемонимейстером всяческих витиеватых домашних идиллий, земляник, пирогов с грибами, чьих-нибудь именин, когда извильно являлся в дедово старший сын ее, Николай Михайлович, председатель отпуск. Зимами он наносил визиты в цилиндре, затянуты во все черное. Летом же он носил серую пару при белом жилете, с которой он в цепочке свисал лорнет. Он покрякивал басовым густым тембром, расправляя рукою Бакин, щуря на солнце глаза сквозь лорнет, он вздыхал «Люблю солнышко». Мать почтительно целовал в ручку, та его в плеш. И резво порхали вокруг средь настурции бутон доров, надув губки и щечки и Саша и Лиза, внучата, точно изображаемые на гравюрах восемнадцатого столетия зефирики, катящие колесо семейной фортуны. Бывало семейство, возглавляемое бабусей и ее старшим сынком, подставляет зефиру свои томные члены, и слышится из соседнего флигеля плачущий звук «Вэм, сопян от пианино», сядь пальцем и стукивает «Я стражду, я жажду, душа», и долгая пауза, после которой бухает «Истомилос вразлу», бац, ошибка. И все повторяется. Мы же, схватив картузы, улепетываем надображено. Дитя с солнцем Пережитое недавно порядком таки меня взбудоражило. Петербург, 9 января, ссора с Брюсовым, история с Н, ряд разочарований, самоопределения я жаждал, когда и как самоопределяться. Н так белый обозначает Петровскую. День мой в клочках, в глазах моих мельк, в ушах треск перебивчивых лозунгов, Фортунатов, Морозова, Эллис, Лопатин, Хвостов, братья Астровы, присяжный поверенный Сталь, Мережковский, Рачинский, Свенцицкий и Брюсов, и столькие оспаривали друг друга в разорванном ухе. С 1905 года пятна восприятий вскричали, воспламеняя сознание. Сергей Михайлович Соловьев извлек из Москвы. В дедове он меня усадил точно в ванну в настое из ландышей, в утренние туманы сырого прохладного лета, и вновь поднялись сказки, маленькой, черной, как ворону, в крыло бабуси. Я и не знал еще, до какой степени она. Словом, деды ванчила с пасторалями, пастушков и пастушек, уж вечер, облаков померкнули края, и потом тарарах, июль с темой корги, не июль, пиковая дама, разыгранная по Чайковскому, но и в июне. В.М. Коваленский, Сережа, и я в ненастные дни резались в мельнике. То один, то другой из нас, открывая три козыря, взревал трюкоргты, Сережа напевал, так в ненастные дни занимались они делом. Прохладным утром я выносил прямо в травы под дерево рабочий столик. Вглядываясь в рощицу, в золотые пятна качавшихся курослепов, подлепит берез, я строчил поэму «Дитя солнца», который две песни, около трех тысяч стихов, успел окончить. Ее сюжет космогония по Жан по Лихтеру, опрокинутый в фарс швейцарского городка, которого жители разыгрывают пародию на борьбу сил солнца с подземными недрами. Вмешан профессор Ницше в усилиях заставить некоего лейтенанта Тромпетера наставить рога лаборанту Флинте, чтобы от этого сочетания жены лаборанта с Тромпетером родился младенец, из которого Ницше хотел сделать сверхчеловеком. Но рыжебородый праотец рода Флинте вылезает из недр, он борется с Ницше, когда вырастает младенец, то он, снявший шкуру, подстригшись, надевший очки, нанимается, неузнав гувернеры, и похищает в горы младенца, чтобы в горных пещерах по-своему его перевоспитать. Шарш сложнится, в него ввязывается Менделеев, приехавший на летний отдых в Швейцарию. Первая песнь мистерия, вторая фарс, в окрестностях Базеля. Продолжение следует. Витиеватый сюжет — стиль писаний моих того времени. И симфония писалась как шутка, ее приняли как пророчество. Блок, и тот думал, что она в паре с его стихами Адами. А кончей поэму возникло б новое «ки-про-кво», кричали б «не внятица». Ки-про-кво путаница недоразумения ошибка, положение, являющее следствием путаницы неразберихи. Театральный термин. Поэму готовил я для прочтения у Блоков, ее нашпиговывая намеками, понятными лишь нам троим. В 1904 году пошучивали «Аллегориэль зонтик Л. Д. Блок или Л. Д. Аллегориэ зонта неба». Зонтли гори зонт или горизонт любен зонт. Шутки ради в третьей и четвертой песне мамаша младенца мадам Флинте оказывается незаконной дочери Менделеева, ее мать крестьянка древней Боблова, отец ее подслушавший ритм материи, хаос она темного хаоса светлая дочь. Великий химик показывает фигу профессору Ницше, открывая ему «Его внук не плод любви дочери к литеранту, а к захожему садовнику, садовничьи дети не сверх человеки». Третью песню собирался писать у блоков, полагая, общение с ними, доселе источник шуток меня вдохновит. В шахмате я понял, не ДПМ. Оборвавшись, она пролежала два года в столе. Поданный романтический каламбур требовал романтической атмосферы, покров ее оказался той папиросной бумагой, которая была прорвана колпаком летящего вверх тормашками дурака из драмочки «Балаганчик». Не было звуков и оловой арфы, поднял голос фагот, сопровождаемый барабан. Подразумевается эпизод из пьесы Александра Блока «Балаганчик», прыжок Орликина в окно. Даль, видимое в окне оказывается нарисованной на бумаге, бумага лопнула, Орликин полетел вверх ногами в пустоту. «Пишу это, чтобы оттенить июньскую идиллию в дедове, когда осаждался лепет березок в ритмы поэмы, которая, кроме шаржа, преподымала всерьез близкую в те дни тему «Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя». Исконная немота Бореньки, идиотика, плачущего о том, что нет раскрывающих душу слов, должна была утолиться вылитым словом образом солнечного мужа-младенца, эти слова и обретшего и произнесшую. Поэма пропадала дважды. В первый раз она выпала из телеги, на которой я ехал в Крюково, крестьянин, нашедший сверток его, мне принес. Через два года опять поэма пропала, в дни, когда я хотел возвратиться к ней, как знак того, что слово, искавшее выражение, не будет произнесено, что Боренька в Андрее Белом будет сидеть и впредь не обретшим слов идиотиком. Сергей Михайлович Соловьев любил философствовать о психологии творчества. Он мне повторял, «Твой тромпетер, носящий белые мундиры, враждующий с Рожебородом, просто том, зарычавший на сеттера дяди Вити». Мы наблюдали однажды грызню белого понтера с рыжим сеттером Коваленских. На следующий день я строчил про Рожебородова Праутца, ведущего бой с солнечным лейтенантом. Сережа доказывал, «Внешний повод к писанию неадекватен сюжету, всякий пустяк предлог поджигу, пламя, вылетевшее из спички, продолжает питаться не ею, а бревнами горящего дома». В июне казалось, тишина скопила энергию электричества, чтобы вспыхнула молния слов. Оказалось, мы не высекли молнии, а откуда-то она в нас ударила, расщепив ствол отношений, чтобы три жизни, как три раздельных сука со спаленными листьями, угрожающе протянули друг другу свои коряги. «Изменишь облик ты!» Душила жара. В первых числах июля мы тронулись в Крюково, подгромыхавшие тучи. Когда рассадились в вагон, то ударил град в окна и вспых! «Старый бог разгремелся!» смеялся Сережа. В подсолнечный наняли тератайку и стали разбрызгивать слякоти. Когда спустились в ручистый овраг, то разлив стал грозить передку. Холодело, очистилось небо, и вдруг из-за зелени выбежал двор, дом, крыльцо, распахнута дверь, блок с женой, с матерью. «Приехали!» сказал он в нос. С не очень веселой улыбкой развинулся рот и мутнели глаза. В сером отяжелевшем лице подчеркнулись морщиночки, бегая пальтецо с короткими рукавами, делая его длиннее и у касти. Не молодцам, выштые лебедями рубашки, как в прошлом году, а скорее лицедеем заезжего деревенского балагана. Бледная, чуть натянутая любовь Дмитриевна встретила нас, кутаясь в темный теплый платок. Покраснел носик Александра Андреевны, матери Блока. Выморгнула и Мария Андреевна, тетка Блока Бикетова. Не помню, что делали, что говорили мы в комнате, где усадили. Но суета сменилась всеобщим конфузом. Мы что-то спугнули. И поднималась тяжесть, налаживаем в общении. Сережа уже деспотически нам диктовал неумелую разговорную тему. Вот все, что помню. Что изменилось в семействе Блоков? К Боре подчеркнуто обращались с одним, к Сереже с другим. Тон этого обращения мне не понравился. Не понравилось отделение меня от Сережи, безо всякого объяснения. Молчать прилично, высказать честно, молчишь, когда еще возревают слова, произносимые вслух, иначе и самое молчание загнивает. Мы ехали выговориться, а Блоки молчали. Эти посиды с Покуром, без слов, были, пусть косолапо, но честно, Сережи отвергнуты с первого дня явления в шахмату. Грань между нами и Блоком от этого подчеркнулась. Обиженный за товарища, я всеми жестами был с ним в его требовании общаться втроем. Для разговора вдвоем я бы приехал один. Я считал сепаратные тетатеты, уместные в Петербурге, не стиль нашего приезда с Сережей, с которым кузен не желал быть открытым. Не он ли некогда ломился на откровенность с ним? Я понимал хорошо моего косолапого, упрямого друга, лешего объясняться, как медведь на рогатину. Блок его раздражил. На молчки до похмыкивания «Сережа, Сережа!» ответил он побитием карт, могущих оправдать подобное поведение того, кто некогда напросился на дружбу. Приездом в Дедово в 1901 году посвящением наимистических своих стихов гимназистику, которого он уверял, будто разделяет и крайности мистики Владимира Соловьева, чем и вовлек в нее мальчика, поверившего поэтической интуиции. В связи с этой верой и вызрела потребность к толковому объяснению, отказ от которого из бестолковицы ли, из каприза ли, не мог не казаться жалким, особенно, когда раздавались невнятные «хмммм» и накрывалась муха стаканом. Александра Андреевна, обиженной несказа сына, которого всякий вяк принимала как изречение эпифии, позволила себе замечание о сходстве Сережи с ей неприятными Коваленскими, то есть она нарочно давила на больную мозоль, не Сережа ли меня посвящал в семейные тайны, вынося подчас приговор даже бабушке, и мы приняли это как месть за неприятие Сашиных вяков. В устах утонченной умницы попрекание Коваленскими выглядело как ругань мужика «сукин сын!» Вынырнули он в счеты родов, уязвленности смол двозатаенные гвоздила с отродья кублицкой пятух племянницы Коваленской. Оставаясь с Сережей вдвоем в прошлогодней нам отведенной комнате наверху, мы обсуждали нелепость нашего приезда сюда по приглашению блока же. Сережа вспыхивал, если у него его дама порождение похоти желаю ему от нее ребенка, тогда не пиши ее с большой буквы, не подмигивай на Софию премудрость, такой подмиг, хихик идиота, психопатологию я ненавижу. И обрывал себя, склоняясь над греческим словарем, привезенным в шахматово, работа профессору Соболевскому. Он все более погрязал в филологии. В трудах Ро-де и Ницше, забывая на года философию дяди, о которой он тем упорнее хотел знать взгляд кузена, он до времени затаил скепсис свой к теориям дяди о мировой душе. Блок был для него теперь скорее экспериментальным кроликом, чем озаренным наитием трубодуром. Здесь, в шахматове, впервые вырвалось из него бурное возмущение не внятицей Блока. Это просто идиотизм. За тяготящим чайным столом происходило мучительное перерождение двух друзей в двух врагов. Ни жена, ни мать, ни тем более тетка Блока не видели в прямом свете трагедии этой. А Блок был рассеян, переживая собственную трагедию, поплевывая на Сережину, ему не давались стихи, и он мучился ими. Сидел обалдевшим, тараща глаза в пустоту, удалялся на кочки болот, чтоб на них сочинять. И сидим мы, дурачки, нежить, немочь, вот, зеленеют колпачки, задом наперед. Одурь эту свою противопоставил он требованиям объясниться, зачем мы приехали. Этим он вызывал Сережу на резкости. Им в ответ град, шпилек, Александра Андреевна. ЛД вела какую-то двойную или тройную игру, видясь единственно понимающие каждого и оставаясь каждому безучастной. Так мы томились. Зачем здесь сидели? Затем, что Сережа уже предъявил ультиматум, от которого корчился блок, понимая, не удастся его растворить в молчаливом покуре. С Сережа какой-то такой, этой фальши последней не принял бы, он ждал, до чего ж кузен домолчится, затем и сидел. И было пахтение вместе, за чаем, обедами, после которых каждый пахтел у себя, пахтел на прогулке. Мне более мягкому было вдвойне тяжело за себя и Сережу, и я отдувался бесцельными тетатетами, выслушивая укоризны Сереже. Блок аж менее всего понимал. И сживался пустой разговор. Сережа расхваливал драму «Тантал» Вячеслава Иванова, а мать Блока темнела, привыкла к расхвалам лишь Саши, невеселые сидения за столом. Сережа прожжен и взъерошен и дикий, подняв бровь и стиснувшие губы за темным усом, старается бахнуть бывало крепчайшую дикость и похохатывает жутковатым громком. Александра Андреевна сиреет от этого, припав головкой к столу, перепархивает карими глазками по салфеткам, по краю стола и по ртам, не глазам, шелестя при дыхании. Я полагаю, Сережа, что это не то и не так, это брюсовщина. Отчего же, Валерий Яковлевич, наш первый поэт, и он ясен, как день? Ясность раздражала ее в стихах Сережи. Их, выслушав, блок накрывает, бывало, стаканом муху. Нет, как-то не так, и мне, поэзия не для Сережи. Сережа же, в свою очередь, мне, Саша, просто лентяй, не работает, не могу участвовать в общем чревовещании, греческие слова отживи. Лентяй переживал полосу бесплодий, входя во мрак ритмов нечаянной радости, которая, по его же позднейшим словам, совпала для него с эпохой предания заветов. Впоследствии признавался он мне, что не любит поклонников нечаянной радости. Почему же в 1908 году за нелюбил он нас, за нежелание принимать поэзию этой радости, казавшейся нечаянным, отчаянным горем? В рецензии на второй сборник стихов блока «Нечаянная радость» Москва, 1907 год, впервые опубликованный в журнале «Перевал», Белый писал «Нам становится страшно завтра, да ведь это не нечаянная радость, а отчаянное горе». Арабески, страница 460-я. Виделся серым не один блок, виделась серенькая в эти дни Александра Андреевна, блеклая прекрасная пара и Саша и Люба. Кроме того, тетка и мать блока вели какие-то счеты с третьей, присутствовавшей за обедом сестрой Софья Андреевна Кублицкая. Сережа не внятице противопоставил Брюсова, Ницше, профессора Соболевского, отмахиваясь от колпачков и от дурачков. Какова же была его злость, когда в шедевре идиотизма слова его и в балаганчике себя узнал мистиком с провалившейся головой? В тексте балаганчика мистик с провалившейся головой не обозначен. В каком из трех мистиков, выведенных в пьесе Блок узнал себя Соловьев, остается неясно. Нет, каков лгун, каков клеветник, облегчал душу он, не мы ли его хватали за шиворот? Говори, да яснее, яснее, он же в свою чепуху облег нас. Факт. По мнению многих, Соловьев и Белый тащили невинного Блока вне внятицу. Корень же при между нами. Блок нас усадил вне разбериху свою, отказавшись дать объяснение, потом заявил в письме, что разорвал с лучшими своими друзьями. Свидетельствую, в эти дни не он рвал отношения с тем, кого называл лучшим другом, с ним рвали. Он все еще мямлил, Сережу люблю я, хм, хм, он какой-то особенный. Литературные застольные разговоры выродились в замаскированные поединки. Спрятавшие острия рапир за цветы, шахмат выпылало пурпурным шиповником, наносили друг другу удары. Раз ЛД не выдержала, воскликнув, ишь, стали испанцами бальмонты какие-то. И кто-то предложил, давайте играть в разбойники. Сдрогнула Александра Андреевна. Сережа запел, не бродил с кистенем я в дремучем лесу. ЛД усмехнулась, блок издал носовой звук и жалобно заширил мутные голубые глаза. Сидел растаращий на стуле. Мне его стало жалко. Думал, Сережа жесток. Он не виделся брантом, которому не во всем я сочувствовал, предпочитая ему не фанатика, но перед ним сидел дурачок, или поза умницы блока, эту позу и мстил, избалованный близкими. В таких условиях я предпочел бранта. неблагороден ответ на прямой удар в грудь экивоком отрода, бекетов не коваленский иди, отроди карлика миме не зигфрида, наносила такие удары. Брант герой одноименной драматической поэмы Генриха Ипсена 1866 год, человек исключительно сильной воли и духовного фанатизма. Миме герой театрологии Вагнера кольцо Небелунга, третья часть Зигфрид, хитрый и коварный гном, стремящийся к власти над миром и к завладению копьем, вот она. Правду сказать припахивали дворянские роды, припахивали и слова. Кто чьи отроди? Уродлива философия рода, преподаваемая поэмой возмездия, в которой описан упадочник, профессор Александр Львович Блок. Всякая родовая мораль, поворот на Содомы, не выродок ли отравил кровь поэта, что там коваленские, у каждого собственного добра довольно. В 1905 году, сидя в гнезде, Александр Блок с видимым наслаждением выслушивал колкости по адресу чужого гнезда, и думал я, уничтожить бы дворянские гнезда, а не клопиные гнезда. Скоро я требовал решительных действов, а не только митингов протеста, от всех тех, кто себя причислил к интеллигенции, независимо от того, Бекетваль, Коваленскель, Блокель гнезда. Я должен сказать, то, что я выслушал в шахматах за чайным столом, что потом дослушивал в дедове, Абикетовых, Коваленских, видящих лишь чужие сучки, а не бревна свои, лишь усиливало желание ударить по всем родам одинаково. Тарарах! Никчемная жизнь вела к взрыву, который случился не так, как его ожидали. Вот как он случился. Блок просил читать Дитя Солнца, мою поэму, в грозою насыщенный день. Был Сережа угрюм, он остался сидеть над своим словарем, морща брови, готовясь к каким-то решениям, продумываем им на прогулках. Бывало сидит, как укушенный встанет, рассеет, спустится со ступеней к террасе и, ну, замахал километрами. По полям, лесам, топим, вернется веселых, его ни о чем не расспрашиваю, расскажет и сам. Итак, я читал, имея перед глазами террасу, со сходом в сад. Я случайно увидел, читая, сутулую спину, нырнувшую в зелень, Сережа в тужурке, без шапки прошел там. Читал два часа, блоку нравились ритмы поэмы, он их обсуждал, уже подали чай, уже ночь, где Сережа? Наверное, шагает в окрестностях и сочиняет стихи. Я же знал, не стихи сочиняет, а ищет решение. Чай выпит, Сережа, как в воду канул. Пробило одиннадцать, и мы сошли в сад, мы кричали, Сережа! обегали все дорожки, шагали по полю, над лесом повесился месяц, вытягивая наши тени на желтых своих косяках, полосатищих лук, где-то плакал сычонок. Сережа! И кто-то сказал, а в лесах много топи, «Коли попадет, то...» был случай. Сережа! Блок в стареньком пегом своем пальтеце с перетрепанными рукавами казался длиннее и рукастей, когда подобрал длинный кол. Он, его прижимая к груди, на него опираясь, топтался растерянно, полуоткрыв рот, стоял без шапки, кольца вставших рыжеватых волос завивались, и месяц облещивал их. Бил издали час. Мы вернулись и почему-то втроем оказались в верхней комнате моей и Сережины. Растерянная Александра Андреевна осталась внизу, ее сердце шалило, ЛД уронила голову в руки и кутала смолча в свой темный платок. У всех была одна мысль — болотные окна. Блок теперь поминал Сережу с сочувственной мягкостью, стало светать. Тут увидели шейный крестик, забытый на столике. Зачем его снял он с себя? ЛД на меня покосилась с тревожным вопросом в глазах и ответил на мысль — «Никогда». «Ты уверен ли?» — переспрашивал Блок. Мы глаз не смыкали в ту ночь и сидели на лавочке в розовом косяке восходящего солнца, передавая глазами друг другу, «Пожалуй, что окна в шесть часов верховые опять ускакали». В лес обследовать топи. Блок, севший на рыжую лошадь, за ними умчался голопом. Говорили, надо бы заявить о случившемся в волости, надо бы обследовать ярмарку в тараканове. Я без шапки пустился бежать по дороге в синейшее утро, не облачко. Вспоминала скончина родителей друга и бедствия, случившиеся в его роде, неужели стряслось над ним? Ярмарка. Останавливал баб, мужиков, писарей, торговцев. Не видели ли студента? Без шапки, в тужурке, в больших сапогах, сутулого, темноусого. А бежал все ряды. Ничего не узнал. Вдруг сзади, за локоть. Эй, спросите-ка женщину из Боблова. Она видела? Женщина вытолкалась. А вы про студента из Шахматова? Да. Они ночевали у нас. Я сама-то от Менделеевых. Студент пришел ночью, собаки наши было его покусали, барышня с бароней чаем поили. У нас ночевал. Я понесся обратно, кричал еще издали. В Боблове! В Боблове он! Александра Андреевна, которая задыхалась всю ночь, тут не выдержала. Прошипела со злостью. Эгоист с черствым сердцем. Никому ничего не сказал. Ушел в гости. А мы-то... Эл-дэ улыбнулась. Александра Андреевна это видя пошла и пошла. И тут, о господи, рот. Анну Иванну Менделееву не любила она, отделяя Любу от матери. Люба же ненавидела тещу. Менделеевы не чтились Бикетовыми. Визит в Боблово был истолкован по-своему. А Тродье сделала этот визит, имея мысль заключить союз с Менделеевыми в пику блоком. Вот, вот, где они, Ковалянский. Ход этих мыслей я тотчас же понял. Он был оскорбителен мне. Я подумал, что мамы и тети в своих родовых подозрениях не лучше сен и душ бледных дев, омрачивших последние месяцы Ольги Михайловны Соловьевой, ослабленной ими до нервной болезни. О, гнезда дворянские! Души и сены, и мамы, и тети, и бабеньки! О, конец века! Я сдержался. Сережу мы ждали к обеду, но он не явился. Под вечер из лесу всплакнуло. Захлебываясь бубенцами, нарядная пестрая тройка вдруг выскочила из деревьев, Сережа без шапки махал из нее, хохоча, но его Александра Андреевна как обухом. Что ж, по-твоему, ты так поступил? Скажи просто, он сконфузился бы, перед тетушкой извинился бы. Услышав шипение, он вместо всякого объяснения казуса с ним заортачился. Я поступил, как был должен. Под долгом он разумел лишь продолжительную прогулку. Он мыслил, гуляя. Его слова были приняты в другом смысле, для него обидном. Он нанес девизит в Боблова, в чью-то пику. Визит был обдуман, где... Думал ли ты, что я могу умереть? Мой долг! Так и из долга ты можешь переступить через жизнь, развивала свою психологию и тетушка. Это значило. Иван Карамазов перед убийством отца. Она же мне говорила, — Сережа, где вы ли ты, Иван Карамазов? Под Карамазовщиной, — разумела злосчастная коваленщина. Иван Карамазов черств. Его братец чувственен. Черствость и чувственность сочетаются в черствую чувственность. И это де случай, Сережа. А почему не сынка? Саша Блок, молчавший в ответ на просьбу быть «Внятно мне, черств ли?» И Саша Блок, посещающий проституток, нечустенник ли? Это все не в стиле Сережи, открытым и чистым. Багрова засверепев, он молчал. Вопрос повторился. «Так можешь из долга переступить через жизнь?» Брови сдвинулись. «Могу». Иван был прекрасен, когда высказывал то, чему аплодировали и Бикетовы. Каляев и Савенков приводили в восторг их. В эти ж года слово и дело расходилось не в Сереже, а в Саше. Мы стояли втроем перед домом. Сережа ушел. Я аж излился в словах очень резких по адресу Александры Андреевны. И обратился к Блоку. «Я более не могу. Я уеду». «Тебя понимаю», — ответил мне Блок. Тоже сказала Сережа. «Тебя понимаю. А ты?» «Ну уж нет», — усмехнулся со смыслом он. «Я остаюсь». Он мне стал объяснять казус с Бобловым. Все эти дни много думал о Блоке он над словарями, затая от меня процесс своей мысли. Для него провалился кузен точно в топь. В галиматейные образы нечайной радости, которые усилился увить розами он, гниловато ли мистика Соловьева, коли из нее вырастает подобное, вот вопрос, поставленный Сережей. Я шагал по лесам, разобраться во всем этом. Вдруг как звезда осенила меня. Есть, есть путь, веру в жизнь я почувствовал. Тут вижу заря впереди. Я сказал сам себе, ты иди, все вперед, все вперед, не оглядываясь и не возвращаясь, путь выведет. Я очнулся от мыслей. Я понял, что я заплутался и оказался под Бобловым. В эту минуту он был угловат, но прекрасен. В первоначальном варианте текста было. В эту минуту он был угловат, но прекрасен в сравнении с блоками. Здесь прямота, чистота и настойчивость. Там удар в спину, отродьем, двусмысленная улыбка, как роза с червем. Блок увиделся логе. Двусмысленное божество огня. Лог, ложь, люги, лужа. Желание выглядеть комильфо в дни, когда комильфотность летела к чертям, фальшь дворянских традиций, сочувствие рабочему классу лишь в пику поповичу. Последней визитной карточкой обитателей шахматово к нам влетела из окон летучая мышь. Мы ее выгоняли, подняв свои свечи. Я утром уехал и более не был здесь. Пережитое стояло, как боль. Предстояло еще мое личное столкновение с Блоком. Я был секундантом Сережи пока. Мне казалось, противник коварен, не скрестит меча своего он с моим. Боря, Боря, с задумыванием удара мне в спину. Горела обида за оскорбление друга. Задумался и пролетел мимо Крюкова. Вот и Москва, но на что она мне? На перроне, купивший газету, узнал, взбунтовавшийся броненосец Потемкин ушел из Одессы в Умынию. Ненависть к гнездам, к традициям переплеталась с ненавистью к режиму. Ага, — думал я, — началось. Навести бы орудие на все Одессы, столицы, усадьбы и жарить гранатами. И попадаю я в Павшино, не знаю, зачем. Здесь товарищ Владимиров этим летом расписывал церковь в имении Поляковых. Я вылез из мрака пред ним. Он же ахнул, — лица на вас нет. Утром еду я в Дедово. Умница бабуси, увидев, каким стал у Блоков, меня ни о чем не расспрашивает. На ее устах змеется та сладенькая улыбочка, по адресу же Бекетовых, тонкие жальца. И известная дией, тяжеловатая Бекетова, Саша Блокнедорсль, словом «гнездо». Я знал эти гнезда змеиные. Дедова тоже. На следующий день Сережа, худой, опаленный, оскаленный, смехом. «Ну, как?» «Ничего», — подмигнул он мне дьявольски, «жарились в мельники». Вместо внятного объяснения он предложил биться в карты. Над картами три дня орал он «О карты, о карты!» Раскланялся, больше туда не ногой, объяснился позднее полемикой нашей в весах. Блок не понял иронии карт, означавшей ведь «С умницы с тем говорить любопытно, с тобой любопытно сыграть в дурачки». Партия карт отразилась в поэзии блока стихотворениям, написанном вслед за карточной битвой. Палатка, разбросаны карты, гадалка, смуглея июльского дня, бормочет монеты извиня. Слова слаще звуков Мацарта. Это карты судьбы. Человеческих отношений. В начале лета в Дедове была мода на Осяна Жуковского. К концу лета на наших столиках лежали Достоевский и Гоголь, мы сократили бабусиной сказки за чайным столом, исчезла и крылатка Соловьева, Сережа ходил теперь в красной рубахе. Крушение утопии о человеческих отношениях отразилось в статье моей «Лук зеленый». Вечерами, когда из окон бабуси мерцали осиного цвета огни, шли в село недовражено, из обвисшего цветами гнезда, и там покупали себе папиросы, лев шесть копеек за пачку. Все это выкуривалось у любимовых, где задорнее орались бунтарские песни, и им иногда откликалось издали революционное Брехово, мерцая огнями, и там парни пели «Вставай, подымайся». О блоке не было произнесено ни единого слова. По приезде в Москву я получил пук его темноватых последних стихов. Не впрочет. Я послал свое мнение о них. В ответ на него Л.Д. уведомила, что она оскорбилась. После чего ей писал, «Предпочитаю пока наши письменные отношения ликвидировать». Вместе с письмом от 2 октября 1995 года Блок отправил Белому тексты двадцати своих стихотворений. В письме от 13 октября 1995 года к Блоку Белый, признавая достоинство присланных стихов, «Все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть твоей музы вплетается в новые темы, за которые ты взялся, а олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя. Этим выразителем, думается, мне являешься ты». В то же время заключал, «Вот теперь я скажу о твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны скобок и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайн. Я говорю тебе, как облеченные ответственностью за чистоту одной тайны, которую ты предаешь или собираешься предать. Я тебя предостерегаю, куда ты идешь, опомнись или брось, забудь тайну. Нельзя быть одновременно и с Богом, и с чертом». 27 октября 1905 года Любовь Блок писала Белому, «Я не хочу получать ваших писем до тех пор, пока вы не искупите своей лжи вашего письма к Саше. Поймите, что тон превосходства, с которым вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Меня признаете, его вычеркиваете, в этом нет правды». Из Тарараха в Тарарах Переезд из Дедова в Москву подобен спрыгу с утеса в волны. Смыто островок вытягиваемых сказок, таким оказалось Дедова. Забыт инцидент с Блоками, недаром Брехова издали посылала нам революционные песни. Недаром в Дедове мы поднимали протест, превышавший повод к нему. Повод сорок кузенов. Эффект взрыв, пережитый органами чувств, реагировавших не на ход событий моей личной жизни. Москва клокотала банкетом, митингом, взвизгом передавиться. А весне в октябре и об октябре в весне клокотали салоны. Из заведений, ворот заводов, подвалов выскакивали взволнованные, говорливые кучки и с дергами рук, ног и шеи. Пыхали протестом и трубы домов. Казалось, фабричный гудок вырвался в центр города. Мохнатая манчжурская шапка на самом Кузнецком торчала вопросом. Человек с фронта подымал голос, «Так жить нельзя!» рабочий явился из пригорода смущать пернатую даму с Кузнецкого моста. Растерянный министр Мирский мирил всех со всеми расплывчатыми обещаниями, вызывая взрывы разноголосицы. Князь Святополк Мирский в конце августа 1904 года, после убийства Плеве, был назначен министром внутренних дел, пытался действовать путем определенных уступок и либеральных реформ, названных «Эрой весны» и «Доверие». 18 января 1905 года уволен в отставку. В воспоминаниях не осталось следа о том, что твердили мне о Цусиме, Артуре, о мире с японцами, о парламенте и о законодательно-свещательном соборе. Не тематика споров о способах штопания дырявистого гниловища меня волновала. Хотя ею были заняты две трети знакомых — Астровы, Рачинские, Кистяковские, даже Щукин. Я даже не понимал, до какой степени я уже не ответствую большинству тех, с которыми связывали и знакомство, и дружба. Мой пафос был — ненависть ко всему режиму, не к дырам его. Традиции, быту, системе правления знакомые еще не видели моего поливения, подсовывая протесты, которые еще охотно подписывал я, оппозиционный душок шел от каждого, как возмутительно. Таково шелестение интеллигенции правого и левого без крылых крыльев до дней забастовки. Каждый строчил бумажку, и с нею летал по кружкам, организуясь и согласуясь, «Не до меня путаника», которому простительный левый заскок, котируемый, как стихотворная строчка, не более, «Кричите вы, кричимы мы, вы по пустякам мы одели». Собирались. У того, этого, десятого, пятого, голосовали за то, это, десятые, пятые. Недоразумения одних из нас с другими из нас еще казались случайны, и Астров весьма опечалился, когда я, Володя Поливанов, Петровский и Эллис бросили обвинение старикам нашего сборника свободной совесть, что готовимый для второго сборника материал слащеватая заволь. Удивился Семенов, скорпионовский дядька, сперва репетитор детей Плеханова, потом носитель цилиндра, когда я сцепился с ним. А Леонид Семенов, завтра эссер, избиваемый черносотенцами и заключенный в тюрьму, еще восклицал, побывавший у Астрова, как там славно! Не по-петербургски! Присяжный поверенный Кистяковский, принимавший Эллиса, не видел анархии у его выпускаемых с быстротой пулемета словах. Эллис жеологически вынырнул в марксистских квартирах, когда-то им посещавшихся, таща на них и меньшевиков, и большевиков, к нам. Около него вижу товарища Пигетта, входящего в наши квартиры. Он нас, взяв за рукав, длинноносый, большеглазый, дудел о браунингах, транспортируемых из Финляндии, и предлагал красными, пропученными губами, у меня есть для вас. Литературно-философский сборник «Свободная совесть. Книга 2. Москва. 1906 год» вышел в свет в сентябре 1906 года. В нем участвовали члены кружка Астрова и литераторы, близкие к нему. В сборнике были напечатаны произведения Белого, Сергея Соловьева, Эллиса. Юноша нашего кружка, студента Ленин с браунингом от Пигетта, позднее удалился за город упражняться в стрельбе. Кистяковский еще терпел Эллиса, пока этот предавал огню и мечу не Москву, а весь мир. Я еще не узнал будущего героя Кронштадта, Бунакова, непобедимого, в Илье Фундаминском, скромно сидевшему Фохта. Пьянистка-сударская, жена Фохта, была в тесной связи с эсерами, а сестры Мамековы, посетительницы религиозных собраний из группы Усавенкова. Знали друг друга в литературных кружках, не знали еще, кто какой политической ориентации. И Морозова, меж Лопатиным и Хвостовым, склоняясь ко мне, очень мило конфузилась под трелями моего голоса, певшего об Эрфуртской программе. Да-да, конечно, прекрасно, только вот Заря и Ницше. Я ж зори-ми зори, а революция-революция, и все это свяжется в царстве свободы. Умная барышня Клара Борисовна Розенберг, в салоне которой бывал Каблуков, мне это доказывало между двумя цитатами из Ницше и Энгельса. Тайные организации уже брали салон на прицел. Бураков Фондоминский, член ЦК партии социалистов-революционеров, после 1917 года был комиссаром Черноморского флота, членом учредительного собрания, одним из руководителей АТСРов Союза Возрождения. Программа социал-демократической партии Германии, принятая в октябре 1891 года на партийном съезде в Вербфурте. Университет сам по себе интересовал мало. Его новый ректор от автономии, князь Сергей Трубецкой, пока еще усмиритель студентов, открыл для сходок аудитории. Сходки шли перманентно. Ежедневно торчала моя голова из моря тужурок, чтобы потом штурмом отковать двери квартир и внедрять в сознание обитателей речи ораторов. Я встречал сочувствию у Владимировых, я кричал с воспаленным Рачинским, а, прятавшись и под мамашиной юбкой, а ртель кивал из-под юбки мне. Бомбы не для него, а для нас. Я же человек науки, боенька. Я себя не узнал. Папа бы сказал, что с тобой, Боренька. Я поднял руку за немедленное прекращение всех занятий с превращением университета в трибуну революции. Аудитория же голосовала за эту трибуну, но с сохранением занятий. Ректор, князь Трубецкой, не раз появлялся на кафедре. Он вытягивал оттуда длинную шею и прижимал груди руки в усилиях нас усовестить. Он поставлен был перед неизбежностью запереть двери аудитории, чего не хотел, или сложить ректорство, которого он добился для прав университета. Помню последнее его появление с усилием спасти автономию. Тщетно. В стенах университета была свергнута власть, изгнаны либералы. Шел же турнир эсеров с эсдеками. Трубецкому не дали договорить. Уронив на кафедру руки, упираясь на них, он глазами полными слез оглядывал, морет у журок. Эх, господа! И махнувший рукой вышел он. Скоро он попал в Петербург и взлетел там в министры, но с разорванным сердцем упал на министерском собрании. Сергей Трубецкой, первый выбранный ректор Московского университета, в июне 1995 года входил в состав земской городской делегации к Николаю II и выставил перед ним с программой. Умер 29 сентября 1995 года во время заседания комиссии по выработке университетского устава, происходившего на квартире министра народного просвещения Глазова. Сережа был у него в силу традиции детства в Москве незадолго до его смерти. Он нашел его возбужденным. Трубецкой то бил себя в грудь и доказывал безумие нашего поведения, то невесело веселяс и сходил в шаржах. В эти дни я, пара Эллису, сгоравшему без остатка, то влетал он с марксистом, а то с драматургом полевым, плодовитым, бездарным, обтрепанный, длинноволосый, хромой, кажется, с деревянной ногой, полевой, опирался на палку и все ею взмахивал, свергая традиции, быты, редакции. Он зачитывал Павла Астрова своими драмами, от которых мы падали в обморок. Мы прозвали этого Читуна капитан Копейкин. Леонид Семенов супес упорствовал. Такие, как он, интереснее дягилил их. Забежав бесколошно, следив на полу, Элли сплюхался в плюши кресла в сыром пальтеце, в набок съехавшем котелке, и тяжело дышал мне, подставив зеленое ухо, и сговорился, и сбегался, отдышавшись куда-то все влег. Будет и череванием. Мы с ним мчались по взъерошенной улице и бежали кругом. Вероятно, добрая половина бежавших бежала на митинг, где на стул уж вставал присяжный поверенный Соколов, чтобы басом бить в сердце дам, где со стула уже квакал Бальмонт, обдавая презрением трусов. От Эллиса узнаю, что рабочие готовятся выступить. Он мчал меня по каким-то квартирам, без передышки, без отдыха, от похорон Трубецкого до похорон Баумана, и ничего не помню, какой-то туман. Вот с знакомого дивана мадам Христофоровой поднимается Озеров, экономист, уясняющий нам ситуацию дня. Христофорова ему кивает умильно. Она поняла теперь. Она едва отдувается от налога, потребованного Эллисом, в пользу организации. У нее бывает и умница Розенберг. Это, по-моему, открывала сеть пунктов для записи давления и политической температуры салонов. Записи ориентировали, вероятно, эсдеков. Похороны Сергея Трубецкого состоялись в Москве 3 октября. Похороны Николая Баумана 20 октября 1905 года. В некрологии князь Сергей Трубецкой Белый описал эти похороны, превратившиеся в политическую манифестацию. В Москве за гробом шло около 50 тысяч человек. Алые ленты венков, ярко оттеняя зелень листьев, проливались над морем черных голов. Перед каждой церковью обнажались головы, и многочисленные хоры пели вечная память. Во главе процессии на длинном древке несли пучок алых цветов, и ленты, не спадая, развивались. Весы. 1905 год. Номера 9.10. Страница 80. Все туман в эти дни. Христофорова, Озеров, Розендерг и Пигетт, неумело куда-то тащащие словами о Браунинге и десятках. Раз он прочитал нам стихи, все мы писали стихи о вершинах, но мы ж декаденты, мы ахнули, и... и Пигетт стал за нами шагать на вершины. — Ги-ги-ги! — залился Элис смехом вершинами, таки я допек его, даже и он зашагал. Может, шагал для того, чтобы мы, аргонавты, шагнули с вершины к Браунингу из Финляндии. Памятен день похорон Трубецкого, Никитская, Солнце, толпа и знакомых. Казалось, незнакомые примесь лишь Морозово, Рачинский, все островы, Лопатин, Хвостов, Кизветр, и аргонавты, и все писатели, все художники, все композиторы, профессора, и вчерашняя сходка филологической и большой юридической. За гробом шли два чернобородых брата, высокий Евгений, завтра же заместитель Сергея по кафедре, и малорослый Григорий, ответственный дипломат. Хоронили министра, ректора, философа, либерала, профессора. Гроб стянул партии. От будущих октябристов до анархистов. Процессия тронулась. Вспыхнули в солнце и красные ленты венков, и золотые трубы, зарявкавшие Марсельезу. Московский протест впервые вышел на улицу. Стало это бесспорно. Руки, тащившие груду цветов или гроб, перевалили за каменный мост. Из боковых улиц, расстраивая ряды трубецких, морозовых, рачинских, ввалились рабочие. Отовсюду проткнулись в лазурь острия ярко-красных знамен. Заворчало оттуда, отсюда, вы жертвою пали. Пьянил теплый день. Веселились не похороны, светлый праздник, которого ждали. Не помня себя, я летел вдоль процессии. От головы до хвоста, от хвоста к голове, от Морозовой к Леониду Семенову и от него к неизвестному мне рабочему, с которым затеялся разговор, точно клуб, перенесенный под небо, точно струящийся митинг поза Москворичу, спорящий отдельно, пары, тройки, четверки, голоса сглушали оркестр и хор. Леонид Семенов, вцепившийся в цепь, и меня в цепь вцепил, мы качались с ним, в цепи схватяся за руки, растягиваясь и стягиваясь. Хорошо здесь толкаться, он бросил под солнце, и ярким румянцем дышало лицо его. Такова прелюдия к дням, стоившим столько жизней. Процессия пухла, растягиваясь на версту. За гробом впервые шло пятьдесят тысяч, и не знали, через недели-две пройдет двести тысяч за гробом Баумана. Из боковых улиц нас провожали злые, узкие, монгольские глазки маленьких плотноватых бородачей, синих кафтанах в мохнатых шапках, вцепившихся сапогами в бока взъерошенных лошаденок с кулаками, сжимающими на гайки отряды уральцев-эренбуржцев, уже зажглись фонари. Пухнувшая толпа, в которой уже затеревались знакомые, только тронулась от Калужской площади. Вдруг закупренно все встали. Издали виднелись стены Донского монастыря, проглотившего лишь испуганно жавший гробу университетцев, проголодавшийся, потерявший знакомых, я, выцепясь и выхвостясь, сел на извозчика. А еще позднее, когда рабочие со знаменами шли обратно, то отовсюду на рыженьких лошаденках выскакивали мохнатоголовые дикари калмыцкого вида и захлестала на гайках. Скоро потом на столбах закричало объявление Трепова «Патронов не жалеть!» Я влетел к Элису «Бойкот!» офицерам. Перед изданием манифеста 17 октября Трепов с 1995 года петербургский генерал-губернатор и товарищ министр внутренних дел отдал приказ решительно подавлять любые попытки к устройству беспорядков, при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления холостых залпов не давать и патронов не жалеть. Русь 1905 год номер 246 14 октября Приказ патронов не жалеть сразу же приобрел широчайшую известность как своего рода оборотная страна манифеста 17 октября. Офицеры, вернувшись с войны, казались мне левыми. Я ждал заявления «стрелять не будем!» Его не было. Вот я и придумал бойкот. Мы с Элисом мчались к Астрову, рассуждая, имея брата Николая в думе, чего ему стоит широко организовать бойкот. А с Астровым сидел тяжеловатый прихрамывающий блондин. Выпучив глаза, он быстро захромал в переднюю после нашего заявления. Это был Челноков, будущая городская голова. Астров, пальцами защемивший коленку, ломая суставы, сверлил глазами, став строгим, напомнивший какого-то прокурора, и суховато нам разъяснил. Такой бойкот, озорство политической недозрелости, дробящие силы, вооружать против нас ни в чем не повинных. Мы вон, на все четыре стороны, агитировать и получать щелчки в нос. Куда там бойкот? Изо всех учреждений высыпали кучи чиновников, присоединявшихся к забастовке. Учреждения одно за другим закрывались. Мой дядя Коля, брат матери, тишайший столначальник казенной палаты, выпетел бакен и грудь, требуя прав, и он бастовал. Тетя Катя и та пищала на службе сборов. Широко организованный бойкот был и сжит индивидуально. Увидавши незнакомого генерала в пустом переулке, я вдруг точно гусь вытянул шею и мелкими шажочками за ним побежал, пересек пустевшую мостовую, в генеральское ухо, заросшее седым волосом, раздался в шип «Убийца! Убийца!» Убийца остановился, посмотрел на меня, вполне растерянного, серыми, испуганными глазами, и мы наутек друг к другу, выставив спины. Долго потом я конфузился, убийца ли незнакомый старик, помнились все морщинки у глаз и виноватая улыбка. Всеобщая забастовка Забастовывал завод за заводом, железнодорожники останавливали движение поездов, московский узел отрезался, забастовали газет. 3 октября 1905 года началась стачка рабочих Московско-Казанской железной дороги. Затем к ним присоединились рабочие Ярославских и Казанских железнодорожных мастерских. В течение нескольких дней забастовка в Москве стала всеобщей и переросла во всероссийскую политическую стачку, продолжавшуюся до 22 октября. Лихорадочно раскупались листовочки забастовочного комитета, ведшего переговоры с бессмерно заседавшей думой. Электричество вдруг погасло. Улицы погрузились во мрак, в квартирах теплились свечи. Я успокаивал мать, наполнявшую все сосуды водой. Комитет позаботится о воде и о прочем, но водопровод действовал. Улица тень, слепые окна, щиты на витринах, да бараний тулуп, ставший уже при воротах и озлобленно провожавший глазами прохожего с поднятым воротником. Студента избить! Таков арбат, одинокий прохожий я. Пустыня неосвещенного переулка и гвалт улиц, центра, где терлись люди ощупями, напоминающими пожатие поздравляющих рук, дожили до красных деньков, заливал мрак и энтузиазм расширенного сознания, рекорд забастовок побит. Европа видит впервые на деле разрешение спорного доселе вопроса о том, осуществима ли всеобщая забастовка осуществилась. Сознание осветило тьму в светлый праздник, огул улицы в перезвоны колоколов. Неизвестные люди в помятых шапках схватывались руками на переполненных мостовых без единого полицейского, без единой пролетки, передавали друг другу надежды, переживали друг друга братьями, уши строились в кабель, по которому бежал ток от завода к думе, отражаясь мгновенно же во всех квартирах, слышали, что, где, как, встав на тумбу, оглашали известие улицы. Петровский, Элис, Сизов, тройка, яркая мне в эти дни, переносились из конца в конец города, делали набег на Владимировых. Мамаша, вулкан, середины комнаты, сидя на стуле, нога на ногу, дымящийся папироску и дирижировала в революцию. Здорово! Молодцы! С раннего утра я пропадал, обегая квартиры, митинги, улицы. Толкался на перепонанный народом Тверской, где мостовую громил сапог забастовщика. Поздней ночью я нахлобучивал на лоб старую отцовскую шапку, чтобы спрятать студента. Сжимая рукой в кармане отцовский бульдог, я шагал в кромешные тьмы, думая, что вооружен до зубов. Впоследствии выявилось дуло бульдога залеплено дрянью, выстрели я, он бы тявкнул в лицо. В кривых заборчатых драгомиловских закоулках шмыгала тень избивателя, видел я приподымаемый кулак с движением навстречу мне, набросался рукой в карман схватить свой бульдог, тулуп отступал, обливая руганью в спину. Жидовская сволочь! Памятен вечер. Я, Петровский, Сизов, снова были у Астрова, опираясь на думу, чего ему стоит наладить бойкот, и наивен же был. Астровы сидели, толкуя о левых думцах и правых комитетчиках, вторичный отказ, и мы во тьме каретной садовой с решением пробовать свои силы. Сутулый извозчик везет к Маховой, университет, ставший многотысячным митингом, нас разделяет в одну аудиторию Сизов, мы с Петровским в другую, с идеей бойкота офицеров, могущего повлиять на дух войск. Попадаем к СССР. Тусклые свечки у кафедры отбрасывают точно бледные свои веки на море голов, утопающих в мраке, гавк о том, что режим свергнут, какая-нибудь ничтожная схватка и кончена. Вот, скажу прямо бреда пьянеем, крик, граничный с провокацией или провокация с риском стать действием бомб, заявлялась, завтра сорок тысяч с ног до головы вооруженных рабочих явится в такой-то час перед Думой и подлец тот, кто не явится с ног до головы вооруженным туда. Впоследствии оказалось сорок тысяч вооруженных с ног до головы рабочих не помышляли явиться, помышляли об этом сумские гусары, чтобы с черносотенцами охотного ряда произвести обычные избиения попавшихся в ловушку. Ловушка и породила карикатурную по последствиям, но трагически начавшуюся осаду университета. 15 октября 1905 года вооруженные черносотенцы напали на бастовавших рабочих и студентов в охотном ряду у здания городской думы и устроили избиение. Стремясь обеспечить свою безопасность в стенах университета и осуществить свободу собрания в нем, студенты приняли решение сбаррикадировать входы, устроить дежурство у всех ворот и самим разбиться на группу по 10 человек. В университете сбаррикадировалось около полутора тысяч человек, была организована боевая дружина, осада университета 16 октября закончилась поражением черносотенцев, войска были убраны, и осажденные смогли покинуть здание университета. Бред действовал, нам представилось не явиться у думы, быть трусами, думалось не о бойкоте совсем. Ожидая очереди, я переговорил с председателем сходки, сказавшим, вы видите сами, какой тут бойкот. Задумчиво возвращались с Петровским в пустыне улиц с решением слить судьбу завтрашним утром, которое казалось не шуткой, прощаясь, Петровский сказал, хоть раз в жизни надо хоть в чем-нибудь стать в точку правды, чтобы хоть одно из слов стало делом. Решили встретиться перед думой. На другое утро до чая я выюркнул на пустынный Арбат ни дворников, ни полиции, такова же Арбатская площадь, пусто перед манежем, оглядываясь, искал, где сорок тысяч. Не было и вчера оравших студентов. Я думал, что драться-то не с кем, на площади никого, есть-ки союзники в борьбе с произволом, или спина впологрудого студента с ушами обмотанными башлыком, он, качаясь, стучал своей палкой по направлению к думе, перед которой топталось человек пятнадцать, не настроенных дорого продать свою жизнь. Сира на думской площади и на горбатой красной, выражающие отсутствие даже случайных студентов, снующих всегда здесь, распрятались по постели. В ожидании хотя бы сорока человек, а не тысяч, прошло с полчаса. Подошло еще полтора десятка. Попробовали думскую дверь, она заперта, а вот и пляшущий конями эскадрон сумцов с картавящим команду офицером мальчишкой, их выстроившим перед нами. По смехе добродушные сумцов на нас было видно битвы не будет, боевой пыл во мне стал мыслью о чай в кофейной Филиппова, куда я направился, чтобы, подкрепив силы, заглянуть и сюда, не наклюнется ли что-нибудь. В таких мыслях вошел я в кофейню и сел за столик около окна, видел уже за чаем, фигуры с палками замелькали мимо и, очевидно, к думе. Удостоверившись по часам, что я был на месте ранее срока и, расплатившись, слился шагавшими вниз по Тверской и сразу же заметил необыкновенное возбуждение. В конце улицы люди валили навстречу, говор усилился, мостовая пропустила ехавших на рысях все тех же гусар, предводимых все тем же развогубом мальчишкой. Солдаты теперь озлобленно торопились проскочить мимо с багрово-дрожащими лицами, глазки их бегали по толпе, у офицерика дергался каждый мускул сжатого губами и бровями лица избегавшего взглядов. Я, ахнув вперед, сшибаясь бегущими навстречу водоворот, голосящий, что били и бьют, пролокотившись к концу Тверской и, вставши на цыпочки, видел кусок думской площади и бег со всех ног на нас. Послышались выстрелы, набежавшие смяли нас, увиделась и доска над согнутой спиной и вздерг толстых палок вручищах, привыкших разрубать бычины и туши. Далее бегство всех нас я бежал, как и все, и крики «Охотнорядцы!» Охотнорядцы, торговцы и приказчики охотного ряда, неоднократно активно участвовавшие в черносотиных погромах. В те годы я всех обгонял. И по мере того, как я обгонял, настроение менялось. Паника переходила в спортивные упражнения. Свернувшись сверской с поредевшими кучками убегающих, я попал в Долгоруковский переулок. Пробегая мимо лаборатории, здание химической лаборатории выходило на переулок, часть бегунов ринулась в ворота университета, за которыми суетились студенты, рабочие, штатские, вот с какими-то досками побежали к воротам из глубины двора. Но Никитский остановился и стал расспрашивать про подробности избиения. Не помню, куда попал. Помню Элиса, сообщавшего мне, вечером мы на фабрике Дукат, где эздекский доклад. Тут узнал, университет забаррикадирован. Я бросился обратно к университету. На маховой Никитской полиции пристава, конница распрятана в переулках против зоологического музея, на тротуаре черносотенные картузы, ущелье полуприкрытых университетских ворот, кучка вооруженных студентов, организованная охрана. Я к ней. И напал на знакомого, руководившего охраной ворот, за которыми уж лежали какие-то груды, чтобы можно было в любую минуту завалить проход. На университетском дворе беготня и таск ящиков. Юноши, выдернув жерди университетской решетки, вооружались ими. Окрик паролей и куда-то откуда-то спешный проход десяток в лаборатории делали динамиты бомбы. Мне сообщили, что серную кислоту будут лить с музея на голову черносотенцам в случае приступа. Предвиделось осада с измором. Нужен депровиант, потому денег, денег. Я получаю миссию собирать эти деньги и или приносить самому, или передавать в руки тех, которые будут держать связь с городом. Меня вывели через щель. Я куда-то ушмыгиваю и уже себя застаю в богатых квартирах за сбором Дане. Оттуда на подступах к обложенному университету сдать свою сумму. С второй же порции денег я застреваю в гнилых, ныне сломанных переулках меж Моховой и Александровским садом. Отрезано Никитское, на Моховой ловят. Передаю деньги в руки, меня уверивши, что они тут от связи. Не было же мандатов ни у меня, ни у рук. Руки ушмыгивают от крадущихся в переулках теней. Я ж оказываюсь около Александровского сада, во мраке, чтобы найти себя на Тверской, в толоке, тел мне сующих деньги на оборону, без справок, даже не сообразил, что могу сойти за обманщика. То же проделываю и в кофейне Филиппова, обходя тускло освещенные столики с шапкой в руке. Кто-то в перемятой шляпе меня усаживает рядом с собою за столик, и мне босит в ухо, что бомбы делать легко. Отвинти ламповый шар, высыпь дроп и оболочка готова. Поблагодарив за науку, я прощаюсь и на этот раз с новым уловом проныриваю в ту же воротную щель. Ночной университетский двор освещен пламенами костров, за которыми греются дружинники, иные колят на огне острия своих пик, жердей решетки. Алексей Сергеевич, как вы? Петровский тоже дружинник, тоже присел колить пику. Он объяснил, как явился к думе позднее меня, и вместе с другими был загнан в университет, где засел в решимости выдержать осаду и драться. Побродив по двору среди вооруженных кучек, я получаю задание выйти, чтоб завтра с утра продолжать свои сборы. Я узнаю, а Ленин, знакомец, сидит на крыше с серной кислотою. Я выюрукнул встретиться с Эллисом, чтобы вместе на фабрику Дукат. Табачная фабрика Дукат В Чухинском переулке дом 6 Пресненская часть между Владимирско-Долгоруковской и Большой Тверской Ямской улицей. Тащимся на извозчике, с ворчанием стегал он лошадь мимо каких-то вокзалов, пагаус торчит из мрака, а на коленях у нас карамурой скрючен под верхом пролетки сизов. В широкополой шляпе пересекаем какие-то рельсы и натыкаемся на рогатку. Стой! Голос из тьмы и твердой физиономии схватывается за узду лошадь. Проломленный котелочек Эллиса и угол локтя руки с тросточкой описывает дугу во мрак, голоса уж где-то поодаль свой. Рабочим это вполне неизвестно и, слышу, склоняется Дукат, Дуката, Дукату, пропущены. В район охраняемый вооруженными забастовщиками. Звонимся в массивные двери подъезда. Дукатова, вероятно, особняка, я-то думал к рабочим на фабрику. Дискуссия. В салоне у фабриканта сам на себя он что ли восстал? Дукат, плотный брюнет в кофейной пиджачной паре, выходит в переднюю с извинением. Публики нет, дискуссии нет, он вводит в комнату. В бархате мягких ковров и изналяпанной великолепицы тяжелого безвкусия стол ломится хрусталями, дюшесами, прочим бонбоном. Серебряно-серое платье мадам Дукат приветствует нас бородкой, длинным носом пигит, а Розенберг беседует с моложавым, седоволосым Адашевым артистом театром. Дукат подчует Папироской, Дукат, я же думаю, что же он не спровергает себя, пигита не интересует бомоны, бомбы, ох уж это Розенберг, собирательница с буржуазных салонов Дани на партию с Христофоровой, с мадам Кистяковской, Дань собрана, завтра за Данью визит к Щукину, а сада отлагательств не терпит. И что слышу я? Потирая руки и силе быть светским, Пигет предлагает Дукату с Дукатшей из этой уютной гостиной совершить невиннейший парти де плезир, то есть в ночь на извозчиках двинуться в университет, присоединиться к восставшим. Приняли ли перетерянные хозяева это игривое предложение, не помню, но помню, Адашев Пигет Розенберг Сизов Элис и я в мраке. Из мрака вынырнули извозчики, на которых мы сели. Я вез К.Б. к университету, с ней разговаривая о теории и соответствии Шарля Бодлера, которая есть антиномия меж поэзией символистов и баррикадами, присоединивший К.Б. к Адашеву у все той же щели перебежал мостовую, помня задание, завтра с утра денежные сборы. Но заинтересовался кучечкой картузов под фонарем. На углу Шереметьевского переулка и я услышал мордастого «Ара-ратора!» «Бей, сволочь!» Тут я ретировался во тьму, радуясь, что шапка отца и нарочно развалистая походка меня выручили. Студент был неузнан. Рано утром Петровский, явившийся целым, рассказывал, уже под утро, после переговоров начальника осаждавших с начальником осажденных, последние, не сдавая оружие, были выпущены из университетских ворот и прошли мимо войск, разбредясь по домам. Жертв не был. Про возглашение свобод я встречаю на улицах. Имеются в виду массовые демонстрации 18 октября в связи с обнародованием манифеста 17 октября о предоставлении политических свобод. Со мною СИЗОВ. Мы бродим в толпах. Вот Красная площадь, вот Красное знамя, а вот Национальное. На каменный помост лобного места вползает черная голова пересекающего площадь червя процессии монархистов. Фигурка протягивает с помоста трехцветный флаг. В это время Красное знамя головки красной процессии поднято на тот же помост, над теми же толпами свобода слова. Только чем это кончится? Два знамени рядом. Красное держит, как вылитый сталь, высокий рожебородый мужчина в меховой шапке. Этот голос я слышал уже. В эпопее последних дней мы под ним вздернув головы. Солнечный косяк горит на кремлевском соборе. В небо темные, как фиалка, врезаны и золото куполов, и воздетая ладонь краснобородого знаменосца, бросающего над тысячами голов. Мы ведем вас к вечному счастью, к вечной свободе. Рядом черненькая фигурочка вцепясь в трехцветное знамя, до ужаса напрягает мне розовый воздух, как кровь красные пятна Кремля, на фоне которого два знаменосца двух станов друг к другу прижаты, как символы двух Россий, меж которыми пропасть, утопия в воздухе пахнет оружием. Через тринадцать лет я тут был, проходило море знамен, в день первой годовщины Октябрьской революции, тоненькая фигурка уже не сжимала знамени и вспомнилась. Тринадцать лет назад, когда мы стояли с Сизовым на площади, в те же именно часы, а может быть, в те же минуты, был убит Бауман, этого мы не знали еще, дивуясь в свободе манифестации. Николай Эрнестович Бауман был убит восемнадцатого октября над смотрищиком рабочих бараков фабрики Щапова Черносотенцем Михалином. Сизов ликовал, а я точно был покрыт тенью, упавшей из будущего. Канонада Пресни, немецкий погром, штурм Кремля, похороны Ленина. Я слушал тогда, мы ведем вас к вечному счастью. Сизов воспринял, уже привели, я ж воспринял, впервые поведем. Через что? К ночи узнали, убит Бауман, помнился образ Рожебородова знаменосца, я его никогда не видал потом, в дни, когда черные фигурки полезли от всюду, они готовились к предстоящим убийствам. Помню день похорон. Я ждал процессию в начале охотного ряда, имея перспективу из двух площадей с подъемом на Лубянскую площадь. Голова процессии не показывалась. Тротуар чернел публикой, вырывались яркие замечания, вот в черном во всем дамы света, вот длинный ерзающий при них офицер лицом Пуришкевич, они хоронили Россию. В воздухе взвесилась серая холодная дымка и пахла гаю. От времени до времени площадь пересекали верхом студенты технического училища, офицер воскликнул, вскочивши на тумбу, смотрите, смотрели и дамы, и я, куда он указал. От Лубянской площади, точно от горизонта что-то пробагрянило, зашири, смедленно текло к метрополю, ручей становился алой рекою, без черных пятен. Когда голова процессии вступила на театральную площадь, река стала торчем багряных знамен, лент, плакатов, средь черных уже обозначенных пятен, пальто, шуб, шапок, манджурок, вцепившихся в древки рук, котелков, рявкнуло хорами и оркестрами. Голова процессии сравнялась с нами, испуганный офицер переерзывал с места на место. А там-то, там-то, с Лубянки, как с горизонта, выпенивалась река знамен сплошной кровью. Невероятное зрелище! Я встал на тумбу, сдержанно, шаг за шагом, под рощей знамен шли ряды взявшихся под руки мужчин и женщин с бледными, оцепеневшими в решимости, вперед вперенными лицами. Переградившись плакатами, в ударах оркестров шли нога в ногу, за рядом ряд, за десятком десяток людей, как один человек. Ряд, отчетливо отделенные от ряда, одна неломаемая полоса, кровавящаяся лентами, перевезями, жетонами и даже котелком, обтянутым кумачом, десять ног, как одна. Ряд в рядах отряда, отряд в отрядах колонны, одной, другой, без конца, и стало казаться, не было начала процессии, начавшейся от создания мира, отрезанный от тротуаров двумя цепями, по бокам красные колонновожатые, с теми же бледными, вперед-вперенными лицами, вставай, подымайся, банты, перевези, плакаты, ленты, венков, и знамена, 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 какой режиссер инсценировал из-под выстрелов это зрелище. Вышел впервые на улицы Москвы, рабочий класс, смотрели во все глаза, вот он какой. Протекание полосато-пятнистой и красно-черной реки, не имеющей ни конца, ни начала, как лежание, чудовищно огромного кабеля с надписью «Не подходите смертельно». Кабель, заряжая, сотрясал воздух до ощущения электричества на кончиках волос, било молотами по сознанию «Это то, от удара чего разлетится в дребезги старый мир». И уже проплыл покрытый алым бархатом гроб под склонением алого бархата знамени, окаймленного золотом. За гробом, отдельно от прочих, шла остатная группа солдат, офицеров с красными бантами, и гроба нет. Опять слитые телами десятки, одна нога, десять ног, из-под знамена плакатов, построенные в колонны отряды рабочих, еще и еще от Лубянской площади та же река знамен. Втянутые неестественные силы внырнул я под цепь, перестав быть и став всеми влекшими мимо улиц, как сквозь сон. Около консерватории ухнуло мощно, вы жертвою пали, консерваторский оркестр стал вливаться в процессию. У Кудрина вырвался, чтобы попасть к меня, ожидавшему Соловьеву, очнулся у самоварика, из-под которого глянула сладенькая бабуся, на вас лица нет. Было впереннего что-то, впервые открытое, мировой переворот уже есть и он лентопроцессии, пережитые как электрический кабель огромной мощи. Товарищи Сережи и студент Нилендер, студент Оленин о чем-то спорили. Багровый Рачинский отплясывал между нами словесные трепаки. Напяливший меховую шубу, он вовлек меня в переулок, где, встретясь с кем-то, узнали, около манежа расстреляна одна из возвращавшихся с похорон колонн. И вспомнились красные косяки зари на Кремле. Это пятна крови расстрелянных. Согласно донесению московского градоначальника Медема Трепову от 22 октября 1905 года, после похорон Баумана большая группа студентов до тысячи человек у здания университета на Маховой улице у Манежа столкнулась толпой манифестантов националистов, в которой появление студентов вызвало сильное озлобление, и по адресу их было произнесено несколько угроз. Ввиду этого находящаяся в толпе демонстрантов боевая дружина, выстроившись двумя группами на тротуаре университетского здания, сделала два залпа по толпе манифестантов, причем некоторые пули попали в стекла здания Манежа, где в это время находило сотни казаков. Последние, услышав выстрелы, спешенные выбежали из Манежа, и, так как частичные выстрелы со стороны студентов продолжались, произвели залп, которым из числа студентов убиты шесть и ранено до шестидесяти человек. Недоумение Темная фигура, взвившая национальный флаг, таки убила красного знаменосца. Она выросла перед каждым, каждого убивая по-своему. Одного ломом по голове, другого медленным перерождением его самого, погромой гуляли по площадям. Явились из тюрем преступники, вооруженные городовиками. Они с правом грабили. Погром шел в перебой с манифестациями свобод на газетных столбцах, не чувствовалось роста волн, а ярость разбития их о выросшие граниты. Червем испуг въелся в сердце. Укоротился список героев активной борьбы. Из него вычеркнули себя октябристы, кадеты и обновленцы. Зарыскали всюду зубры союза русских, союза Михаила Архангела, союза активной борьбы с революцией, председатель которого Торопов заявил, он предложит себя к услугам для исполнения казни. Вылупились пулишкевичи, докторы Дубровины и протопопы. Восторговы. Владимир Грингмут, питаясь идеями их, распухал точно клещ и уж откуда-то в нос шибанула Азефа. Союз русского народа, главная реакционно-монархическая партия, был организован в ноябре 1995 года в Петербурге. Лидеры Дубровин, Пуришкевич, Марков. Союз русских людей в марте 1995 года в Москве. Лидеры архиепископ Анастасий, Павел и Петр Шереметьевы, Урусова и Ловайский. Русский народный союз имени Михаила Архангела в ноябре 1907 года в Петербурге. Лидер Пуришкевич. Союз активной борьбы с революцией, действовавшей в Москве, принадлежал к числу сравнительно мелких монархических организаций, в основном черносотенного толка, в которых существовало около двух десятков. Священный союз народной самоохраны, Русское братство, Лига Патриотов, Общество Националистов, Партия Минина и Пожарского, Общество Хоругвеносцев, Партия Честных Патриотов и Борцов за Родину и других. Дерябели мозг слухи. Карикатуры навитые на зеленые уши Победоносцева воспринимались мною как пис комаров, отвечающий на хруст раздробленных бронтозавром костей. Инцидент, случившийся в реальном училище Фидлера, выявил только надлом революции. В сознании запал Бунаков Фундаминский, которого некогда встретил у Фоктов. 9 декабря 1905 года в училище Фидлера на Чистых Прудах происходило собрание делегатов боевых дружин. Дом был осажден и разгромлен пехотой и артиллерией. Убито восемь человек, ранено тридцать и свыше ста человек арестовано. Но росло впечатление похорон Баумана и рос образ Рожебородого знаменосца, сказавшего слобного места над толпами к вечному счастью. И слышался звук топора, ударяющего по плахе. Таким виделся удел революции. Еще не виделся семнадцатый год, и опускались руки, и подымалась злость. Я засел у себя, не видясь ни с кем, кроме близких, как я, перетерянных. Революционные партии, временно стоясь, принимали решения. Горть же людей развивавших пафос в дни забастовки, переживал отрыв, и от недавних друзей, которые появились справа, и от всех тех, с кем мы встретились только что в дни забастовки. Леонид Семенов, ставший эсером, нашел себе дело, а мы пребывали в бездеятельности. Почему? В 1905 году Леонид Семенов примкнул не к эссерам, а к социал-демократам, стал участником Герсенфоркской конференции, агитатором среди крестьян Курской губернии, депутатом первой Государственной Думы, дважды арестовывался, вышел на свободу в декабре 1906 года. Проблема партии виделась ограничением мировоззрения, сложного в каждом. На него идти не хотели, за что не хвалю, отмечаю, самоопределение, пережитое в картинах, своей, в каждом, было слишком в нас односторонне упорно, слишком мы были интеллектуалисты и слишком гордецы, видящие себя на гребне культуры, чтобы отдать и деталь взглядов. В партийную переделку. Слушая наши дебаты, агитаторы пожимали плечами, им была непонятна гипертрофия абстракций, оспаривающих Гегеля, Канта, Милля под часы Маркса. Каждый из нас, Сизов, Киселев, Элис, Петровский, я, напрочитав уйму книг, не соглашались с каждой. Каждого из нас в ту пору я вижу перестраивающим сверху донизу любой сектор политики у себя в голове. Ведь мы видели себя теоретиками и вождями, а нам предлагалось идти в рядах, мы не были готовы на это. Грех индивидуального задора сидел крепко в нас. Поздней повторили по-новому мы историю станкевичского кружка, разбредшегося по всем фронтам. Катков возглавил самодержаве, Бакунин хотел возглавить интернационал, Тургенев возглавил кисло-сладкую литературщину. Нас припирало не к баррикаде от партии, а к баррикаде томов, которые должны мы были прочесть из воли к дебатам. Подразумевается эволюция участников кружка Станкевича, действовавшего в 1830-е годы в противоположных идейных направлениях к охранительному консерватизму Катков, революционному мировоззрению Бакунин, ливерализму Тургенев. В первоначальном варианте текста далее исследовало «Некогда переосознание Гегеля в левую диалектику привело к баррикадам». Мы, переосознав критический идеализм в критический по-нашему символизм, себя приперли к вторичному пересознанию и наследство левых гегельянцев. Со времени Маркса, Энгельса, Герцена и Бакунина теории социальной борьбы расслоились в оттенках большевики, меньшевики, синдикалисты, гейдисты, историческая школа, Бернштейн, Штаммлер, Форлендер и так далее, нас припирало не к баррикаде и так далее. Сергей Михайлович Соловьев вбирал в себя народничество и варил из него и из трудно преодолеваемых томов Владимира Соловьева собственное церство. Киселев и Сизов первые из истории Трубадуров, вторые из естествознания и только что ему усвоенной логики Дармарк Кирти вывалили свою анархию. Я осилился спаять марксизм с символизмом. Сравни одну из позднейших интерпретаций того, как мыслило с Белым это соединение. Мой лозунг недавней теургии «Се творю все новое» искал выражение в 1904-1905 годах в построении коммунной символистов-социалистов, но не социалистов-государственников. Социализация внутренне творимых ценностей из свободы и из сознания, что третье, превышающее двух, четвертое, трех, и есть новая творимая действительность, преображение общества, создание ячеек коммун, объединенных культурой внутренней жизни. Почему я стал символистом страницы 47-48 мая? Пафоса хоть отбавляй, но у каждого в голове своя революция. Степень нашей беспомощности выявил мне Киселев, просидевший начало революции над старыми фолиантами. Вдруг он явился ко мне и пробосил сухо, раздельно, строго. «Не устроит ли нам, то есть мне, Сизову, Петровскому, Эллису, минный парк?» Мы сидели без гроша, без дисциплины, без опыта, а он предлагал нам тотчас приняться за рытье окопов, за взрывание правительственных учреждений. Знаю я, порыв искренен был, тем не менее, предложение это бред. Революционный жест повис в воздухе. Теоретики да, практики нет. После похорон Баумана чинуши, мещане и лавочники прятались по квартирам, ропща, а по пране анархистами все милости виши дарованных свобод. Не будет снова света, все забастовщики. Вчера протестующие капиталисты прописались в ливеральных участках у кадетов или октябристов. Чего еще надо? Штрих, характеризующий перемену в умах. Я шел в переулке, выбегающем к знаменке, против дома известного миллионера Щукина, вчера ходившего в либералах, наткнулся на интересное зрелище. Но прежде надо сказать, Сережа, учившийся с сыном Щукина, одно время дружил и с Катей Щукиной, барышней бойкой, способной на все. Она пригласила Сережу в шаферы на свою свадьбу. Сережа ей заявил, он согласен, с условием, что будет в красной рубахе и в смазных спагах. Кате это понравилось, папаша же не позволил. Сережа отказался от шаферства. Сергей Иванович Щукина видывал у Христофоровой. Я, за сына, которого Катя выходила замуж, Щукин держал себя просто, ездил на простеньком Ваньке в набок съехавшем котелке. Интересно описывал он свои путешествия и смаковал Гогена, Ван Гога, Сезанна. Против дома его я видел кучу тулупов, встречаясь, с которыми в эти дни я соскакивал с тротуара, хватался за спрятанный в кармане бульдог. На этот раз краснорожие парни с полупудовыми кулаками весело ржали, выслушивая интеллигента. Он агитировал среди них, подставляя мне спину, лица я не видел, но в спину забил знакомый босок с заиканием, что вы думали, а, это все и иннородцы, повертываюсь, щукинские пропученные из-под черной с проседью бородки губы. Агитировал он около задних ворот Александровского училища, хорошо охранять переулок на случай, если бы сконфузия за него, я наутек, чтобы меня не узнал. И попал на Арбатскую площадь. Там стояли тулупы во всей грозной силе приподнятых бородищ и сжимаемых полупудовых кулаков. В эти дни избивали жестоко. Выявилось поведение буржуазии, заискивание перед вождями эздеков, могущих влиять на рабочих, до эздекских докладов в салоне, натянутая фальшь любезных улыбок в ответ на ливизну наших слов и обращения в переулках к нас бьющим тулупом. Невеселые сомнения обуревали, когда я шагал одиноко меж кресел зеленого моего кабинета, не зная, что делать с собой. Поднимались ропоты и на блока. В эти дни я себе самому заповедовал глядеть в корень разногласия с ним. Вдруг осенило. Надо бы сейчас ему написать все сказать, а почтово-телеграфная забастовка, которой конца не предвиделось. В Москве делать нечего, в Петербурге уже заседал рабочий совет депутатов, с которым считался и премьер Витте. Революция в действии билась на месте, совет виделся крепким. Совет рабочих депутатов возник в Петербурге в октябре 1995 года. Осенью 1995 года советы рабочих депутатов были организованы более чем в пятидесяти городах и рабочих поселках. Просвет последних дней концерты о Лениной Дальгейм и дружеские беседы за чаем в гостиной Дальгеймов, где интересно смешались эсэрствующие Варя Рукавишникова, сестра поэта, гологоловый потерявший волосы брат Николая Бердяева, Тарасевич, бактериолог, лишенный кафедры за левизну, его левая жена и ее сестра княгиня Кудашева, ее брат Стэнбок Фермор, привлекали родственницы певицы Тургеневы. Передо мной вырастает фигура сухой, худощавой, не то моложавой, не то летами почтенной, не то некрасивой, не то интересной дамы с короткими полуседыми подстриженными волосами, затянутой во все черное пристальными глазами, она расширится на вас, как будто вас пьет, и на слова отвечает понимающей, грациозной улыбкой, со встрясом волос и стреляет дымком папироски. Головной черный берет от этого встряха свисает на ухо. Словом, Софья Николаевна Тургенева, впоследствии Кампионе, урожденная Бакунина, дочь Николая Бакунина, очень мне нравилась. Мне нравились ее дочки Наташа и Ася, девочки шестнадцати и пятнадцати лет, по прозванию Ангелята, ими увлекались. Бамашу их называли Сережей и Старым Ангелом, в ней была смесь аристократизма с нигилизмом, ее кровь прорабатывала анархиста Мишеля Бакунина, его брат Розенкрейцера, Павла, Муравьева-Апостола, Муравьева-Вершителя, Муравьева-Амурского и Чернышовых, потомков Петра Великого, юная Наташа, кокетливо вводя углем усики, делала с вылитом отроком Петру. Софья Николаевна интриговала способностью на какое угодно безумие, самопожертвование, на просто гав, гав, промах, неловкость, неуместный поступок, розгрыш. Нравилось сочетание острого ума со встряхом полуседых волос, седлой в волосах, при бесе в ребре, гордилась она. Она только что разошла с разорившимся помещиком Алексеем Николаевичем Тургеневым, племянником писателя. Алексей Николаевич Тургенев был сыном двоюродного брата Иван Сергеевича Тургенева Николая Петровича. И в нем взыграли предки-декабристы. Он произнес на сельскохозяйственном съезде эсэрскую речь. Полиция точила на него зубы, скоро в его квартире стали приготовлять бомбы, которые раз в фартуке протащили мимо шпиков нянюшка Ариша и третья дочурка Таня. Тургенев умер от разрыва сердца спасшего его от каторги. Полиция, явившаяся его арестовать, наткнулась на них. Семейство Тургеневых отметилось остротой тонкого вкуса и наследственным бунтарством. Девочки эпатировали буржуа, хотя глазки Наташи серафически расширялись, однако она уже задумывалась над проблемой Раскольникова. Убить или не убить? Одновременно читала святую Терезу и ангела Селесского, нравились миндалевидные безбровые глаза Аси, в ее улыбки слила с Джаконда с младенцем. Дальгеймы, Тургеневы, Тарасевичи виделись в эти дни мне коммунной и к ним тянуло. Не раз сказала, зачем в Петербург ходить к Дальгеймам, прислушиваться к пению о Лениной и упокаивать взор на копиях с Боттичелли, с Филиппо Липпи, на Наташе и Аси. Раз стоял над Москвой рекой. Закат злой, золотой леопард укусил сердце, оно заныло. Нет, ехать, ехать, билет взят в Петербург. Белый приехал в Петербург 1 декабря 1905 года. Глава 2 Петербургская драма Петербург Остановился я на углу Караванной, откуда писал Блоку. Жду его видеть у Палкина. После ссоры с Александрой Андреевной и письма КЛД не хотел ехать к Блоку. На углу Караванной имеется в виду меблированные комнаты Бельвю, Невский проспект, дом 64, дробь 11. 1 декабря 1905 года Белый писал Блоку, непременно буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов на Невском. Буду в главном зале. Долго сидел я в переосвещенном зале средь столиков, над которыми бренча мандолинами передергивала корпусами, затянутыми в атлас капелла красных усатых неаполитанцев. И вижу студент с высоко закинутой головой нащупывает кого-то за столиком Блоку. Блоку. Перед ним похудевшие в черном платье. ЛД пробирается нервной походкой, оба издали обласкали улыбкой. В протянутой руке Саша прочел объяснение факт приезда. Мы сели за столик, конфузия с друг друга, как дети, которым досталось. И стало смешно. Саша с юмором воспроизвел сцены в шахматове со взрывом испанских страстей. ЛД улыбнулась. Довольно играть в разбойников? Не было объяснений. Стесняло ЛД. И кроме того, Блок сумел точно тряпкой снимающей имел в этот вечер стереть все сомнения. Рисуя его, каким виделся он, без еще понимания, почему же в шахмате был он другим. А он вот он какой. Увы, скоро опять обернулся коварным. Пережитая в шахмате показалась химерою. ЛД встретилась с необыкновенным радушием. Александра Андреевна теперь называла меня просто Борей, доказывая «Мне де жить в Петербурге, Москва де не рвит, здесь де будет теплей». Все поглаживая по плечу, наклоняясь и глядя глазами в глаза, приговаривала с таким ласковым шептом «Как вам без нас обойтись, вы же наш?» Векетова, кублицкие блоки расспрашивали о Сереже с участием, думалось, летний приезд не в попад. Мне, кстати, вломились программы из собственных разговоров, произошло недоразумение на почве нервности всех, и его я, вернувшись в Москву, непременно Сереже рассею, а объяснение с блоком? В первоначальном варианте текста далее следовало. Не состоялось, падало. Жест поэта ко мне обращенный казалось, кричал, я ведь знающим ты, но ты видишь, стою перед тобою с объятием, и, стало быть, я уступаю, так о чем еще? Но здесь отступление, этот этап отношений с поэтом подам под вуалью, в него вмешаны лица, которых роль видится мне до сих пор отрицательной, нет, я не бросаю прямых обвинений, не зная тогдашних мотивов, создавших из блока врага требования себя объяснения эти лица отвергли. Да здравствует именуемая неизреченность. Судьба пошутила. В начале века я рассказал, как встал на дороге Брюсова. Не прошло и двух лет, как блок встал на моей дороге. Была в Петербурге дама. Назову ее Ща. Мне казалось, мы любили друг друга, часто встречались, она уговаривала меня переехать. Я ж был уверен, ее любит и блок. Перед Ща стояла дилемма, которая из двух. Я хотел сказать блоку, что может он меня уничтожить. Он может просить, чтобы брался с пути. Коли нет, то настанет момент, и он близок, когда уж я буду требовать от него, чтобы он не мешал. Вот с чем ехал. Ща таким образом белый обозначает любовь Дмитриевну блок, когда затрагивает историю своих личных отношений с нею. Уезжая из Шахматова в июне 1905 года Белый передал Любови Дмитриевне Блок письмо с признанием в любви. В ответ она писала «Я рада, что вы меня любите. Когда читала ваше письмо, было так тепло и серьезно. Любите меня, это хорошо, это одно я могу вам теперь сказать. Я не покину вас, часто буду думать о вас и призывать для вас всей моей силой тихие закаты». 12 августа 1905 года Любовь Дмитриевна Блок писала Белому «Я вас не забываю и очень хочу, как и все мы, чтобы вы приехали этой осенью в Петербург». Свидетельств проявления более глубоких чувств ее письма к Белому, предшествовавшие его декабрьскому приезду в Петербург, не содержит. Объятия поэта, открывшие мне роковой Петербург, означали одно — Боря, я устранился. Я этот жест принял как жертву. Взрывом взвинченной благодарности на него отвечал, а ревнивая подозрительность, что неправильно мною понят жест Блока отсюда. Зинаида Гиппиус моя конфидентка в те дни мне обнушает доверие, прибирая этим к рукам. Она укрепляет во мне убеждение, что я для ща и что ща для меня. Разговор с Зинаиду Гиппиус с посещения ща и простертые братски мне руки немого поэта причины, почему иные поступки мои в эти дни диковаты, ясны, Блок ща, ведь последняя, не объяснившая себя, меня вынудила скоро думать, что изнанка ее обходительности эксперимент похоти, сострадание, любопытство к мушийному туловищу с оторванной головой, чистота, спесь и поза комедиантки, взывание ж к долгу безнравственности. Когда Блок разрешился позднее прямым словом о ща, то упал повод к вражде с ним. В годах восстанавливались человеческие отношения. А достаточно активной позицией занятой Зинаидой Гиппиус в отношении личных коллизий между Белым и любовью Блок свидетельствует ее позднейшее письмо от 25 декабря 1906 года к любови Блок. Я думаю и давным-давно думала все время это знала с тех пор, как видела близко ваши глаза, что вы никогда не сможете сказать себе, понять в себе, любите ли вы Борю или нет, пока или да или нет не воплотятся реально, то есть пока вы не воплотите того или другого по вере честной в да или в нет. У меня точно две правды, две любви боролись в душе, и я чувствовал, что хочу обе, а они ели одна другую. Если не было у вас этого, значит, я не угадываю еще вас. Поймите, мы никогда никакой истины любви не изменяем, мы лишь часто не узнаем ее природы, ее цвета, и пытаемся втиснуть ее не туда, где для нее святое место, а на чужое, на другую любовь, и тогда одна из них выедает другую, и мы бедны, мы во лжи. Если б вы поверили в свою любовь к Боре и дали ей ее несомненное место в вашей душе, вы сохранили бы обе полностью и святостью только тогда. Нам часто кажется, что мы новой любви отдаем все без остатка, когда говорим ей реальное да, совершаем поступки, как бы жизнь отдаем, и тем изменяем прежнему это неправда. Истинное, нужное в прежнем бессмертно. Мы лишь в данный момент оборачиваем весь свет на эту новую сторону души, все внимание, потому что ведь тут рождается. Не убивайте ничего, что хочет родиться, ищет воплотиться, вот убивая новое, легко убить и старое, а всякая причиненная смерть приносит смерть и тому, кто ее совершает, рано или поздно, так или иначе. Я так верю в вас, что Боре говорю всегда одно, чтобы он ехал к вам, ясный и сильный, и с последней простотой спросил бы вас о вашей вере. Верите ли, что любите его? Да, или верите, что не любите? Нет, будьте с ним как с равным, не жалейте его, но и себя не жалейте. Раз только Блок в эти дни объяснился со мной, посвятивши в туманы нечаянной радости, он взял меня за руку. Мне, Боря, надо тебе показать кое-что без мамы и, пожалуй, без Любы. Из оранжевой столовой Кублицких увел в уединение сизого своего кабинета, меня усадил на диван и сел рядом, поставив фрой сбивчивых образов. Они, где касаются его жизненной сущности, и они, где связались с пахнущей лиловую фиалку, цвет ему заменил категорию. Красное, желтое, лиловое, это значит идеализм, материализм, пессимизм. Прикасаясь к руке, он приблизил свои голубые глаза, расширяясь доверием. Цветок пахнет душно, лиловый такой и ночной. И он спрашивал, что значит вот этот лиловый оттенок среди прочих, с отливами в аметистый и в пурпур, но синеватый тяжелый оттенок связался мне с врубелем. Цветок врастая, вел блока в лилово-зеленые сумерки ночи. Поэт в пояснении своих ощущений прочел мне наброски поэма «Ночная фиалка» о том, как она разливает свой сладкий дурман. Удручил образ сонного и обросшего мохом рыцаря, перед которым ставила кружку пива девица со старообразным и некрасивым лицом. В генеалогии блока она есть прекрасная дама, перелицованная в служанку пивной, подобной бани с пауками. Бред Достоевского. Позднее служанка в поэзии блока выходит на Невский проспект, предлагая услуги ночным проходимцам. В печати указывал я, что из розы здесь вылезла гусеница с корлупчатой насекомой идиотом. Блока же силился я прочесть без идей, только в логике ощущений, повеял таким душным угаром, в чем я и признался ему. Он сказал мне в ответ, так что ж, хорошо. Он вполне отдался уже субъективным эмоциям, превращая обстание в материалах комедия де лярте, комедии масок. ЛД явно мечтала о сцене. Блоки слушали Вагнера, еженедельно у них собиралась молодежь, все поэтики и музыканты. У них я встречал юного говоруна со взъерошенными махрами. Студентик, махая руками, кричал за столом, со мной спорил о физике. Скоро ж Блок показал мне стихи, изумевшие яркостью, автором их казался студентик, так я встретился с Городецким. Здесь помню и Пяста и Евгения Палча Иванова, оба студенты. Евгений Палча Иванов 1879-1942 годы литератор ближайший друг Александра Блока Иванов меня поразил ярким цветом бородки, махрами, веснушками. Иванова Блок очень чтил. Он совсем удивительный, сильный, спроси-ка его, он все тебе скажет, придет и рассудит, спроси-ка. Иванов и Пяст друзья Блока, на похоронах его. Евгений Палча Иванов подошел ко мне и, взмахнувши рукой, стер слезу со щеки рукавом. Ушел. Мы остались тут догнивать. Соединение веселой легкости с лаской было лишь аванс-сценою, на которую влек меня Блок, а не фон отношений. Последней жуть, крадущейся катастрофы, грозящей нам с ним. Но на попытке коснуться ее Блок как бы говорил, переезжай в Петербург, тогда выясним. А улыбкой своей договаривал, будем играть, и когда игра выразится, то ее примем мы. Мережковские мне не раз повторяли. Блок развел дикоденщину, а вы, Боря, с идеями, вам с ним не путь, вам путь с нами. Но путь с Мережковскими в этом теперь убедился не путь. В первоначальном варианте текста было, и я выдумал предлог к переезду сюда. Старик Радлов пишет к людям, могущим дать место преподавателю. Это было одним из безумий моих, было много их, и подчеркивали Мережковские, мне не раз повторяли. У Богомудров Мережковских я был тотчас же по приезде, и по примеру прошлого года был ими перетащен в уже неинтересующий быт. Мне выцвел он. Я удивлялся холодному любопытству к происходящему, и выхолощиванию из него бескровных идеек, с которыми носились, как с динамитом. Оговариваюсь. Мережковский, пожалуй, еще с большим усердием нарыкивал революционные лозунги, публицистически овладев своей темой и выявив всю ее уродливость для меня в спорах здесь собирающимися людьми, о том, от какого радикального попа сколько процентов церковности нужно вспрыснуть папствующему радикалу, чтобы он умел взмахивать, как знаменем революционным крестом. Революция все же, кое-как зацепившая этих людей год назад, теперь ими виделось даже не из окон, которым подставлялась спина. Протопопик нового сознания Мережковский, делатель литературных бомб, издаваемых пирожковым, взрывал не страшных и дряхлолетних епископов. Места последних уже занимали Зинаида Гиппиус, благословляющая лорнеткой и миропомазающей перчатку и Дмитрий Владимирович философов. Он наталкивался на Булгакова, стоящего не застоль благовонное Миро. Кандидатами последнего стали Свенцицкий и Эрн, руководители братства борьбы православия с православием. Сравни дневниковую запись Евгения Павловича Иванова о посещении квартиры Мережковских 2 декабря 1905 года. Вдруг пришел домой неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и привел Борю Бугаева. Зина, посмотри, я его на улице нашел. Он встретил где-то на Литейном Бориса Николаевича и сдащил домой. Белый тогда же переселился к Мережковским. В этой компании я обиженный за рабочий вопрос, все еще существующий вне Нового Иерусалима, сошедшего с небеси, пока еще только в Красной Гостиной и именно перед Казеткой, с которой епископес со себе притирала к руке туберозу Лубен, выпуская из крашенных губ благодать папироски, обиженный. Я становился заядлым арксистом, но мне доставалось от встряха бердяевского кудря и от тиком высунутого языка, которые аргументировали ненужность, праздность и немодность подобных вопросов после того, как Николай Бердяев все это преодолел в последней статье, и потому кричащий факт всеобщей забастовки, явление запоздалое, ставшее, он проповедовал лишь становление здесь разрешаемой антиномии, меж пока не молящимися, и поэтому грешным святейшим политиком Струве, еще не кадетствующим, но молитву уже святым протопопом, он разрешал антиномию тем, что Николай Бердяев, придя к молитве и к Струве, центральная ось, через которую бегут токи мирового переворота, антиномию коллегии почтенных людей разрешал весь месяц, а Мережковский кричал, Боря, вы такой, каким мы вас знаем, как можете вы увлекаться марксистской схоластикой, сдобренной неживым кантианством? О своих идейных интересах осенью 1905 года Белый вспоминает. Прочитываю десятками брошюры, выпускаемые эздеками, эсерами и анархистами. Это чтение, вмененное себе в обязанность, продолжается до отъезда за границу в 1906 году. Определяется точно, что моя ориентация эздекская. Экономический материализм как метод оформления и кантианское оформление марксизма мне ясны. Я не мог доказать, как не силился, что и рабочий вопрос, и теория знания не увлечение на стране, а проблема в сложности, которой запутался и не я, а культуру. Темпераментней, но уже других мне казался Булгаков, хватавшийся за черную бороду, поджимавший губы цвета Владимирской вишни и устремлявший в кончик стола глаза цвета тоже Владимирской вишни. Булгаков Сергей Николаевич, 1871-1944 годы, философ, богослов, экономист, критик, публицист. Скоро я замолчал, сославшись на зубные боли, весьма донимавшие целый месяц. Был же горько разочарован не только в круге интересов всех меня окружавших. В Москве пережили мы сердцем октябрьские дни. Как ни барахтались в трудностях найти себе дело, как ни был комичен Петровский, схватившийся за железную жерть против пушек, как ни был комичен Сухарь-Киселев, пригласивший нас к минной деятельности, а все же в наших жестах изживался порыв, прохвативший насквозь. Ведь неспроста Пигит в свое время мечтал бросить нас, аргонавтов, на первую баррикаду. За этот порыв, пусть наивно пережитой, и хватался я, как за сердцу близкую память при созерцании этого организованного безделья передовых общественников. Почему уж меня спросят торчал я здесь? Я ждал окончания ежедневного голдежа, чтобы после него при камине всю ночь напролет посвящать сестер Гиппиус. Во всю сложность создавшего соположения между ща, блоком, мною, сочувствие, пусть показное, меня ободрило. Всему прочему, лишь механически я подчинялся, постольку, поскольку, и хаживал к Мережковским, к Розанову, к Бердяеву, к Вячеславу Иванову, салон которого уже распухал. Чулков, Мерхольд, Бакст, Ремезов Передо мной вырастают Чулков, Мерхольд, Бакст, Ремезов. Георгий Иван Чулков очень нравился, он бросался на все точки зрения, и через них перемахивал, но от этих спортивных занятий прихрамывал он то на правую, то на левую ногу. Сравни запись Белого о пребывании в Петербурге в декабре 1995 года. К этому времени относится краткая моя попытка ближе сойти с Чулковым. Еще в прошлый приезд его образ связался с влетанием в комнату. Дверь распахнулась, влетел Чулков с дыбом взбитыми волосами, худой в пологруды и бледный поднявший сквозняк. Резолюции, протоколы, бумажки взвитые уносятся в вентилятор. Георгий Иванович, присевший, стучит двумя пальцами на мимеографе, и от него из редакции «Вопросы в жизни» несется он с пачкой листков или размноженного протеста, торчащего из его фалды с платком носовым, сюртучок его узенький с короткими рукавами. Георгий Иванович босит трубно в нос, оклок волос пляшет, махает рукой, набосив, намахавшись, настукивает он с изного на мимеографе. Мимеограф аппарат для получения незначительного количества оттисков с текста, подобия гектографа. В петербургском журнале «Вопросы жизни», выходившем в 1995 году, Чулков руководил литературно-критическим отделом. Он всегда оголтелый, и это от всех преодоленных позиций. Недоумение в его широко открытых глазах, рот полуоткрыт, через что перемахивать, когда все уже вымахано махать в бездну. В такие минуты истина Зевесова, многохохлатая голова его со взбитыми в щеки кольцами густой бороды, кольц брить бороду, напоминает голову мистера Дика. Давид Копперфильд, особенно, когда он влетит в Идефикс, мистер Дик не умеет изъяснять короля Карла Первого из своих мемуаров, которые в образе бумажных змеев летают затем под небом. Имеется в виду эпизоды из главы четырнадцатой романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда». Георгий Иванович страдает настойчивым зудом, поспеть первым куда бы то ни было. Быв в ссылке с Дзержинским, партийцев своих обогнав, он бросается перегонять декадентов, и в этих усилиях он припирается к религиозным философам. Его застаю уже на другом перегоне, когда, перегнав Мережковских, избив с ног Булгакова, на которого он налетел, локтем трахнув под бок Анну Шмидт на бегу, догонял он Иванова Вячеслава, чтобы вместе с ним броситься к Блоку, его обгонять в манифесте от имени мистических анархистов. Он им известил Мерхольда Иванова Блока, что, собственно, есть Мерхольд Блок Иванов. Будучи студентом Московского университета, Чулков, как политический преступник, был в 1902 году сослан в Сибирь, Якутию. С Феликсом Дзержинским он встретился в Александровской центральной тюрьме и вместе с ним был отправлен этапом на Лену. Меня же влек пафос его, влекла истинно героическая попытка, заранее обреченная на неудачу, сдуть пламя из еле тлеющего пепелища вопросов жизни. Бывало, он выстрелит перед собой свою руку, встопыривши пальцы, и это подобие лапы орлиной качает он в воздухе, целясь глазами в ладонь и ее наполняя, как чашу, своими словами, но вдруг от нее, оторвавшись с глазами, хватается за покрытые холодно-испаренный лоб, удивляясь тому, что из слов его вытекло вовсе не то, что втекло, втек схематизм Мережковского, вытекло же козлиное игрище с Вячеславом Ивановым. Носом пыхтит, оговаривается, и, не зная, как справиться со всеми точками зрения, их изживает, стоустым он воплем в изнеможении, бросаясь на стул. Отирает испарину и опрокидывает стакан вина себе в рот. Содержание ж слов остается таких под углом в девяносто градусов к себе самому, следовательно, не вытекает из так, как, так, как он следовал в ссылку, то прав Иванов и блок. Встает мне с Зевесовой головою, закинутую в анархию, с рукой, брошенной в мистику, с корпусом, обращенным к левейшим заскокам левейших течений в искусстве, и все ж меня тянет к нему, он весь подлинный, искренний, истинно Прометеев пыл, а не пыль. Ставлю я образ молодого Чулкова, Чулкова, в бороде еще не врага, когда ж он сбрил бороду, из парикмахерской вышел страдающий молодой человек с синевой под глазами и заостренным, очень бледным ликом больного Пьеро. В эти годы ему я приписывал множество злодеяний. От этого приписания позднее хватался за голову, восклицая по адресу себя самого с больной головы да на здоровую. Я имел основание быть недовольным Ивановым блоком. Откуда ж следует, что Чулков виноват. Белый имеет в виду свои полемические статьи 1907 года, печатавшиеся главным образом в весах и направленные на развенчание мистического анархизма. Статьи изобиловали резкими, а порой и оскорбительными выпадами по адресу Чулкова. Еще позднее Георгий Иванович уже седогривый, уравновесившийся почтенный, умный, талантливый литературовед, труды которого чту. И этот Георгий Иванович прекрасно простил мне мои окаянства. Это примирение состоялось в середине 1920-х годов, сравнив письмо Чулкова к Белому от 2 марта 1925-го года. Я очень чувствую внутреннюю необходимость общения с вами. В наши дни, когда разрушены каноны культурной жизни и нет связи и сообщений между странами, надо искать пути иных. За отсутствием литературы приходится искать непосредственных встреч, иногда существенно необходимых. Но ни врага, ни почтенного деятеля, вспоминаю на этих страницах, а молодого Чулкова к нему стал захаживать в этот период, чтобы делиться с ним мыслями и беседовать с Н.Г. с супругой его, тихой, строгой, встречавшей сердечной задумью. У него-то я и столкнулся с Всеволдом Мильчем Мерхольдом, только что разорвавшим с художественниками и оказавшимся в Питере. Подразумевается неудача с организацией под руководством Мерхольда театра студии на Поварской улице, филиального отделения Московского художественного театра. 21 декабря 1905 года Мерхольд извещал Виригину «Сегодня приехал в Петербург, имею в виду здесь устроить то, что не удалось сделать в Москве». Последнего конечно я знал будучи гимназистом по сцене. Брала его талантливая игра в «Чайке», в «Трех сестрах», в «Одиноких». В 1898-1902 годах Мерхольд состоял в труппе Московского художественного театра. Сыграл за это время 18 ролей, в том числе в пьесах Чехова «Чайка», «Треплев», «Три сестры», Тузенбах и в драме Гауптмана «Одинокий», Йоганес Фокерат. Я только что в Москве посетил его студию молодежи, ютившуюся на поварской. Мерхольд предложил мне беседу о новом театре. Художественники драли нос перед нами весовцами, смыкаясь группой знаний. Мерхольд рвал бесповоротно и круто с театром недавно передовым. Он сознательно шел к бунтарям. К смятению театралов впервые серьезный театр подошел к символистам не моды ради из убеждения. Селт Мильч заживает конкретно во мне в небогатой предметами комнате, стол и несколько стульев на гладкой серо-синеватой стене. Из этого фона изогнутой локтями рук Мерхольд выступает мне той уже серую пиджачную парой, а может выиграла сона в этот фон из более позднего времени. Он слишком сух, слишком худ, необычайно высок, угловат. В темно-серую кожу лица со всосанными щеками всунут нос, точно палец в туго стягивающую перчатку. Лоб покат, губы тонкие, сухо припрятаны носом, которого назначение, подобно носу борзою, нюхать нужнейшее и разразиться чихом, сметающим все паутинки с театром. Сперва мне казалось, из всех органов чувств доминировал нюх носа, бросившегося вперед пред ушами, глазами, губами и давшего великолепно рельеф профилю головы с точно прижатыми к черепу ушами. Недаром же Эллис прозвал Мейерхольда, его оценив нос на цыпочках. Позднее я понял, не нюх, зрение столь же тонкое, осязание столь же тонкое, вкус столь же тонкий, подлинно доминировало внутренний слух, не к черепу прижатое ухо, исшедший из органов равновесия, управляющих движением конечностей, мускулами глаз и уха, он связывал в Мейерхольде умение владеть ритмами телодвижений с умением выслушать голосовой нюанс этой вот перед ним развиваемой мысли. Во всем ритмичной он обрывал на полусловие экспрессию телодвижений своих и взвешивал в воздухе собственный жест, как пальто на гвоздь вешалки, делая стойку и слушая. Напряженные мускулы сдерживали буря движений, не дрожало лицо, с легким посапом придрагивал только нос, выслушав, он чихал шуткой, посмеивался каким-то чихающим смехом, поморщиваясь, потряхивая головой и бросая в лицо скульптуру преувеличенных экспрессий жестов. Мерхольд говорил словом вынутым из тела движения, измотания на ус всего виденного, выпрок его постановок, идей и проектов, силы их в потенциальной энергии обмозгования без единого слова. Не нюх, а же в текущей интуиции мысли, опередившие слова. У Челкова слова пароходище, пыхтящие колесами, выволакивающие на буксире от него отставшую лодочку, жест Мерхольда, моторная лодка, срывающаяся с места. Баржи идей. Он хватается за лоб, нога вперед, спиной к полу, а нос в потолок, то жердью руки, носом в пол, как рапирой металл в собеседника, скачив и выгибая спину, он являл собою от пят до кончика носа вопросительный знак, поставленный над всеми догмами, во всем усомнят, что пуститься по комнате шаг-пауза, шаг-пауза, с разрешением по-своему всех вопросов, вот так и устроим. Руки в карманы, носом в столовую пепельницу, шаг-пауза, хватит рукой пепельницу, что это такое? И пепельницу к носу, повертывает у носа, ее бы на сцену, он взгорбе с морщиной лба рассекал пополам все рутины, так, взгляд на нас, стойко вынюхивание наших мыслей об этом. Я помню, что начал он нам объяснять, как надо прогонять по сцене толпу, вскакивая, полуприседая, на стуле с подгибом ноги под себя. Вы же все забываете, что когда пьете чай в окне, тот этот идет, идут, следует тексту автора, а автор забыл посмотреть, что происходит за окнами. За окнами улица вскочил и выбросил руки вперед и назад. Там идут, вздернул плечи, шаг-два и пауза и поворот носа из-за спины, один, другой, третий за окнами идут, понимаете, и шаг в угол, и поворот к нам, и шаг из угла. Они пошли и ходят, и мы за ним. Вот это и надо показывать, ведь покажем, а трепок по спине чихает шуткой сухой и длинной. Мне памятна встреча с ним у Челкова, с которым уже имели беседы о новом театре. Вячеслав Иванов указывал этот новый театр щепака театром провязаций. Скоро я возил Иванова к блоку иметь разговор о таком театре. Иванов впоследствии привел к блоку Челкова, который свел последнего Смерхольдом. Скоро всерьез говорили о новом театре. Он возник через год. Театр Комиссаржевской с Мерхольдом во главе. Работа Мерхольда в Петербургском театре Вера Федорно Комиссаржевской на Офицерской улице началась в августе 1906 года. Рыжиусый, румяный, умеренный умница Бакст был противоположный Счелкова и Мерхольда. Он отказался меня писать просто. Ему нужно было, чтобы я был оживлен до экстаза. Этот экстаз хотел он приколоть как бабочку булавкую к своему полотну. Для этого он с собой приводил из мира искусств пронырливого Нувеля, съевшего десять собак по части умения оживлять, прикладыванием вопросов искусства как скальпеля к обнаженному нерву. Для оживления сажался Гиппиус, от этого я начинал страдать до раскрытия зубного нерва, хватаясь за щеку, лицо оживлялось гримасами орангутанга, гримасами боли, а хищный тигр Бакст вспыхивая глазами, подкрадывался к ним, схватывая за кисть. После каждого сеанса я вносил ощущение, Бакст сломал челюсть, так я и вышел, со сломанной челюстью, мое позорище, по Баксту шедевр. Позднее вывесили на выставке мир искусства, и Сергей Яблановский из русского слова вскричал «Стоит взглянуть на портрет, чтобы понять, что за птица Андрей Белый». Портрет кричал о том, что я декадент, хорошо, что он скоро куда-то канул. Вторая, более известная репродукция меня Бакстом агитировала за то, что я не нервно больной, а усатый мужчина. Бакст, настоящий фамилия Розенберг, Лев Самойлович, 1866-1924 годы, живописец, график, театральный художник, член мира искусства. 19 декабря 1905 года Лев Бакст писал Бенуа о Белом. Я набросал на днях его портрет цветными карандашами. 4 марта 1906 года Белый сообщал матери из Петербурга. С завтрашнего дня меня опять пишет Бакство весь рост для золотого руна. Этот портрет был помещен в золотом руне 1907 год номер первый, а также в издании между двух революций 1934 между страницами 1964 и 1965 Однажды, войдя в гостиную Мережковских, увидел я, полуприсев в воздухе, улыбалась мне, довольно высокая и очень широкая, светловолосая, голубоглазая и гладко лицей дама, с головой, показавшейся очень огромной, с глазами тоже очень огромными. И тут же я понял, она не стояла, сидела на диване, а когда встала, то оказалась очень высокой, а недовольно высокой, и только довольно широкой, а не очень широкой, это была Серафима, Павла, Ремезова, супруга писателя. Рядом с ней сидел ее муж с короткими ножками, едва достающими до пола, с туловищем ребенка в коричневом пиджачке, переломленном огромной сутулиной, с которой спадал темный плед. Огромная в спину вдавленная голова, прижатая подбородком к крахмалу, являла собой сплошной лоб, ледящий морщинами, да до ужаса вставшие космы. Смятая под ним предата кличика являла б застывшее выражение ужаса, если б не глазок. Выскочив над очком, он лукавил, на щенок был пуговка, кривились губки под понуро висящими вниз усами туранца, бородка клинушком, щеки выбриты, обнищавший туранец, некогда торговец ковров, явившийся из песков гоби, шаманствовать по квартирам, вот первое впечатление. Гиппиус рукой слорнетку и соединил нас в воздухе. Боря Алексей Михайлович Алексей Михайлович Боря Ремезов встал с дивана и, приговаривая, засеменил на меня. Он выставил руку, совсем неожиданно сделав козу из пальцев. Вот она, коза, коза, но, подойдя, он серьезно и строго мне подал холодную лапку. Алексей Ремезов и, встав на цыпочки, под подбородок блеснул очком. А я-то уж вот как вас знаю. С тех пор автор романа «Прут» высунут мне из-за каждой спины каждого посетителя журфиксов Розанова, Бердяева, Вячеслава Иванова. Вот Бердяев, сотрясаясь стиком, обрывает речи и жадно хватает воздух дрожащими пальцами. Ремезов выстрес из-за него мне облистает очком и делает козу. А вот он сутуленький, маленький, в том же свисающем с плеча пледике, ему холодно, выбравший жертву великолепно главого Вячеслава Иванова, таскается за Ивановской фалдой, куда тот, туда этот пальцем показывает на фалду «О, Вячеслава Ивановича нос в табаке! О, Вячеслава Ивановича нос в табаке!» Это тонкий намек на какое-то толстое обстоятельство. Эки воки смешочки писателя, взявшего на себя, в этом обществе роли Эзопа всегда не случайны, не то безобидны, не то очень злы, и сам он не то добренький, не то злой, не то прост, не то хитрые бести. Он ко мне пристает, и я жалуюсь на него Гиппиус, да меня успокаивать. Что вы, Боря, Алексей Михайлович, да это умнейший, честнейший, серьезнейший человек, видящий насквозь каждого, коли он юродит, так из ума. Что вынес он в заточении? К нему привязался садист-жандарм, за что-то взвесившийся, он насильно гнал Ремезова из камеры, заставляя, будто бы свободно прогуливаться по городу, а товарищи по заключению удивлялись, Ремезов на свободе. Жандарм даже таскал его насильно с собой в театр, и перед всем городом оказывал ему знаки внимания, все для того, чтобы прошел слух, Ремезов провокатор. А тяжелое детство, вечная нищета, это тень пережитого в больном юродничине, это маска боли его. Когда ближе узнал я большого писателя, впервые же, прочитав и первые строчки, встретив со вздрогом, то я его оценил и человечески полюбил. Не раз придется мне говорить о нем, если я подаю на этих страницах шарж, в этом повинны мои тогдашние восприятия и та атмосфера, в которой мы встретились. Роман Ремезова «Пруд» был напечатан в ранней редакции «Вопросы жизни», 1905 год, номер 4, 5 и 10, 11. На его отдельное издание «Белый» откликнулся рецензией «Весы», 1907 год, номер 12. Николай Бердяев и Ремезов были близкими друзьями с 1902 года, когда они встретились в Вологодской колонии политических ссыльных. Что касается дослов у Вячеслава Ивановича «Нос в табаке», видимо, подразумевается намек на сюжет, реализованный Ремезовым в фривольной сказке «Что есть табак?» Книжка Ремезова «Что есть табак?» Гоносиева повесть «Санкт-Петербург» 1908 год была выпущена в свет без обозначения типографии с рисунками Сомова тиражом 25 экземпляров. 18 ноября 1896 года Ремезов был арестован в Москве как агитатор на студенческой демонстрации, подвергнут полуторамесячному одиночному заключению и выслан в Пензенскую губернию на два года под гласным надзор полиции. В Пензе вновь арестован начало марта 1898 года за хранение и распространение запрещенной литературы и после полутора лет следствия выслан в административном порядке на три года в Усть-Сысольск. В дни восстания Серафима Павловна Ремезова дружила с Гиппиус. От нее и услышал Савенков, глава боевых эсеров, руководил бомбой Каляева. Голова его оценена, а он живет в Питере, тайно посещая Ремезовых и жалуясь им на галлюцинацию. Тень Каляева где являлась к нему. Его мучает скепсис, и он не верит в свой путь. Увлекаясь творениями Мережковского, он ищет религии, могущие ему оправдать терроризм. Из слов Ремезовой Савенков конца 1905 года рисуется так, как мной изображен террорист. Смотри, Роман Петербург. Ремезова передала ему разговор о нем, и он хотел бы тайно явиться к Дмитрию Мережковскому. Воображение Гиппиус разыгралось, но Мережковский, пугаясь полиции и держа курс на струве, этого не допускал, углубляя дебат. Убить нужно, а нельзя. Нельзя, а нужно. Ремезов сблизился с Савенковым в Вологде, где они оба отбывали ссылку в 1902-1903 годах. Характеристики Савенкова посвящена глава в книге Ремезова и Верень. «Ща», отделив от Москвы, мне внедрило жить в Петербурге, где уже разлаживались мои отношения с Мережковскими. С неинтересом они отнеслись к аресту рабочих депутатов, мои негодующие слова били в ваты набитые уши головных визанеров. Имеется в виду арест Петербургского Совета рабочих депутатов 3 декабря 1905 года. В ответ на это 5 декабря конференция московских большевиков постановила объявить 7 декабря всеобщую стачку и перевести ее в вооруженное восстание. Стачка переросла в восстание 9 декабря, 10-11 декабря баррикады возникли во всех районах Москвы. Была объявлена всеобщая забастовка. Она сорвалась. Ответ гром восстания. Из Москвы, куда путь был отрезан, пришлось выжидать, питаясь смутными слухами. Это безумие, приезжал Мережковский. Первый свидетель московских событий Владимиров, кое-как выбравшийся из Москвы, нашел меня в красной гостиной. Поняв тон обсуждения событий, он сразу же переменился в лице и выявил меня в переменный блеск вывесок, под которыми текла река, перьев, пудрую пахнущих лиц, козырьков и бобровых воротников. Угол блещущий палкин сюда. Тот же лепной тяжеловатый сияющий зал, переполненный столиками, за которыми сидели гвардейские скантам мундиры, серебряные аксельбанты, лысины, красные лампасы, губоцветные дамы развивали со шляп брызжущие кометы, не перья. Вон серебряная ведерко, а вон фрак лакея, пестры звуков и слов, но ни звука о том, что в пожаром объятую пресню летают снаряды. Над этим бедламом с эстрады простерлась рука все того же красного неаполитанца, бархатистому тремоло внимал, распуская слюну генерал. Неаполитанец вращал грациозно и задом и талии десять таких же, как он, молодцов, десятью мандолинами стрекотали в спину ему. Владимиров схватился рукой за лоб. Нет, слишком. В эту минуту сжигаются баррикады, через которые только что лазали мы, у меня в глазах красные пятна, чего эти черти кривляются. Он рассказывал, между нашими домами в Москве, оба жили мы на Арбате, я около денежного, он около Никольского, выросло до семи баррикад. Арбат в один день ощетинился ими. Все строили их. Сестры, я, Малафей, втащили то, что каждый мог. Дружинники кто с ящиком, кто с доской перегораживать улицу. Завязывали знакомства и дружбы, на баррикады ходили в гости, Арбат был восставшим районом дня два, а потом началось. Вдоль Арбата забухало, появились драгуны, над баррикадами взвился огонь. Квартиранты прятались в задних комнатах, драгуны с ружьями, упертыми, в бока, дулом, в окна, проезжая, вглядывались, нет ли в окне головы, и мерещились всюду дружинники, которые стреляли из-за заборов сквозных дворов. Теперь кончено, вчера заревающе стояло над пресней, патрули гнали кучки к реке, там расстреливали, лед покрыт трупами. Не знали мы о карательном поезде мина. Отряд под командованием полковника Мина, подавлявшей московское восстание, в ходе уличных боев 17-19 декабря было убито более тысячи человек. А мама, я был у вас, на углу убили газетчика, из вашего подъезда ранена дама, ваших в квартире нет. Тремола неаполитанца с закрученными усами нам била в уши, рукоплесменты, ему подбежавший лакей поднес рюмку, неаполитанец, принявший рюмку, ответил игривый поклон генералу ее пославшему, лицо генерала слюня восклабилось, видимо, гомосексуалист. Мы вышли. Те же крашеные проститутки с угла литейного, простясь, с другом спешу поделиться известиями с красной гостиной, там те же речи о струве и о митинге освященном Пепу. На другой день, уезжая в Москву, отдаю отчему блока отцовский бульдог, за нахождение которого платили жизнью. Белый возвратился в Москву в начале третьей декады декабря 1905 года. Москва Или на лицах ужас, телеграфные столбы свалены, сожжены, снег окрашен развеянным пеплом, с девяти вечера прохожих хватают патрули, бьют с отнятием кошелька и часов, иных же выводят в расход. Ограбили философа Фохта. Когда началась арбатская перепалка, у нас в квартире раздался резкий звонок, в передней стоял старик Танеев, качая вес рукой со шляпой, вставайте, одевайтесь, идемте за мной. Мать с теткой оказались на улице. Карабкайся, кряхтя Танеев, протягивая попеременно им руку, помогал Карабкц через препятствие баррикад. Он вывел их в тишь мертвого переулка, остановясь у подъезда собственного особнячка. Здесь вам будет спокойнее. Отсюда не выпустил пока бухали пушки. Невеселое Рождество. Еще господствовал террор, жители повылезали из квартир, реже разбойничали патрули и, наконец, исчезли. Долгое время торчали городовые с ружьем, примелькалась фигура в башлыке, опиравшаяся на штык у ночного костра, разведенного на перекрестке. До отъезда в Питер бывал я только у рядом живших Владимировых, где с друзьями переоценивали еще недавние вкусы, и против Достоевского пишу я статью, за которую обрушилось на меня негодование Мережковского. Перед отъездом в Питер кляксу и в сознание влеплен вечер в метрополе, устроенный Рябушинским по случаю выхода первого номера «Золотого руна», перевязанного золотой тесемочкой и выходившего на двух языках французском и русском, Рябушинский, редактор-издатель ненужного нам предприятия, нужного, впрочем, художником «Голубой розы», держал Соколова в заведующих литературным отделом. Последний едва уломал сотрудничать Брюсова и меня. Высокий, белокурый, с бородкой янки, с лицом передернутым тиком и похожим на розового, но уже издерганного поросенка. длинноногий. Рябушинский просунулся всюду, гордясь очень, что он приобрел плохую поэмку Дмитрия Мережковского и что Бальмонт ему покровительствовал. Бальмонт он во всем подражал. И розовый бутон розы всегда висел из петлицы его полосатого светло-желтого пиджака. Про него плели слухи, что будто бы он состоял в тайном обществе самоубийц, учрежденном сынками капиталистов, и устраивал оргии на могилах те, кто по жребию убивался. Был он в Австралии и отстреливался от дикарей его, едва не убивших. Сперва все пытался он печатать стихи, потом вдруг выставил с десяток своих кричавших полотен на выставке той же розы. Полотна были не слишком плохи, они являли собой фейерверки малиново-апельсинных и винно-желтых огней. Этот неврастейник, пьяница, умел истушеваться, шепеляво польстить, уступая место таланту. У него было и достаточно хитрости, чтобы симулировать интуицию поэта-художника и ею оправдать купецкое самодурство. Этим пленял он Бальмонта. В вопросах идеологии он выказывал непроходимую глупость, которую опять-таки умел он, где нужно, спрятать в карман, принюхиваясь к течениям и приседая на корточке то за Брюсова, то за Челкова и Блока, шепелявя им в тон, я тоже думаю так. Через год, раскусив все величие его беспринципности, я с Брюсовым ставлю ему ультиматум, после которого демонстративно мы отказались сотрудничать в его журнале. Тогда и раскрыл он объятие мистическим анархистам нам в пику. Позднее скандальные дебоши редактора с пустым ухлоп в нем деньжищ в никому не нужный журнал привели к опеке более практичных братцев над братцем мотом. Белый вновь уехал в Петербург в середине февраля 1906 года. Торжественный обед по поводу выхода в свет первого номера нового московского символистского журнала «Золотое руно» 1906 1909 состоялся 31 января 1906 года. Выставка картин «Голубая роза» открылась в Москве в марте 1907 года. Ее участники Кузнецов, Крымов, Матвеев, Сапунов, Сальян, Судейкин и другие были близки к редакции «Золотого руна» и их работы неоднократно репродуцировались в журнале. Сравни характеристику Ребушинского в мемуарах Бенуа. Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле «Черный лебедь» стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и настоящие афинские ночи. В той же вилле он держал на свободе, пугая тем соседей диких зверей. Сам Николай Палыч что-то по секрету пописывал и производил весьма малоталантливые картины в символическом или, как тогда говорили, декаденском роде. Наподобие Алкивиада он всячески бравировал филистерское благоразумие старосветской первопрестольной и швырял деньги охапками. Александр Бенуа мои воспоминания книга четвертая 1980 год Вечер, которым он объявился, меня ужаснул, ведь еще не дохлопали выстрелы, а зала метрополия огласила схлопанем пробок. Художники в обнимку с сынками миллионеров сразу перепелись среди груд хрусталей и золотоголовых бутылок. Я вынужденно лишил себя этого неаппетитного зрелища, поспешив удалиться, еще и потому, что известная художница, имевшая в Париже салон под влиянием винного возбуждения, неожиданно уселась ко мне на колени и не желала сходить. Ссадив ее, я бежал, а через день бежал в Питер. Иронически характеризуя банкет золотого руна в письме к Перцову от 2 февраля 1906 года, Брюсов замечал о белом на аргийном торжестве руна он был неподражаем. В венке из плюща обнимаясь и целуясь с мадемуазель Кругликовой, художницей из нового времени. Это было осуществлением всех дионисийских проповедей теоретика дионисийзма Вячеслава Иванова. Необъясниха Февраль-май Перепутаны внешние события жизни за эти четыре месяца Я мог бы их ввести в обратном порядке Сбиваюсь что, как, когда В Москве и в Петербурге и в Марте и в Майле Томчусь в Москву как ядро из жерла Томчусь бомбой несутся из Москвы Разорваться у запертых дверей Ща их насильно раскрыть для себя и дебатировать кого же Ща любит который из двух прочие пестрь из разговоров дебатов писания статей и рецензий или таскания в обществе своего сертука Будучи с детства натаскан на двойственность показывал отцу паеньку матери ребенка Кожусь оживленным веселым и светским таким каким меня мне в угоду вторично нарисовал Бакст мужем с усами с поднятой головой как с эстрады Изнанка же первый портрет Бакста перекривленное от боли лицо Показать боль убрать себя из гостиных навлечь любопытство знали что в Петербурге это значило разослать визитную карточку с надписью переживаю личную драму этого не хотел ради ща в скором времени ща и ряд лиц подчеркнули мне мое легкомыслие где все ни по чем что по чем сказала самоотравлением организма и операции эта болезнь бывает у стариков видевших много горя мне объяснил один доктор старику видевшему так много горя едва стукнуло двадцать шесть лет ближе стоявшие блоки не видели мои главные особенности рассеянный а видит говорит гладко а мимо во что вперен а то молчит слово велосипед на котором не падая лупит по жизни а ноги изранены портрет бакста напечатанный во втором номере золотого руна это чем я не был в те дни это защитный цвет непосвященные в историю не видели истории моих терзаний когда я подчеркнуто появлялся с блоком а тот ленился выдержать тон я тон выдерживал до момента не окончив последнего словесного велосипедного рейса я рухнул поднялось красное домино в черной маске с кинжалом в руке чтобы мстить за святыню в других и в себе образ этого домино следует за мной в больных годах моей жизни просовывается и в стихах и в романе образ красного домино отразился в стихотворениях белого маскарад 1908 год праздник также 1908 в летнем саду 1906 год входящих в раздел город книги пепел а также в романе петербург красное домино маскарадное облачение николая полонча облеухова сенатор сенаторский сын так безумствует в бреде переодевания и в бреде убийства как безумствовал я перед тем как улечься под нож хирурга в Париже куда я попал рикошетом ударившись о людей мне оставивших вину легкомысли когда страдали они где эти люди умевшие не страдать но капризничать отдались забавам козлиных игрищ в те именно дни когда из меня пролилось ведро крови не метафорической настоящей отравленной через головы всех читателей считаю нужным сказать это сплетницам исказившим суть моих отношений с Блоком позднее мой друг видный критик признался мне выслушав в свое время ходившие обо мне легенды почувствовал неприязнником мне которую перенес и в печать никто не понял что под коврами гостиных которые мы попирали уже видел из бездна в нее должен был пасть Блок или я я ведро не пролито еще крови прятал под сюртуком и болтая и дебатирую мой друг видный критик имеется ввиду Иванов разумник белый познакомился с ним в мае 1913 года в статье русская литература в 1908 году касаясь книг белого пепел и кубок метелей Иванов разумник писал этого поэта и публициста губит присущему гримасничанье он словечко в простоте не скажет все сужимкой и когда высказывает самую простую мысль то старается сказать так чтобы как можно умнее вышло претензии претензии его всегда шире исполнения что особенно ясно сказалось и в кубке метелей претенциозной и слабой книги в обзоре русская литература в 1912 году Иванов разумник также скептически отозвался о статьях белого в трудах и днях назвав их философствованием на малознакомой ему тем февраль март питер этого времени во мне жив как с трудом разбираемые наброски в блокнот вот безвкусица неуютного номера на углу караванной на столике чай из теневого угла торчит нос это блок слишком быстро он выпускает дымок папироски яслова охотливее чем нужно л.д. скучая зевает блок встает прохаживается садится отряхивает пепел отрезывает нет у нас в Петербурге не так я москвич москвичи не умеют повязывать галстук я ощущаю приезд мой вторжение в его личную жизнь сам же звал его рот отведал лимона не так и не то л.д. встала спать хочется вот я у блоков белые холодные стены с зелеными креслами с чистыми шкафчиками не рады что я в них сижу александра андреевна кутоис в шаль говорит о своих сердечных припадках займется дыхание и сделается все не так и не то здесь тоже не то а вот первое чтение балаганчика в той же гостиной стоят городецкий евгений иванов пяст я кто еще блок подходит к тому к другому с рукой подставляющий портсигар его защелкнув усаживается о нет не читать а истекать клюквенным соком истекает он вяло и в нос эда это издевка традиции приличного тона застегиваюсь и натягиваю как перчатку улыбку да да знаете с блоком ни слова это чтение балаганчика состоялось 25 февраля сравни запись евгения иванова сделанной в этот день я был вечером у блоков было собрание читали балаганчик последний пришел белый а вот везу блока к дмитрию сергеевичу мережковскому день золотая копель снег халва разрезаемой саночками блок как мертвое тело бобровая шапка на лоб нос нырнул в воротник рыжие розовые волосы белый гиппиус перевязаны алую ленточкой она в полуоборот лорнирует блока талия как у осы я сижу мешая щипцами сияющий жар блок в позе непонимающего каприза ночь глуха ночь не может понимать петуха заключительные строки стихотворения насмешница входящего в цикл снежная маска это его ответ на разговорную тему поднятую мережковским петуха ночное пение холод утро это мы зинаида николаевна ту же тему ты пойми мы ни здесь ни тут наше дело такое бездомное петухи поют поют но лицо небес еще темное молчание блока бесит не соглашайся оспаривай доказывай несостоятельность петушиного пени и быстрым движением выхватывай скамина щипцы взмахами в воздухе раскаленный кончик щипцов рисует красный зигзаг и я усовываю щипцы в багряна золотой жар петух мережковский старается а потухающий жар в пепельных пятнах не то в эти дни мы разгуливаем по Невскому с Динаиду и Гиппиус на ней короткая мехом верх шубка она лорнирует шляпы дам и парфюмерию в окнах мы покупаем фиалки и возвращаемся в красную комнату укладывать открытый сундук она бросает в него переплетенные книжечки дневники стихи чулки духи ленточки я сижу около мережковские едут в Париж отдыхать от прений пирожков уплатил пирожков издатель мережковского дмитрий сергеевич очень радостно шлепает туфли с помпоном перед нами он заложил за спину свою руку с сигарой бросающий запах корицы мне в нос он малюсенький щупленький зарастающий коричневым волосом вертит шейку и пучит глаза нам показывая свои белые зубы в Париже весна и здесь тоже но отправляясь на Варшавский вокзал он еще прячет голову в меха шубы боится простуды и только в купе надевает легкое пальтецо свалив шубу нам на руки Карташов Серафима Павловна Тата и НАТО тащит ее обратно на угол Литейного перед отъездом я покупал Пи-Пи-Факс для дорожного пользования Дмитрию Мережковскому это такая бумага которой значение по-моему всем известно в эти дни я на выставке мира и искусства набитой шуршащими дамами света и крахмальными чиновниками министерств тут и Паш с осиной талии золотым воротником подошедшая Ремезова локтем толкает под руку показывая глазами на смежный зал в проходе отдельный от всех заложив руки за спину кто-то бритый вперился в нас два сияющих глаза Ремезова же шепчет мне он он Савенков я опуская глаза прохожу таки смелость шпики снуют здесь скоро я везу стихи его в золотое руно соколов их не принял все мелочи меркнущие перед объяснением с ща с ней и с блоком выставка мира искусства экспонировалась в Петербурге с 24 февраля по 26 марта 1906 года в Екатериненском зале на Малой Конюшиной улице стихи Бориса Савенкова Белый получил от Ремезова ведь мы еще во время своего пребывания в Петербурге в декабре 1905 года поскольку уже 13 февраля 1906 года Соколов писал Ремезову на бланке золотого руна стихи Бориса С возвращаю они не пойдут объяснение в любви Белого и любови Дмитриевны блок состоялось 26 февраля В своих воспоминаниях и быль и небылица блоки о себе Любовь Дмитриевна пишет об этом Мы возвращались из дневного концерта оркестра графа Шереметьева с Парсифаля где были всей семьей и с Борей Саша ехал на санях с матерью я с Борей Давно я знала любовь его Давно кокетливо ее принимала и поддерживала не разбираясь в своих чувствах легко укладывая свою заинтересованность им в рамки братских модны было у Белого слова отношений но тут помню даже где на набережной за домиком Петра Великого на какую-то фразу я повернулась к нему лицом и остолбенела наши близко встретившиеся взгляды ведь это же тоже тоже отрава сладкая и с тех пор пошел кавардак я была взбудоражена не менее Бори не успевали мы остаться одни как никакой уже преграды не стояла между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев сравни воспоминания Белого о феврале 1906 года трудная ситуация создается с блоками ЛД блок влюбляется в меня я уже ясно сознаю что сильно люблю ее с 1905 года мы имеем с ней в конце этого месяца ряд объяснений я снимаюсь себе комнату на шпалерной ЛД бывает у меня ща признала что любит меня и блока а через день не любит меня и блока еще через день она любит его как сестра а меня по земному а через день все наоборот от этой сложности у меня ломается череп и перебалтываются мозги наконец ща любит меня одного если она позднее скажет обратно я должен бороться с ней ценой жизни ее и моей даю клятву ей что я разнесу все препятствия между нами или уничтожу себя с этим являюсь к блоку нам надо с тобой поговорить его губы дрогнули и открылись по детскому глаза попросили не надо бы но натягивая улыбку на боль он бросил что ж рад он стоит над стылом в черной рубашке из шерсти ложащейся складками и не прячущей шеи великолепнейшим сочетанием из света и тени на фоне окна из которого смотрят пространство оледенелой воды очень издали там приниделись здания серое небо снежинки и черно-синие черно-серые тучи и черно-серые низкие хвосты копоти мы идем с ним замкнуться на оранжевом фоне стены Александра Андреевна рисуется платьем тетеричьих колеров она провожает глазами вероятно следит за удаляющимся нашим шагом пересекающим белые стены гостиной я стою перед ним в кабинете грудь в грудь пока ищи братскую с готовностью будет нужно принять и удар направленный прямо в сердце но не отступиться от клятвы только что данный ща я все сказал и я жду лицо его открывается мне в глаза голубыми глазами и слышу ли я рад что ж силится мужественно принять катастрофу и кажется в эту минуту прекрасным и матовым лицом и пепельно-рыжеватыми волосами в дневниковой записи от 11 марта 1906 года Евгений Павлович Иванов зафиксировал слова о любови блок характеризующие ее внутренние состояния в это время я Борю люблю и Сашу люблю что мне делать если уйти с Борисом Николаевичем что станет Саша делать это путь его Борису Николаевичу я нужнее он без меня погибнуть может с Борисом Николаевичем мы одно и то же думаем наши души это две половинки которые могут быть сложены а с Сашей вот уже сколько времени идти вместе не могу это не значит что я Сашу не люблю я его очень люблю и именно теперь за последнее время как-то не странно но я люблю и Борю чувствую что оставляю его более отчетливую характеристику этих коллизий Белый дает в мемуарных записях Л.Д. мне объясняет что Александр Александрович ей не муж они не живут как муж и жена она его любит братски а меня подлинно всеми этими объяснениями она внушает мне мысль что я должен ее развести с Александром Александровичем и на ней жениться я предлагаю ей это она колеблется предлагая в свою очередь мне нечто что мне не симпатично мы имеем разговор с Александром Александровичем где ставим вопрос как нам быть Александр Александрович молчит уклоняясь от решительного ответа но как бы давая нам с Л.Д. свободу она просит меня временно уехать в Москву и оставить ее одну дать ей разобраться в себе при этом она заранее говорит что она любит больше меня чем Александра Александровича и чтобы я боролся с ней же за то чтобы она выбрала путь наш с ней я даю ей нечто вроде клятвы что отныне я считаю нас соединенными в духе и что не позволю ей остаться с Александром Александровичем Белый уехал в Москву 5 или 6 марта предполагалось что он и Любовь Блок вскоре уедут вместе в Италию приводим в первый из писем Любови Блок к Белому от 9 марта отправленных после его отъезда в Москву Милый я не понимаю что значит разлука с тобою ее нет или я не вижу еще ее мне не грустно и не пусто какое это спокойствие что оно значит и почему я так радостно улыбаюсь когда ты начал удаляться что будет дальше теперь мне хорошо почему не знаю напиши что с тобой как расстался со мной понимаешь ли ты что со мной люблю тебя но ничего не понимаю хочу знать как ты люблю тебя милый милый твоя ЛБ впоследствии я не раз вспоминал улыбку Блока улыбкую отражающим ему наносимый удар вспоминал и первые его явления у меня на Арбате и какое-то внезапное охватившее нас замешательство вспоминалось окно и лед за ним и очень малые здания издали там грязнели клокастые черно-синие черно-серые тучи повисшие сира над крапом летящих ворон вот все что осталось от Петербурга я снова в Москве для разговора с матерью и хлопот как мне достать денег на отьесо ща от нее ливень писем такого-то ща меня любит такого-то любит Блока такого-то не Блока а меня она зовет и просит не забывать клятвы и снова не любит сколько дней столько взрывов сердца готового выпрыгнуть вон столько же кризисов перетерзанного сознания 13 марта Любовь Блок писала Белому несомненно что я люблю и тебя истинно вечно но я люблю и Сашу сегодня я влюблена в него я его на тебя не променяю я должна принять трагедию любви к обоим вам верю Бог знает как твердо что найду выход буду с тобой но и останусь с ним о еще будет мука будет трагедия без конца но будет хорошо буду с тобой какое счастье останусь с ним и это счастье 14 марта письмо любовь Блок Белому Саша теперь бесконечно нежен и ласков со мной мне с ним хорошо хорошо тебя не забываю с тобой тоже будет хорошо знаю знаю милый люблю тебя 16 марта куда твои глаза манят куда идти заглянув в самую глубину их еще не понимаю не знаю еще ошиблась ли я подумав что манят они на путь жизни и любви помню ясно еще мою живую к тебе любовь хотя теперь люблю тебя как светлого брата с зелеными глазами 17 марта Боря я поняла все истинной любовью я люблю Сашу вы мне брат вы меня любите верю что почуете мою правду и примите ее примите за меня мучение Боря понимаете вы что я не могу изменить первой любви своей в письмах от 19 и 20 марта любой блок вновь заверяет Белого в своей любви к нему и зовет приехать поскорее в Петербург майское маянье письмо от ща не сметь приезжать во имя данного ща обещания спешу с отъездом письмо от блока вежливо изложенная неохота со мной увидится он держит экзамены всю зиму звал еду к ща не к нему а ему прибавится один только лишний экзамен короткий ответ на короткое извещение ща и я поедем в Италию от Александра Андреевны вскрик не приезжать не являться Сашеньку разговоры рассеют я бомбою в Питер но двери ща замкнуты я в переднюю блоков Александра Андреевна суяс в щель двери делает вид что не видит меня ласки прыгают Саша здравствуй Боря 11 апреля 1906 года любовь блок писала белому не приезжай до воскресенья смотри также письма любовь блок к белому от 6 и 10 апреля 1906 года литератур литературные наследства том 92 1906 года и пробыл там до начала мая л.д. еле-еле пускает меня в кабинет где сидит развалясь молодой переводчик Ганс Гюнтер рассказывавший что старик литератор вообразивший что он педераст приударил за ним тут же рыжий раздутый багровый латышский поэт восхищен перспективами Санкт-Петербурга блок задерживает посетителей не остаться со мной звонок влетает Сергей Городецкий а я удаляюсь но я вернусь хотя бы закрыв лицо маской закутавший плечи и грудь домино имеется ввиду латышский поэт Вольдемар Дамбергс 1886 1960 годы знакомый Гюнтера тогда живший как и Гюнтер в металле ща все-таки приняла поняла что не Боря сорвет замок с двери а кто-то неведомый с кинжалом под домино надо снять домино надо вынуть из пальца в кинжал и поэтому дипломатии у совещаний советов пущены в ход и глазки сначала сестринские вдруг влюбленные вспыхивает тигрица в них в который раз позиции мною взяты ибо она признается удостоверившись что я готов на все для нее она любит меня истинная любовь торжествует мы едем в Италию разделяя здесь любовь блок ища белый создает неясную картину того как начало складываться общение с ней в этот его приезд в Петербург сравни письмо о любови блок к белому от 15 апреля 1906 года приходи к нам сегодня же в два часа сашины главные экзаменационные ужасы прошли благополучно хочу тебя видеть и говорить приписка блока милый Боря приходи 17 апреля Бекетова записала в дневнике вчера Аля заходила ко мне рассказала мне про Борю явился вчера жалкий и общипанный было с Ашурой очень натянуто а Люба спокойно сравни позднейшие записи белого об этом морально я одерживаю победу над ЛД она дает мне обещание что осенью мы с ней едем в Италию и что с этого времени как бы начинается наш путь с ней она просит меня дать ей провести с Александром Александровичем последнее лето я слезами слезами или хоть оскорблением он здравствуй Боря пойдем мама хочет увидеть тебя и мимо белых стен мимо шкафчиков мимо зеленых кресел в оранжевую столовую с открытыми окнами на синий зеленоватую глубину вот всю изблещенную Саша подсаживает к Александре Андреевне которая наливает мне чай завтра экзамен и он уходит к книге иду вторично его нет дома после экзамена он поехал рассеяться на острова мы сидим без него вот и он не твердой походкую мимо проходит лицо его серое ты пьян да Люба пьян на другой день читается написанная на островах незнакомка или о том как повис крендель булочный пьяница клюнув носом с последней строки восклицает ин вино веритес я спросил ща как относится блок к нашему будущему сел на ковер и сделал из себя раскоряку сказавши вот так со мной будет и все неубедительно убедительный вызов отчаяние или мольба даже пролитие крови но ни вызова ни человеческих слез разве я-то не выплакал прав своих и решаю с придорожным кустом не теряют слов проходят мимо коли зацепят отломят ветвь уподобление здесь блока придорожному кусту аргумент в пользу того что в системе образов и символов рассказа белого куст коллизии взаимоотношений белого с блоком и любовью блок того времени нашли свое намеренное или бессознательное отражение две темы определявшие тогдашнюю жизнь перепутались логика чувств нашептала ложную аксиому одинаковый эффект высекаемый из разных причин свидетельствует о том что причины одна причина николая второго вижу я александром блоком сидящим на троне правительственные репрессии подливают масло в огонь моего гнева на блока бегаю под дворцами по набережным гранитам и вот шпиц Петропавловской крепости сижу у медного всадника лунными ночами смотрю на янтарные огонечки заневских зданий от перегиба зимней канавки припоминая как в фироле мыс ща стояли здесь глядя на луч пурпурного заката мечтая о будущем о лагунах Венеции отблески этого в Петербурге романе моем если бомбую лишь доконаешь сидящего в нас угнетателя брошенной бомбой доконаю его разотру ее собственную питою под собою и взрываясь разброшу своими составами к вечному счастью этими бредами объясним мое поведение перед зданием открываемой государственной думы где закачался столпою качавший меня перед мордую лошади на которой качался усатый жандарм но вот я разрываю свой рот до ушей и бегу за пролеткую родичево которому прокричали ура первая государственная дума была открыта 27 апреля 1906 года заседания проходили в Петербурге в Таврическом дворце внешние впечатления Питера пестр сред Вячеслава Иванова в башне огромного нового дома над государственной думой я что-то сказал об искусстве за что Бакст жал руку а Габрилович из речи знакомился слово сказал тогда длинный с бородкой блондин не седой во всем прочем такой как сейчас Константин Александрович Эрберг он высказался за анархию точно прилично анархия получилась кургузенькая скучноватенькая как цвет пары не то серо-пегонькой не то пега-серенькой тоже жал руку Зиновий Исаевич Гржебин впоследствии издатель шиповника а пока чернобородый художник с лиловым бантом но в огромных твердых очках роговых скелетиком вышмыгнул из-за плеча поэт Дикс подмигнул и опять ушмыгнул за плечо на другой день проснулся я бухаю два кулака не одетой выскакиваю из постели и отпираю дверь в щель ее высунулась головка как чертика это я Дикс с кузиною Лелею вы надпишите и книга вышмыгнула и головка слезнулась одевшись кое-как заглянул в коридор там стояла и радостно улыбалась мне нечто желтое наверное волосы кузина Леля с Ольгой Николаевной Анненковой познакомился я коротко за границей лет через шесть не узнав в ней кузины Белый сообщает что на одном из первых собраний на башне Вячеслава Иванова он выступал с темой градации форм искусства о появлении Дикса Лемона с кузиной Ольгой Николаевной Анненковой в петербургской символистской среде смотри письмо Сергея Городецкого к пиасту от 11 мая 1906 года Белый упоминает Анненкову в числе русских антропософов живших в 1914 году в Швейцарии и участвовавших в строительстве Гетеанума Шесть писем Анненковой к Белому хранятся в его архиве Запомнился у Иванова начинающий пролетарский писатель Чепыгин теперь же крупный писатель и врезался в память короткий толстый такой краснощекий такой пухлогубый с усищами с густой бородкой Евгений Васильевич Анечков Казалось что сам Петерговский Самсон бил не он говорил потрясая рукой приподнявшись на цыпочки храбро бросая в атаку живот едва стянутый белым жилетом казался скорее гусарским полковником он чем профессором меньшевиком он позднее агитировал за Петербург мой роман и спасибо ему в час расхода гостей когда толстое солнце палило над крышами мы очутились на крыше огромного дома где толстый профессор гусар ужаснул своей живостью стоя на желобе одной ногой он питою другой резко дрыгал над крышей государственной думы воскинувший руку в зенит и приветствует толстое солнце схватя за него убеждали его не незринутся он же сопротивлялся пыхтя вот и все что осталось от литературного питера все как во сне отрезвляюсь лишь в дедове когда два удара бац бац и один оглушил меня разгон государственной думы другой раздавил это ща извещала она что любовь наша вздор что меня никогда не любила о нет не допустит она моего появления осенью в питере гильда ее героини имеет здоровую совесть которой она и последует знать не Анечкову толстую дрыгать ногою от желоба крыши над бездну а мне в бездну броситься гильда из пьесы Ипсона строитель соль нас маска красной смерти заглавие рассказа Эдгара По Дедова душная мутная полная грозами лета охваченная пожаром крестьянских волнений от Волги шли полчища вооруженных крестьян босиков ботраков уже красный петух залетал над усадьбами мощно поднялся аграрный вопрос распространялись листки донской речи и действовал осторожный крестьянский союз раз наткнулись в лесу на жандарма который грибы собирал потому что в окрестных лесах собирались тайно крестьянские митинги доктор Иван Николаевич в дело это внес лепту Белый переехал из Москвы в Дедово 22 мая 1906 года Первая Государственная Дума была распущена 9 июля 1906 года Белый имеет в виду прежде всего письмо Любови Блок к нему от 22 июля 1906 года приводя слова Хильды из второго действия строителя Сольнаса иметь настоящую свежую пышущую здоровьем совесть чтобы идти смело к желанной цели она определенно заявляла Боря знаю что между нами знаю вашу любовь но твердо знаю что взять это или не взять в моей воле вот разница и не беру во имя ценного во имя пути мне данного я должна нарушить с вами все теперь это так Сережа все знал сидя в бреховских дедовских и надовраженских избах меня аж ориентировал друг рыжий федор извозчик ужасный свергатель властей почитателя Ивана Николаевича доктора федор меня возил в крюково и возвращал меня в дедово стаскивая в буераки и вновь выволакивая между рощицами он повертывал на меня красный нос и выбрасывал руку показывая кнутовищем заентим леском в сосняке в том на медне митинга была хорошо ж ораторы подымали а все это доктор Иван Николаевич года ведет линию и осторожен же к ентому не подъедешь и вдруг повернувшись кидался хлыстом на кличонку но но будить наша а коваленскую енту мы выгоним бросивший возжи ко мне не Сергея Михайловича знают он за народ как Михаил Сергеевич покойник семейные трения между коваленскими и соловьевыми притворялись народом в легенду а народолюбцы Михаил Сергеевич и был ДСР и мы он все Сережа уж истина вышла папаша в сынка чтоб народ мог сказать а сынок то в папашу пошел так проехавшись с Федором в Дедове я бывало сражаю Сережу откуда ты знаешь Сережа бывало рассказывает в свою очередь коваленских честят но бабусь ущадил ведь не столь уж с народом плохана но не любили старушку за барыню да и за то что читала поджав свои губы она лицемернейшие назидания с террасы таскающим ягоды бабам у бабы надутый живот а самой то сынок лапил баб и за пазуху лазал в кустах чей живот то надутый все видят а кто надувал еще надо расследовать друг мой закаживал к парням орать с ними песни и щелкать подсолнухи с ними он рос а не то что в народ ходил он с ним в открытую я же не лазил по избам не щелкал подсолнухов не агитировал мне были ближе рабочие и городские мастеровые оставшись с Сережей вдвоем жарко спорили мы и Сережа помарщивался на статейке Каутского мной привезенные я же кричал на эсерство сермяжное в нем почему же мне дедовцы верили растолковали по-своему отъединенность мою яде есть заковыка такая что конспиративная что ли мне явно по избам ходить невозможно никак уважали дистанцию странная жизнь завелась тут Сережа всклокоченный перегорелый взъерош с усами свисающими над губой искривленной усмешкой бывало трепнет помнишь ли прошлогодний июнь ты писал дитя солнце в крылатке покойного дяди ходил и все ждал когда будут свисти колокольчики белые нынче смотри и природа не та лето душное страсти душили жил в раскалении двух яростей слитых в одну изживаемую стиском рта до зубного скрежета и до чего тут и слушали шелест деревьев нарастающие листовороты раскрытые ветви поверьте сучья суки трудно гнули скачались все ревмя ревело и лиственный винт отрываемый в воздухе мчался пустом из души вставал крик бомбой бить по кому попало чему попало убить а кого тут порыв отлетал листья взвешивались укрывая коряги стволы суки сучья мы шелест листов утихающих слушали те же суш сонь оставалось выполнить клятву почти договор кровью собственно писаной с нею бороться до смерти кого-то из нас за нее я клятвой припер себя к стенке и сам ужасаясь насилию не за горами и август положенный ей уже срок для нее и угрюмо продумывал форму насилия виделась явственно бомба какая-то брошена будет а коли не так разотрется она под пятою моею коли не сумею убить я предавшую я свое собственное и в который раз упав стол умолял ее в письмах себя же себя же пощадить сознавай что в мыслях и я не по воле своей а по воле судьбы и уж вступил на дорогу Ивана Каляева мой молодой друг наш флегелек приседал за кустами над крышей шума вершин точно возгласы красных апостолов тихо поскрипывал шаг и взрывались ветви и красного цвета рубаха сережи являлась он сжимал кол подобрал на дороге его сделав посохом он в эти дни себе на голову вздувший страсть к миловидной девчонке еленке служившей в кухарках у полуслепого художника близ надовражено каждый день молча меня уводил мне еленку показывать а как еленка вбежит с самоваром не жив и не мертв не посмеет взглянуть опускает глаза и скорее удавится чем слово скажет еленка закусит лукавую губку и ноздри от пых расширит и бросит на стол самовар и обратно топочет босыми ногами на кухне расфыркаться носом впередник тогда попрощаемся и верещим сухоломом изогнутая еловая ветвь как венок плитопорщина ярко-зеленую лапой над лбом его эту ветку себя увенчал он в знак страсти и весь испыхтелся под нею сказал ли хоть слово хоть раз ей ни разу ни слова не смел но поехал верхом верст за двадцать в деревню где братья еленки из лавочников самых мелких имели свой дом а сереже не слыхивали он является в красной рубахе слезает с седла предлагаю где руку и сердце разинули рты а потом помолчавшись с достоинством галантерейно решили что сразу нельзя вы с сестрой сперва познакомьтесь а там мы посмотрим он скрыл от меня путешествие это вернулся с конфужина струсивши можно ли теперь на попятную вдруг еленка лишь образ рождаемой пеной елена прекрасная греческий миф а он грецы и бредил и бредил народом соединял миф Эллады створимой легендой о русском крестьянине видел в цветных сарафанах в присядке под звуки гармоники пляс на полях елисейских бывало орехом кто щелкнул вкушение оливок и в стаде узрел цветоядных коров и об бабьем лице том который описанной миской он выразился мирроуст даже в дудочке слышалось флейты ему сочетав миф с эсерством земля для народа долой власть помещиков он пожелал омужичиться барина сбросить женясь на крестьянке отсюда Еленка Елена прекрасная днями бродил взявший кол увенчав себя ветью еловую в красной рубахе в стволах перерезанных тенью и светом и стайками ясненьких зайчиков он был раскал как и я заключались как два заговорщика в флигеле там захватя за бока он осталось одно мне взорваться ему амужичиться он в декабре очень резко отверг предложение мое примириться с кузеном я в шахматове для того и остался когда ты уехал чтоб доиграть свою партию с блоком и верь этот спрут полонил ща представи что ранена щупальца тянет ее перевязывать щупальца ты излечи ее или он супился знаешь ли Боря ужасно но если тебе не удастся уехать с ней не договаривал он если б я отговаривал я бы фальшивил тут слухи пошли Соловьевский Борчук предложение сделал Еленке любимого нам сообщили об этом около Сережи стоит в эти годы любимого Александра Степанна выходившая коваленского мишу историка стройная крепкая с горьким поблекнувшим ртом черноглазая черноволосая с белыми зубами умница с вкусами она проницала все вздроги душевных изгибов Сережи он нес ей себя не боролся с вмешательствами напоминала она Розу Дартль действующее лицо романа Давид Копперфиль Диккенсон ведь и источник забот о Сереже таимая страсть ее к его отцу Александра Степанна понимала и острую строку Валерия Брюсова и ядовитость двусмыслицы Блока простая сердечная женщина это увиделось нам символистской в противовес своей толстой сестрице Авдотье Степановне яркой общественнице и двум левым племянником третья сестрица Екатерина Степанна трогала ясной пылающей добротой надовражено где обитали сестрицы гнездо недоверий ко всем коваленским как в прошлом году здесь певали народные революционные песни рыдала гитара бывало вдвоем возвращаемся звездную ночью загамкает пес лес канавы и папоротники сырые злые полянка Александра Степановна уверяет что вере Владимировне о Еленке все сказано стало быть бабуся узнала бабуся молчит мы выходим на луг и вон вон оно дедова о том что Сергей Соловьев склонен был мифологизировать свое чувство свидетельствует его письмо к Белому 30 июня 1906 года из Трубицина в котором он осмысляет общение с крестьянской девушкой под знаком религиозного жизнестроительства Елена и все с ней связанное не хаос не зверь а новый завет но не по схеме а по новому очищенному ее образ в отдалении окончательно освободился от колдовства и Марьева ведро на плече красивой девки преобразилось в водонос ревекки совлазнительность влаги тростников и рыбы преобразилось в нетлении вод Иордана и лодку галилейских рыбарей разумеется это миг в июле 1906 года Соловьев познакомил Елену со своими родственниками в Дедове сравни его письмо к Белому от 17 июля вчера в Дедово приехала Елена она была очень замечена у нас Елена пристально рассматривала бабушку приблизив к ней лицо и эти две головы старая и молодая так художественно оттеняли одна другую что я исходил в восторге в сознании предопределенности всего легкости и безопасности 2 сентября 1906 года Соловьев писал Белому из Москвы 1 октября женюсь непременно содержи в тайне запись Белого об июне 1905 года Сергей Михайлович Соловьев как и я настроен революционно мы оппозиционно относимся к Дедову и каждый день ходим отводить душу с сестрами любимыми в село Надовражино В Дедове перед лицом Коваленских перерождались и с мукой тащились завтракать на большую террасу не более полусотни шагов отделяла наш флигель от дома бабуси а а две культуры два быта там жив 18 век здесь 20 там рай просвещенного абсолютизма здесь ужасы анархизма и бомба и красный петух там невестую прочится Ася Тургенева а по округе молва что невеста Еленка терраса у Веры Владимировны Коваленской улыбка кривая Еленка бабуся тряся с наколкой тряся с пелеринками лапку нам тянет на сжатые губы но косо на внука метаемый взгляд от которого вздрагивало потому что он видел уже будет будет падение великолепнейший обморок здравствуй бабуся храбрится Сережа а знаешь ли что говорит Феокрит и поскрипывает сапогом повисает нас Турции над ним яркий шмель вот кузиночка Лиза которую ловко Сережа подбросивши ловит из воздуха вот захватя за салфетки сопят уж над рисом со свежей говядиной чай дядя Витя свой палец поставя на клавиши фальшивит я стражду я жажду а дядя Колин над русскими ведомостями традиции дома традиции тона трунит зло скосяс Став мгновенно марксистом бросаю рабочим вопросом в него он марксизм ненавидит марксист Миша сын не желающий знать его очень угрюмый сосредоточенный спор с утаенным желанием перейти от слов к делу я или его превосходительство кто-то здесь лишний наверное я потому что визгливые тявки мои нарушают традицию уже Сережа хватает меня за рукав уж головка бабуси с такой решимостью павшая в спину закинута смотрит не глаз а губа на меня и Сережа уводит дрожащего Боря ну ради бабуси сдержись ты ведь этак здесь все оборвешь каково без тебя будет мне не сдержавшись а впрочем так длить невозможно шагаем обратно я в каждой настурции в каждом шипке самовара в наколке в поджатии губ ощущаю падение рода а коли так длить я погибну я думаю след на еленке жениться ему а он думал что след мне убить или убиться я стражду я жажду стучал дядя Витя нам издали клавишам домино переменить впечатление еду в имение матери время проходит в писании жесточайших стихов я пишу панихиду историю трупа в котором есть строки приятно на желтом лице моем выпали пятна пишу на мотивы щижика со святыми упокой придавили нас доской собираю украдкую группу крестьян объясняю земля будет ваша не надо усадьбы полить пригодятся еще управляющий мне показывает на овсы я взрываюся эти овсы есть грабеж у крестьян на меня донос земскому земский уж хочет приехать советом мне вовремя выехать за пределы губернии я исчезаю до этого нет ни покоя ни отдыха и и куда ж мне деваться белый уехал в имение матери в серебряный колодезь в середине июня 1906 года лирическая поэма белого панихиды была опубликована в 1907 году в весах номер шестой позднее белый разбил ее на относительно самостоятельное стихотворение помещенное в книге пепел я сызнова в дедове где нахожу письмо ща переписка как трение клинков друг от друга теперь она просто резня за мое возвращение в питер которое значит отъезд с ней в италию вдруг письмо блока из шахматова объясняющий что он будет в москве иметь встречу со мной я в пустую квартиру в московскую кресло в чехлах нафталины звонок это красная шапка посыльного с краткой запискою блок зовет в прагу свидание не обещает спешу и взлетаю по лестнице рано пустеющий зал белоснежные столики и за одним сидит бритый араб а не блок он увидев меня мешковато встает он протягивает нерешительно руку с конфузи с улыбкой застывшей морщинками я подаю ему руку бросая лакею такайского и мы садимся чтобы предъявить ультиматумы он предъявляет конфузи и в нос мне где лучше не ехать в ответ угрожаю войною с такого-то это число на носу говорить больше не о чем вскакиваю размахнувшись салфеткой которая падает к ногам лакея спешащего с толстой бутылкой в руке он откупоривает наполняет бокалы в то время как блок поднимается странно моргая в глаза мало что выражающими глазами и не оборачиваясь идет к выходу бросивший десятирублевик лакею присевшему от изумления за ним два бокала с подносика пены играют а мы опускаемся с лестницы он впереди я за ним выходим из праги повертываясь к поварской блок бросает косой растревоженный взгляд на который ему отвечаю я мысленно еще оружия нет успокойся сворачиваю на арбат и пройдя пять домов подзываю извозчика на николаевский 6 августа 1906 года любовь блок писала белому с весны все настолько изменилось что теперь нам увидеться и вам бывать у нас совершенно невозможно случайные же встречи где бы то ни было были бы вам и мне только по ненужному беспокойны и неприятны вы должны более избавить меня от них в петербург не приезжайте и переписку тоже лучше бросить не нужна она когда в ней остается так мало правды как теперь когда все так изменилось и мы уже так мало знаем друг о друге блок приехал для объяснения из белым из шахматов в москву вместе с любовью блок 8 августа к этой поездке относятся две его недатированные записки обращенные к белому приехал говорить сейчас возьмем комнату поблизости и пришлем за тобой боря приходи сейчас же в ресторан прагу мы ждем саша сравни дневниковую запись бикетовой 8 августа 1906 года шахматово саша с любой вернулись из москвы виделись сбои поговорили пять минут поссорились разошлись но он не намерен прекращать сношение и не верит в то что Люба к нему изменилась боря был как всегда безвкусен до крайности общее мнение солнце не село когда ни на что не похоже я сваливаю из старотайки у флигеля в руки Сережи который со мной начинает возиться мне отступа нет я к убийству приперта обстоятельством а не умею убить и хочу уходить с себя голодом тайно от друга бабуси я делаю вид что я ем через несколько дней я так слаб что усилием воли держусь на ногах тут Сережа меня заперев объясняется очень серьезно я пойман с поличным откладываю голодовку Сережа ужасен бабусю едва он выносит к Еленке боится ходить шах и мат раз открывший чуланчик который был заперт ко мне он и тащит в чуланчик смотри-ка из кресла в тенях на нас смотрит коричнево-желтая мумия в рост человеческий то деревянная кукла служившая манекеном художница как очутился он здесь надо вынести Ольга Михайловна перед кончиной в спальне своей посадила на кресло его одев платье писала с него очень скоро потом под ногами его в луже крови лежала с простреленным черепом кукла Сережа связалась с тогдашними днями с психическим заболеванием матери с самоубийством со смертью отца он сказал худу быть каюсь я деревянный коричневый профиль во мне вызвал образ из только что мною написанной панихиды на желтом лице моем выпали пятна и в подсознании откликнулось я куклу вынесли а через день допекают ки Николая Михайловича и получаю ведут себя как дураки тотчас требую я лошадей и бабуся не искренне ахнувши падает в кресло сидеть в позе обморока вот и Федор с тележкой Сережа исчез не простившись я трогаюсь кончилось с дедовым впрочем кончается жизнь выезжаем на взгорбок возвышенный над крюковской дорогой лук переехали к спуску дороги сбежались две рощицы и между ними прощеп горизонта огромное солнце как злой леопард приседая к земле все охватывает красноватыми лапами что вижу я перед солнцем весь вспыхнувший точно вихрами а солнечными поджидает Сережа меня без вещей зажимая в руке перемятый картуз вот он прыгнул в тележку куда ты с тобою я после бывшего только что здесь не могу оставаться разрыв с братьями Коваленскими Белова и Сергея Соловьева основывался на политических разногласиях ссоры с Коваленскими они кадеты а мы с С.М. революционеры Сравни запись Бикетова 24 августа 1906 года Сережа женится на крестьянке поссорился с бабушкой со всеми своими и революционер С тех пор мы отсиживаем меж чехлов нафталинной квартире в пылающем зной пролетки в открытые окна трещат углю мы решаем что мне остается убить что ему урвать все с бабушкой после брака с Еленкою тут взрыв Столыпинской дачи воспринятый с мрачным восторгом дача министра внутренних дел Петра Столыпина на аптекарском острове в Петербурге была разрушена взрывом 12 августа 1906 года сам Столыпин не пострадал эсеры террористы погибли раз с черной тросточкой в черном пальто как летучая мышь вшмыгнул черной бородкою Эллис он бросивший свой котелок и вампирно и вытянув губы мне в ухо довел до того что наткнувшись на черную маску обшитую кружевом к ужасу Дарьи кухарке ее надеваю и в ней остаюсь я предстану предща в домино цвета пламени в маске с кинжалом в руке я возможность найду появиться и в светском салоне чтобы кинжал вонзить в спину ответственного старикашки их много в кого все равно этот бред отразился позднее в стихах только там по гулким залам там где пусто и темно сокровавленным кинжалом пробежала домино я же бредил в те дни то шушукой с Элисом то обегая пивные подсаживаясь бутылку пива к хмелеющим мастеровым почтарям мы решали так жить невозможно вернувшись домой сидел в маске ей бредя и видя в ней символ однажды однажды раздался звонок отпираю дверь в маске то мать с чемоданами из франценс бада она так и ахнула спрятана маска я делаю вид что здоров зато Элис визжащий дуэль под дождем летит с вызовом в шахматово и возвратившись докладывает передергивая своим левым плечом и хватая за локоть протрясший с под дождиком верст восемнадцать погатим наткнувшись в воротах усадьбы на уезжающую Александру Андреевну застав блока в садике он передал ему вызов в ответ же Лев Львович к чему тут дуэль когда поводов нет просто Боря ужасно устал и трехмесячная переписка с не сметь приезжать значит только приснилась а письма которые вот в этом ящике Боря ужасно устал человека замучили до домино до рубахи горячей Элис доказывает Александр Александрович милый хороший ужасно усталый нет Боря нет поводов драться с ним он приходил ко мне ночью он сел на постель разбудил говорил о себе о тебе и о жизни нет верь ну поверю и так в сентябре еду в Питер дуэли не быть вопрос о том как соща все меняется блоки переезжают кончается жизнь их в казармах и мы доживаем в квартире где 26 лет протекло где родился я где каждый угол зарос паутиную воспоминаний квартира снят уж в Никольском и с дедовом порвано я ведь не знал флигелетчик в котором Михаил Сергеевич меня посвящал в литераторский сан и в котором я так прострадал он сгорит вместо ситцевых кресел и книжных шкапов переполненных старыми книгами вырастут сорные травы францинсбаден австрийский курорт близ города Эггера известный водолечебными заведениями и минеральными водами Элис отправился от Белого к Блоку в Шахматово с вызовом на дуэль 10 августа 1906 года объяснение с Элисом в Шахматове описано в воспоминаниях Любови Блок В конце августа начале сентября 1906 года Блок с женой поселились отдельно от матери и отчима в квартире на петербургской стороне В августе сентябре 1906 года Белые с матерью переехали в квартиру в доме Новикова близ Арбата Никольский переулок дом 21 квартира 7 Сквозняки Приневского ветра Пять раз осознавши что любит меня Ща потом убеждалась в обратном Три раза мы с ней уезжали в Италию Каждое перерешение отдавалось как драма драматургия или собрание сочинений Генриха Ипсена разрешилось ничем кроме жестов болезни во мне Август 1906 года дал весь материал для романа Серебряный голубь написанного в 1909 году а месяц сентябрь собрал весь материал к Петербургу написанному в 1912 году Я не углублялся в иронию будто никто не препятствует жить в Петербурге мне после того как июнь июль август шла речь об обратном совсем зарезаемый кролик пищала пощаде с тупым бессердечием ща меня резала и усмехалась при этом что совести нет у нее так я понял здоровую совесть которой гордилась она зарезаемый кролик не вытерпел и вдруг сбесился сравни признание в воспоминаниях любови блок отношение мое к Боре было бесчеловечно в этом я должна сознаться я не жалела его ничуть раз отшатнувшись я не думала о том что все же виновата перед Борей что свое кокетство свою эгоистическую игру я завела слишком далеко что он то продолжает любить что я ответственна за это обо всем этом я не думала лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем получаемых от него я думала только о том как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви и без жалости без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург теперь я вижу что сама доводила его до эксцессов тогда я считала себя вправе так поступать раз я от уже свободно от влюбленности Александр Блок в воспоминаниях современников в двух томах том 1 страница 176 Блок все это знал знал и то на что звал отказавшись от поединка со мной надо быть лицемером чтобы объяснить мою боль через просто устал лишь не зная детали истории мог Элли сверить Сережа с тревогой меня провожавший не верил а я ща не веря хватается за фикцию я человеческого отношения к себе я готов был облечься в дурацкий колпак чтобы этой ценой не глядеть в отвратительную пустоту вместо я человека мне ставшего всем как калека тащился я в город мне ставшей могилы приезжаю побитый собакой не смея без зова явиться сажусь на углу караванной поджав псиный хвост им бить в пол и вымаливать милости так просидел в тусклом номере день нет ответа другой нет ответа на третье отписка отща принять некогда ждать извещение день другой третий громлю тротуары проспектов и набережных над невою со взглядом вперенным в заневский закат я стоял на всю жизнь он запомнился соединяясь с пробегом по жизни в обратном порядке чтобы голову бросить в колени воображенной Раисы Ивановны гладившей по голове и шептавшей о мальчике о горбуне его мучившем мать за стеною пивала старинный романс глядя на луч пурпурного заката стояли мы на берегу Невы под пурпурным закатом стоял я на Гагаринской набережной под орнаментной лепкой угрюмого желтого дома через много лет я увидавший его с островов сознаю этот дом из которого Николай Аполлонович красное домино видел этот закат видел шпиц Петропавловской крепости но это я тут под желтой стеной стоял вспоминая о детстве с тоской углядел на закат когда падала ночь я сидел в ресторанчике на углу миллионной с каким-то потеющим бородачом оказавшимся кучером мы с ним кого-то свергали он со страниц Петербурга внушает неуловимому подозрение газетую кроет неуловимый свой узелочек в котором сардинница бомба такой узелочек невидимый точно явился в руке моей я его всюду таскал за собою и точно кто вшептывал в ухо пора тебе пальцы сжимали лишь воздух пустой шестой день как громлю тротуары куда себя деть к доминику иду опрокидывать рюмки и после с опущенной головою плестись через строй проституток хватающих за руки пьян человек к караванной домой головою в подушку не спать а ворочиться как-то у скверика где караванная пересекается кажется что с итальянскую вылетев наперевес держа трость в панама точно палка прямой без кровинки в лице с неприятным изгибом своих оскорбительных губ побежал мне навстречу блок он не увидел меня этот жест пробегания я пережил как удары хлыста по лицу как он смеет что лгать потому что увидел здесь на углу караванной его обращение с Боря слащавая маска слетевшая под ноги в миг когда он полагал что его не разглядывают это голое злое лицо крепко вляпалось в память и стало лицом облеухого сына когда он идет запахнувшись в свою Николаевку видя с безруким с отплясывающим по ветру шинельным крылом сцена реминесценция встречи сравни отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке медленно подвигался Николай Аполлонович представляя собой довольно смешную фигуру запахнувшись в шинель он казался сутулым и каким-то безруким с принелепо плясавшим по ветру шинельным крылом Андрей Белый Петербург страница сорок седьмая седьмой уже день шагать в номере бред и шататься по мрачному черно-серому городу бред я склоняюсь на столик за Невской харчевни чтобы греть себя водкой ознобит но натыкаюсь на литератора с ним я оказываюсь уже в другом ресторане откуда-то взялся чулков незадолго до этого выпустивший о мистическом анархизме за что из весов я его пощипал он пенял мне за это хорош ногой в гроб а рукой за перо у меня лежит странная книга заглавие суттанипата я силю с буддийской нирванной прервать свою боль снова это случайное пересечение фантазии о домино с мыслью Будды всплывает в романе моем когда старый туранец является перед сенаторским сыном заснувшим над бомбой суттанипата одна из самых старых частей буддийского канона белый имеет ввиду издание суттанипата сборник беседы по учению буддийская каноническая книга переведенные с паали на английский язык доктором фаусбелем русский перевод Николая Герасимова Москва 1899 год с отчаяния я оказываюсь у Федора целогуба и вижу что нарумяниной чернобородой плешивой мужчины в поддевке на щеки наклеив огромную мушку и рожками вставших висков венчав свою плешь здесь засел он держал себя томной красавицей перед которой маститый Иванов встряхивая белольняною копной волос лебезил Михаил Алексеевич почитайте стихи Михаил Кузьмин уже ахнувший крыльями стал шепелявить стихи кокетливо опуская глаза мне тогда не понравился он еще более не понравилось чтение собственной панихиды к которому приневолили я зачитал с прихрепением взывая приятно на желтом лице моем выпали пятна так я накануне едва не случившейся смерти себя хоронил литературный вечер у Федора Сологуба состоялся 3 сентября 1906 года Сологуб записал об этом приеме читали стихи Андрей Белый Кузьмин Пестовский Я Анахронизм Повесть Михаила Кузьмина Крылья была впервые напечатана в ноябрьском 11 номере весов за 1906 год Произведение это получило скандальную известность благодаря затрагиванию в нем проблем однополой любви Дни как вляпнутые пятна бредом И уже каким-то скаканием на помеле промелькнул восьмой день Помелом оказался Иванов тащивший Канечкову завтракать здесь гримасничал Городецкий Двадцатипудовая туша Щеголева известного пушкиноведа в обнимку с хозяином хлопала водку Я жался к блондину с взъерошенными волосами в застегнутой куртке с кривым бледным смахивающим на Валентина Серова лицом павший локтем в колено отставивши ногу ероша бородку завел он со мной разговор о покойном отце пока прочие пили вина не касался он кто это спросил я у Анечкова да Александр Иванович Куприн после завтрака двинулись всех к Куприну у жены которого сидел журналист и редактор батюшка вместе с Дымовым Осипом литературный лихач так Чуковский о нем написал у Куприна мы обедали он заставил меня написать на большом деревянном сплошь покрытом эпиграфами столе на память стихи уже вечером всею компанией мы на извозчиках сидя щепотра и шумно поехали к Ходотову к артисту там раище гул я сидел за столом с драматургами Косоротовым и Найденовым кто-то отчетливо произнес Трепов умер от разрыва сердца а утром записка ща вечером ждет сохранились две записки Любови Дмитрины Блок Белому с предложением прийти в первой от 29 августа она приглашала его завтра 30 только на часок среди дня часа в 4 во второй от 6 сентября она писала приходите если хотите в четверг 7 сентября вечером и сообщала новый адрес на Лахтинской улице в первой записке новый адрес не был указан предполагалось что свидание состоится по старому известному белому адресу в воспоминаниях о Блоке Белый описывая свой визит к Блокам отмечает что был у них вечером где-то у Каменноостровского в маленькой очень квартирке обставленной бедно под крышей то есть на Лахтинской улице следовательно знаменательное объяснение стояло с 7 сентября день был зеленоватый гнилой с мрачной прожилтью в воздухе взвесились мрази в такие дни сразу же отнимается память о лете как сажа слетает загар я с утра на посту над дневой у гранита рой за роем несли соклокастые дымы над елей протускленным шпицем как жутко глядеть туда брр я вернулся шагать меж углами угрюмого номера так отшагав расстояние равное расстоянию от Петербурга до Колпина слышу этого не доставало стучат в двери выставилась борода под вихрами в очках с выражением наглой слащавости я Борис и не сержусь вот нашел тебя и полосатую пары ввалился всучив в карман руку кузен Константин Арабажин все звавший к себе в Чернышов переулок шагал предо мною пародируя жесты Бугаевых и доказывал что и он социалист да они ж не желают понять ставил он предо мною ладони и точно отталкивался они думают об обществлении по метрику на обывателя так у меня в Чернышовом Борис но четыре там комнаты падал вихрами а в будущем строе бросил свой дородный живот ухватя за подтяжки их будет что шесть он слащаво помигивал пропародировав родственность бросил мне руку и шляпу схватив отшагал в коридор влепясь в мозг черной кляксы а мозг искал отдыха перед свиданием сща да такие деньки Достоевский описывал шел как на казнь я по марсову полю вопила Нева пароходиком копоти выгнувшись падали в черную воду отчетливо вылепился над водой одинокий прохожий туманы густели янтарные слезы за Невских огней стали тусклыми пятнами сыпи я скоро увидел за рыжим пятном фонаря теневой угол дома того вот и неосвещенная лестница мягкие части неноги гранились ступенями вот началось это зачем приехал я вызван за тем чтобы выслушать свой приговор удалиться в Москву торчать нечего я представляя страдальцем отплясываю по салонам у Сологуба был и подносится возмутительная сервировка деталей вчерашнего дня специально для ща собиравшиеся неизвестным мне Холмсом детали подобраны за исключением одной что дотерзан всего пять минут из них каждая как сброс с утеса с утратой сознания после которого новый сброс пять минут пять падений с отнятием веры в себя в человека на пятой минуте себя застаю в той же позе как в Праге пред блоком а далее мягкие части не ноги в обратном порядке стремительно падая перебирают ступень а руки простертые в мрак разрывают подъездную дверь из которой бросается серая желть проясняясь пятном фонаря там за дверью отхлопнула жизнь здесь не я а ничто отграниченное шаровую поверхностью к ней прилипает туман что-то пакостно хлюпает миг и пятно фонаря убегает мне за спину и второе навстречу летит с подворотню мимо же катится бухая шар под ним мягкие части стараются и притыкаются вдруг о перила моста шар это сердце а где голова за перилами селись увидеть куда где вода беловатая мгла прилипает глазам уж нога за перилами вдруг в голове как иглой живорыбный садок живорыбный садок ильбаржи те которые сдинуты к берегу рухнешь не в воду на доски и будешь валяться с раздробленной костью всю ночь и опять как уксус в голове отложить до утра утром в лодку и с середины не вы и бесчувственно мягкие части захлюпали прочь под пятно фонаря от которого шел силуэт котелок трость пальто уши носа и усы от пятна до пятна перещупывались подворотни стены вот вылезли рыжие пятна от всюду туман грязно-рыжий стал в нем посыпали лишь теневые пальто котелки усы и перья позднее влепившись в роман Петербург все страницы его переполнены роем теней не людей я таким видел город когда небывалый туман туман с него стер все живое та ночь не забудется переживания мои воплотились в томлении всех главных героев романа вторая часть посвящена описанию одних только суток я их пережил не усиливши разве ослабивши бред обстававший сознание а котелок надо мною стоявший над мостом бежал сквозь туман на странице романа чтобы бегать по ним над кишащей водой пролетали лишь в сквозняках приневского ветра котелок трость пальто уши нос и усы дотащился до номера в распоряжении осталось семь восемь часов беспросветного мрака но вздуло со временем как сердце и действие воли судьбы отнесло за солнце как перешагать расстояние равное семи часа пишу я матери и стараюсь ее успокоить внушить что так надо письмо запечатано далее я запечатываю рецензию писанную в этот же день для весов номер набран редакция ждет вот и кончены счеты земны а прошло полчаса еще шесть с половиной часищ я хватаю за суд тунипату прочитываю одинокий подобен носорогу но не рок носорог а тут рок нет не то и сижу бросив голову в руки и вечность развертывает свои счеты и медленно выговариваются невыговариваемые слова брезгут образы им же нет образа но это уже не жизнь как бы совершенно уже то чему след совершится и вот из как бы вылезает кабы кабы так а не эдак но то совершилось в душе начать поздно и отрешеннейшее созерцание разглядывание передумывание странно-радостный свет что есть жизнь для уже из-за жизни глядящего тот рассуждает над этим который низвергся со смысла не в воду а в эти четыре стены запечатывать письма так я извне жизни сидела над трупом себя самого вытворяя кого до себя самого все предстало в ином во всесвете меня освещающим и озираюсь действительно освещены все предметы а свет электрический даже не светит в дневном и я понял что ночь пересилена жив не убил себя вечность свернула свои тяготящие счеты гляжу на часы половина десятого стук как посыльный с запиской ща просит быть и сию же минуту эта записка среди писем любови блок белому не сохранилась не стану описывать как порешили расстаться чтоб год не видаться в себе разглядеть это все отложить все решения по-новому встретиться ща убедила меня ехать в Италию к солнцу к здоровью к искусству она обещала писать и поддерживать во мне стремление к добру то которое будто бы на лице отразилось в моем после ночи я ехал в Москву с облегчением как будто я в Питере выделил труп о котором кричали последние стихотворные строчки и скоро я с тихостью свойственной выздоровлению уселся в вагон мама Элис Сережа в окошке махая руками пропали поля еду в Мюнхен к Владимирову поступив в академию учится он у профессора габермана 9 сентября 1906 года Евгений Павлов Иванов записал в дневнике был у блоков узнал что белый решил ехать за границу сравни письмо любови блок к белому от 13 сентября 1906 года помните как я смотрела на вас когда вы победили смерть и вернулись разве я не верила тогда в вашу светлость и честность верила и теперь верю и буду верить и верю в нашу дружбу с вами и хочу чтобы вы завоевали ее но не забывайте что за нее надо бороться вам не только с внешними врагами но и с собой белый приехал в Москву 9 или 10 сентября 10 сентября он подал прошение об увольнении из числа студентов университета в связи с заграничной поездкой оно было удовлетворено 19 сентября белый выехал из Москвы в Мюнхен 20 сентября 1906 года 20 сентября 20 сентября 20 сентября